Так, ребят, сейчас упадет стрим, я не знаю почему. Так, вот стрим опять. Всё, ребят, через минуту, я не знаю, я хотел посмотреть воду, я что-то там нажал, и в общем-то у меня стрим упал. Ну, точнее, я не на опс нажал, а просто хотел воду запустить вчерашний. Короче, не буду я пока заморачиваться с этими делами. Стрим поднимется через минутку, всё будет нормально. Ламбо, Диму, Слим играть, единственное, что теперь будет разбито на две части, получается. Вот. Но ничего не поделаешь. Тёст, трим должен уже начаться был. Что за деревня? Так, прошу прощения. Реклама там пошла, всё. Больше не запуская, я... Ничего, всё нормально, короче, ребят, я не знаю, технический сбой какой-то из-за запущенного плеера, FV-плеера, просто что-то, ну, трансляция упала, я не знаю почему. Тёст, трим должен уже начаться был. Так, ничего не упало, что ты мне придумываешь. 81.75, от Диму Слима какой-то выход на мариках идёт. Это да, это любимый его билд, это ранний врыв на стимпаке на самом деле. И так, марики подходят с рипером. Здесь их 16 штук, плюс ещё где-то 7 летит, плюс риперочек здесь. При этом, тихо, речь, всё в порядке. Погода в порядке, забегают линги, Диму Слим начинает контролить, пытаться против них. Ну, линги окружили, всё очень жёстко. Вамба здесь отбивается, почему-то в мясо принял выход, Диму Слимовский, любимый. А выход-то этот очень-очень важен по билду. Почему, потому что третьей Сэшка нет, вот он только по факту заказывает грейды с одной инженерки здесь, и дэмэдж должен тиран наносить по такому билду. А здесь уже четвёртая хата пошла, как вы видите. Лейр уже готов, то есть можно 2-2 заказывать зерку понемножечку. Что он и пытается сделать, а здесь королева выходит, марики принимают, мариков принимает сейчас с лингами. Ламбо Медиваки отогнал, королевами Криптумор и сюда. Пошли на центре, есть сюда-сюда пускать надо и сюда, да. Один вот сюда, один вот сюда. Можно и побольше, чем один, как бы по этим направлениям запускать. Ну, хоть сколько-то есть Крипа, это главное. Овера принимает Диму Слим. Следующий, кстати, парой будет в Трэндж играть. Так, сейчас Стрэнджу напишу. Так, ребят, выхожу к Стрэнджу. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры сделал DimaTorzok Все, Стрэндж против Марин Лорда, ребят Ну что, Стрэндж же я не мог пропустить, честно говоря Так, 2-0 Блай где, не понял 2-0 Блай Сиджи Кира была, а 2-0 Сотнул что ли? Ну это что-то жёстко очень как-то, я тебе скажу Блай затащил, потому что поме разрешил транслитом писать? Так как он бывает, что не тащит, вот он и решил, что по одному Корейца затащу, продлю свою квоту, так сказать, на транслит Ну что, ребят, Димуслим там доигрывает Я к Стрэнджу пошёл Где Муслима, да, смотрите Я думаю, без меня Стрэндж против Марин Лорда бьётся, соответственно И если победит, то Венерам дальше пойдёт Если проиграет, то Лузера упадёт Если победит, то мы Стрэнджа не скоро ещё увидим Если проиграет, то он, наверное, сразу будет играть Спасибо, Кит Ну стараюсь Будет возможность, приходи в ноябре вообще дико просто Будет этот стрим-марафон будет у нас на Гудгейме Буду стримить чуть ли не круглосуточно, походу делая Ну максимально, да, освещать турниры, поиграть и т.д. и т.д. и т.д. Улучшение завершено Так, алептиком Стрэндж заходят тут проверять Что стим-пак у Марин Лорда пошёл ранний стим То есть это как с зергами играют, соответственно Что у Стрэнджа? У Стрэндж видел, что здесь делается Я думаю, он прекрасно понимает, что здесь стим-пак у выхода идёт Адептам сваливает сейчас домой Марин Лорд не стал дальше идти У Стрэнджа, блин, стандартный Парабам он в плюсе Всё абсолютно стандартно Третий Нексус хочет запилить Стрэндж Блин, третий Нексус, это вот опасно в таких ситуациях 2-1 Ламбо выиграл Спасибо за информацию и кликты Не смог димуслим втащить Ну, бывает, что тут говорить Вообще, всё как бы нормально Кстати, даже в иконке варпа сталкеры вот с этим скином По-другому выглядит, обратите внимание Который у Стрэнджа Давайте посмотрим, кстати, кто у него Что за озвучка у него Загружается Майн Лорд Сейчас вперёд полететь Сейчас Блинк скоро будет готов Я здесь, среди теней У меня озвучка вроде стандартная какая-то Текущая разработка завершена Хотя не какая-то Не очень стандартная Грейдок-разработка Идёт вперёд Майн Лорд Как он обсерверов так видит Ну, следит за движением юнитов Вот и обсерверов видит, судя по всему Да, вар сталкеров идёт По экономике у Стрэнджа всё вообще замечательно Так, пробочку выводят На патруле сюда ставят Чтобы вовремя увидеть врыв Всё, последние два предупреждения Разработка завершена Дальше их не будет Так, 112, 107 Ну, у Стрэнджа всё замечательно Главное, чтобы его на ровном месте Как-то сейчас не расшатал То есть Майн Лорд ходил-ходил И на самом деле Майн Лорд Ну, ничего здесь не сделал Вообще, как бы, своими хождениями Взад-вперёд Но у Стрэнджа всё тригита То есть, если сейчас Стрэндж сливает эту битву Он может проиграть игру прям сразу Но если Стрэндж отбивается У него всё хорошо Пытается Либератор залететь Здесь вот ошибка Ни одного пилона нет Обратите внимание Заходит Майн Лорд С направления второй базы Либератор сюда залетает Так, прилетает Либерочек на Майн Раскладывается Подблинкивается Стрэндж принимает его Здесь Майн Лорд заходит Уверчажа два надо ставить Стрэндж выставляет уверчажа Пил хороший пошёл Колосса отведи Стрэндж вместе со сталкиваем Отводит Ну Колосс Вот не было Бвардена Колосс бы точно не выжил бы Стрэнджа всё замечательно Здесь по лимиту Отпустил Майн Лорда Ничего не поделаешь Пристройка завершена Так, вторую колоссу Кустронджа Призма Плюс один доделывается После плюс один На вторую атаку заказывать Я так полагаю Стрэндж не собирается Сидеть, собирается Идти ставить точку В этой игре Здесь пробочку оставил Чтоб увидеть Когда камни пробьют Пробиты будут Вторую атаку Красавец заказывает Всё верно Абсолютно У Майн Лорда 1-1 У Майн Лорда Армора Сейчас 2-2 Будет заказано Не знаю Идеально Сейчас он сразу Закажет Или позже Чуть-чуть Проверил Ксилнагу Но ксилнагу Никого не обнаружил Что у нас Грейдов Блинка адептам Глефы Рэндж классом 6 с Н3 плюсом Добавляется Если ты хочешь С Н3 добавлять Идти убивать Надо Так, призма-то Что стоит Стрэндж забыл Призму Хотя пошел выход Что за ошибки-то Глупые Е-мое-мое Призму-то возьми Призму-то возьми Берет Стрэндж Молодец Слышит меня Через время В общем-то Доходит Стрэндж Викингов У Майн Лорда 5 штук Все Убивать Идти И все Его надо Гада Везде Все пробито Стрэндж встал Что-то стоит Сейчас А, адептов Завел Пару штук Да, варф идет Еще адепт 168-154 Заходи же Стрэндж Куда-нибудь Призму Блин, медленно Стрэндж все делает Не знаю То ли практики У него сейчас нет То ли что Заходит Лов сейчас сюда Адепты Пытаются прорваться На вторую базу При этом От викингов Прикрывает Колоссов своих Адепты Врываются На вторую Телепортируются Просто развал Пошел Где призма Призма где-то сзади 14-15 КСМ Адепт Сталкеры Идут на третью базу Филды Стрэндж Обновляет Все хорошо Здесь делают Викинги Летят На муе Сливаются Просто красавчик Стрэндж Викингов Покусишь Отходит назад Одного Колосс Потерял Остальные Живут Пошли Новые Филды Заходит Марин Лорд Отступить Надо От него От филдопа От армии 154-15 30 КСМ Акминус Похоже Что Стрэндж Минус нет Сейчас С Марин Лорда Очень четко Он сейчас Все исполняет Сегодня Прям как-то Стрэндж Лучше Чем вчера Играет И приятно Смотреть Да Варп Еще Адептику Ведет 178-115 Похоже На 1-0 Уже Это Очень И очень Похоже На 1-0 Так Один адепт Заходит На третью Как он Грамотно По одному Адептику Постоянно Заводит Сюда Вбью Врыва Нет Почему Не ворвался Надо был Врываться По-моему Так Викингов Отфокус ЛГГ Мариан Лорд Пишет Очень Быстро Выходит Из игры Просто Красавец Почему На Тейлзрители Меньше Чем У Зерга Потому что Там Твич А у Зерга Регплеер Наверное Е Тейлзрители Продолжение следует... 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 Третий нексус. Ну, Марин Лорд очень пассивный, но у него по билду крайне поздно. И стимпаки, вот это всё дело. Ну, кстати, и две базы, но стрэндж эти по рабам уже тут раскачают, раскачают. И третью сейчас быстро достаточно. Вот опять же косяк. То есть, третья есть, рабов не строится. Отсюда с мейна надо группу перевести здесь. Ну, уже маловато. Вот сейчас стрэндж переводит, молодец. Сканит, Марин Лорд всё видит. Грейды, блинг есть, глефы делаются, плюс один делается. Если стрэндж отбивает вот этот врыв Марин Лорда, для него всё замечательно дальше. Он 2-0-то выигрывает просто тупо. Если стрэндж не отбивает, соответственно, для стрэндж не очень хорошо. Так, ну, адептам... Ну, без плюс один адептам нет смысла заходить особо. Не вижу смысла выводить всю армию, но блинг сталкерами надо встретить обязательно оппонента хотя бы. и протянуть время. Лучше стрэндж... Так, а, стрэндж драться собрался здесь. Нет, драться стрэндж здесь тебе не надо, это точно. Гейты добавляются 4 штучки. Немножечко не по таймингу, это всё. Либератора стрэнджа забрал на халяву. Хорошая игра с его стороны. Но гвардиан врубать сейчас не надо было колоссом раньше. Вообще не готов здесь даже близко. Гейты сейчас откроются, это хорошо. Хоть гейты откроются, это хорошо. Так, развёл на стрэнпак, Марин Лорда разворачивается стрэндж, принимая бой. Циклона выбивает, хорошо здесь. И мародёра минус 0, 116, 134. По лимиту, правда, пока проседает, но вот ещё один варп и всё, уже не проседает стрэндж по лимиту. Залпы по сталкерам идут. Стрэнджик, что ж ты творишь, что дал сюда подойти ему на халяву? Хотя, почему, как бы стрэндж не дал? В любом случае, он бы дал сюда подойти Марин Лорду на халяву. Здесь 4 моряка забегают. Но это наглая, вонюченькая... Марин Лордовская физиономия просто, ну, играет сверх нагло, но исполнение великолепное. То есть у стрэнджа нет прикрытия здесь. Два юнита были бы, всё это не работает. Он правильно Марин Лорд делает, но это бесячье всё очень получается. Так, здесь танки что-то засовывает, высовывает, туда-сюда водится. Марин Лорд с колоссом будет рейндж сейчас готов. Нужно драться с рейнджом, стараться. Так, сплитится стрэндж, будет врыв? Да, будет врыв со стороны стрэнджа. Пошла, пошла, замесена сейчас. Либератор стрэндж фокусит, выбивает, на аминке зашёл, адептер... Так, часть адептера развалились, часть нет. Либераторов нужно фокусить. Либератор стрэндж фокусит, разбор полётов идёт стрэнджа жёсткий. Так, всё, разобрал. Разобрал Марин Лорда. Ну, а экономика что? Экономика одинаковая в итоге, и что дальше? Грейды не делаются. Третий Нексус не раскачан, вот на третий вести, блин. Ну, я не знаю, ну, тут забежали марики, всё, пробок здесь в итоге нету, ни хрена нету, блин, просто. Ну, отбился ты, а перспективы-то какие? Перспектива опять сидеть, терпеть, ну, всё, что ли? Ладно, чё-то я бомлю здесь сильно, слишком с перебором, ещё переживать рано за стрэнджа. Во-первых, у него всё нормально и сейчас даже, я бы сказал, но... Здесь и грейды делаются, и все дела у Марин Лорда. Скан пошёл минус-опс сейчас. Здесь две минки закупаны, халявная, можно за... Вот если всеми юнитами подойти, будет жёстко очень-очень. Ещё один пилончик стрэндж делает. Так, фатоночка, блин, грейды вообще не делаются просто. Ну, с призмой, значит, вперёд, иди разваливай, здесь просто био, здесь просто масс био и минки. Можно убить это, но чем дольше стрэндж будет тянуть, тем реально плохо ему, хуже будет. Здесь вот видят, он био, всё, Марин Лордовско, и назад разворачивается. Марин Лорд тоже назад разворачивается, конечно. Так, минки спалил стрэндж сейчас. С призмы вар пошёл. Так, иллюзия посылает, призму надо сейчас перераскладывать, сейчас иллюзия залетает на третью базу. Экономика Марин Лорда терпит очень серьёзно. За два залпа, восемь ксм, плюс телепорт отсюда, вон, надо делать. Одиннадцать, ксм развалил стрэндж, и идёт через верх. Призму надо с армией соединять обязательно сейчас. Минки по фокусу, молодец стрэндж, это было правильное решение минки. Крайне опасно в тирановском этой движухе. Ой, поймал либераторов медиваков, красавец, 129-105. Г-г, пич, Марин Лорд, стрэндж чё-то сегодня царит вообще, а я за него беспокоился. Блин, ну переживаю, ругаю и всё работает. Продолжаем в том же духе. Продолжаю паять, как в анекдоте говорится. ... ... ... Продолжение следует... Ну что, ребят, всех рад вас видеть, приветствую на моем канале, дальше будет много Старкрафта еще, ждем продолжения, Стрэндж теперь будет играть, я не знаю, не скоро Стрэндж будет играть, и будет он с Сиралом, между прочим, биться, вот. Ну а я вас всех благодарю за внимание, большая просьба отключать от блоки, реклама сейчас присутствует, это будет как поддержка моего канала, большая с вашей стороны. Ну и также подписывайтесь на премиум, отключайте, поддерживайте материально по реквизитам напрямую, либо через плеер. Вот, мы ждем продолжения, я не знаю, какие матчи в данный момент идут, какие-то идут в данный момент. Не до игры, так, Ламба с Димуслимом сыграли, Стрэндж с Марин Лодером сыграли, Снут и Лейзер, я не знаю, как у нас там поживают. Кстати, Снут и Лейзер победили на Ютермалов, войдется очень-очень крутой матч будет, а вот все и здесь. Снут и Лейзер победили на Ютермалов, войдется очень-очень крутой матч. Привет, Харлзантик! Субтитры создавал DimaTorzантик! Нет, Стрэндж сегодня будет как раз здесь. Сегодня весь этот турнир будет идти до конца, ребята. Скину сетку вам сейчас. Также помимо моего канала, у кого есть возможности же... Так, что происходит-то? У кого есть желание и возможность, поддерживайте данный турнир. Потому что часть поддержки пойдет в призовой фонд, соответственно. Так, кидаю ссылочки. Так, ламба против маны, соки де муслим, фейер и лейзер. Какая-то тулера, говорят. Так, четверть финала был 5. О, 5 уже у нас. О, 5. Короче, ждем. Меня лудера вообще не интересуют. Тем более, Стрэндж у нас в Венерах. Уж будет точно. Видим, извините. Продолжение следует... Матчинтош 66 активировал премиум на ваш канал. Продолжение следует... 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 Просто дико бесит, он вообще мерзкий, блин... Иногда себя и видел так тоже... Продолжение следует... 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 11 адептов от мана вперёд двигается, здесь уже достаточно много оровочей. 11 адептов от мана вперёд двигается. Косяк, рабочих не достал, рабочих в итоге не погибло. Да, что-то с зомби-играв там случилось, не знаю, что случилось. С мумф роучем почти готов. Роучей 22 штуки. Ну, кстати, тут одни адепты против роучей. Это опасно, но делается Даркшрайн и Фениксы очень скоро будут готовы. В адепт 15 штук. Опасно тут мана, конечно, бегает. Всё, можно ральдептов, кстати, принимать сейчас пытаться. Линги нужны для того, чтобы им просто было не отступить ровно сейчас назад. Фениксы прилетают, минус оверсир. Через 10 только секунд Даркшрайн-то будет, обратите внимание. Здесь минус пилон за залп раз. Нет, ну за два залпа будем считать. Пробок мана уходит. Потеря Нексуса будет, скорее всего. Вот. Так, да внизу. Внизу на оликвипедии нормальная сетка обновляющаяся. Official Results. Снизу, где линки. Называется она. Так, Andrew Nice. И тут ты промахнулся. Блин, у тараканов такие рога чёткие. Почему они ими не атакуют? Как раз таки они ими атакуют, когда вплотную подходят. Просто же они плюются. А вплотную анимация они дерутся, ну, миличными своими. Рогами. В отличие от тех же сталкеров. Им тоже надо сделать, чтобы они... Но у них нечем. Лапа тоненькая, если только с головы будет всекать, короче говоря. Большая, потому что она у них. Вот. Ну, что тут говорить. Овер минус. Шатает. Летает мана. Вот ламба. Прошатал так жёстко, но за счёт даркук мана третью отстроил. Парабам в плюсе. И если ламба будет сидеть, у маны будет всё просто замечательно. Два роба работают, всё работает вообще. Роучи вперёд ползут. Опа. А чё здесь Нидус-то? Так выкапывайся-то, Нидус прикру... Вообще не понимаю, чё сейчас делает ламба и зачем он так именно делает. Ну, хотя с другой стороны здесь Роучи на халяву зашли. Минус 0 и двух эмортвых просто. 170, 123. Нидус тоже смог достроиться. Спокойно ламба отсюда высаживает королев, а их рядом... Ой-ой-ой, сколько я попёрло-то. Я уже думал, они кончатся когда-нибудь вообще. Королевы кончаются. На мейн зашли Роучи. Сейчас реводжеры здесь морфится. 170, 130. Всё-таки ламба дожимает, это грамотно. Сто семьи, сто тринадцать, дожим идёт. Привет, ибо надо, привет всем. Так, 4 Роучи ещё на мейне можно выбрать. 160 на 120. Трансьюзер нужны? Где трансьюзер? Успел вроде как ламба протрансьюзиться, но нужно трансьюзиться до полного абсолютно хп королевой. Только тогда она будет выдерживать этот залп. Вот, 145. Если здесь 30 хп не будет, то всё, с удара будет убиваться. Ещё один залп. Роучи минус. Нексус упал. На мейне 4. Так, 3-4 Роучи. Вот здесь дарк есть, он там подрубает понемножку. Пробивается гейт. Гейт пробьётся или нет? Пробился гейт наконец-таки. Залп Роучи серьёзный. Заходят ламб вперёд. 90 на 130. Ещё пара залпов, и мана здесь отбиться сможет на самом деле. Так, у реваджером прошёл галчис неслабый. Дарки здесь есть в замесе. Фениксы где-то рядом летают. Кстати, вот у Версира есть. Здесь у Версира есть. Ну ёма, как мана бомбит здесь. 105 на 86. Знаете, в чём прикол? Ведь это улын с трёх баз со стороны ламба идёт, получается. И для маны есть шанс. Так, Роучи поднимается. Ведь здесь у него фениксы есть, которые шатать смогут. Четвёртую заказ, гидра пошла. То есть экономика не намного сильнее, а боевой вообще одинаковый. И у маны тысячи минералов есть. Ему просто восстановить сейчас третий нексус, всё нормально будет. Нидус-минус. Дмитрий Дедев, дать тебе модератора с бастарда снял? Ну я с бастарда снял просто. Ну как бы он, на самом деле, не часто появляется особо. Я вообще как бы там почистил за последнее время. Там и так ещё несколько людей, мне кажется, удалить. А Дмитрий Медведев, никнейм плохой, как бы тут порядок не наведёт. Я думаю, Дмитрий Медведев, это точно. Так, фениксов восемь штук. Влетает, пытается шатать ламба сейчас. У ламбы гидро уже порядочно. А если быть точным, 26 штук. Ну блин, грейдип, вот я тоже. Вот это типа как бы, ну, на влая чем-то похоже. Что мешает добавить один эволюшн и хотя бы плюс один сделать? Ну это же так усилит всю эту армию. Четвёртые нексусы, четвёртую хату минусуют просто ламба мана сейчас. И здесь, смотрите, какой дикий микс, 6 симов, 3 архона, сталкеры, 3 дестабилизатора. Пару выстрелов дестабилизаторами удачных и всё. Это будет минус ламба. Так, здесь сплит неплохой, но всё равно по несколько юнитов забирает там. Ой-ой-ой, больно-больно-больно. Гидра идёт вперёд, но иммортлоги по гидре бонуса никакого не имеют. Сделки выходят, надо и муф отпокусить бы. Сейчас, ну, прилетает феникс и мана отбивается. Какую игру мана тащит просто? И он вытащит эту игру, ребята. Это абсолютно точно. Слуд выиграл 2 Ноя Лайзера. Да я шучу, ладно. Так, запись вчерашнего дня выложена. Так что смотрите, кто не видел, должна уже... Хотя она не факт, что обработалась там 11 часов. Причём первая часть пропала при этом просто-напросто. Так что там такое дело? 109 маны, 91 ламба. Ламба тут в центре добычу восстановил. Пытается строить гидру, но... Грейды по нулям. Мана, правда, тоже только атака на воздух у него. У него вообще форжа есть нет. У него, по-моему, даже форжей нет. Да, у него даже форжей нет. Ну, такая вот игра безгрейдовая на слабых экономиках. Здесь есть вайперы. Что им нужно сделать? Первое – это притянуть дестабилизатора. Второе – кинуть зелёнку на емуф на землю. Третье – кинуть зелёнку в степ ещё фениксов, знаете, желательно. Так, минус... На меймалёркера зелёнку... Да на воздух зелёнку тоже надо было кинуть. Ламба затупил, что не кинул, по-моему. Давай. Так, ну тут ламба ещё даже отбился. Шансы появляются какие-никакие у него. Аккуратнее надо быть. Потерял, конечно же, больше зерк в такой игре. Ой, минус вайперы. Да кинь же ты в них хоть зелёнку, то напоследок фениксов. Пусть они продэмеджатся, блин, посильнее. Они же тоже угрозу представляют для гидры эту прямую самую. Су-24-102. Какая-то игра переворотов просто вообще. Валюрки ругал. Мана стреляет, больно попадает очень. Заходит гидра, да варп идёт ещё. Мазерхор где-то вдалеке. Люркеры копаются ближе. Зелки падают. Иммортлы покажут. Призму надо сбить. Так, подходит феникс. Феникс сейчас помогут с гидрой разобраться. Дестабилизаторов. Три гидра лиска там плюс линк расшатали. Хорош. Ламба. 60 на 90. Всё-таки ламба дожимает просто так. Не, ну такие игры мне очень нравятся. Они прикольные, когда такие получаются. Реально, как бы... Три гидра парано bank Period. Три гидра по центру. Да, почему бы неPER ДЕСНУ КОМОНО РЖЕСТВАЕТ. Что-то BlastF vorNY умный, а ведь на года оставила себя до цaris. 109.66 Нет, вот здесь мана закомбейчил Но все-таки, все-таки ламба берет Свое нужно признать Так, люркеры выжили, но несколько гидралов Сейчас снесло Идет ламба вперед, дотекает еще гидра и линги Дестабилизаторов Нужно даже на пофиг Пусть здесь имморталы стоят ближе Дестабилизаторов надо забрать И иммортал забирает тоже ламба Укусит там, у которых броня вырублена была Люркер подкапывается ближе Гидра там что-то обходит Иммортал последний падает 24 на 47 Все, это минус мана Мана еще почему-то не сдается А что у него здесь? А, у него призна с двумя зелками Ну да, сейчас это призна спасет Если бы там хотя бы феникс Да даже если бы там феникс сидел С 40 деменджами Да, как в первом Старкрафте Там зелок такой Он тоже бы не перевернул Вот, если бы там сидел феникс Которого выкидываешь, кастуешь В компанию в Лотве Один там все разваливает Этот может помогать Субтитры сделал DimaTorzok ты сказал ману убьет а я кремль поставил на него не бойся это подставной был твой противник путинский агент поэтому кремль не уйдет а так ламба минуту просит где феникса выкидывать компания лотва ну ты пройди компанию вот вы думаете станет понятно тогда так ребят рекламная пауза просьба отключать одлоки сейчас реклама появилась это будет поддержкой с вашей стороны очень хорошей моему каналу и как сказал миша кнопка в общем то не работала вчера вот такие вот дела а я жал а я визжал и говорил вам облоки отвечать вот так вот здоровый дур эдуард горбанев вот или горбанев не знаю как правильно извиняй все замечательно смотрим starcraft уже 4 часа 20 минут с 13 00 вот strange развалил marine лордов хлам да так что тот обиделся заплакал ушел в подсобку плакать писать twitter и про имба расу про безмозглых игроков и так далее ну а кто смотрел мои стримы давно тут помни да то уж небо старт что-то привил предъявил что я оказывается не прав а сам и на стримы не ходят и даже не знают о том кто marine лорд и что где он писал вообще ну да суть не в этом короче молодец strange двух зайцем как грится одним выстрелом и 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 Ну что, ребят, Амана-то фатонит всем временем, пока я флужу. Спасибо, что вырубил отблок, Риди. Спасибо тебе, поддерживайте мой канал отблоки премиума. По реквизитам через плеер зависит громадное спасибо. Прибегают линги. Мана готов. А здесь... Ой, эпилон мана свой бьет. Просто красавчик. Это абсолютно верное решение. Почему нужно бить свой эпилон? Да потому что хате надо дать достроиться. Приходят здесь. Блин, он бил-бил свой эпилон, а в итоге хату начал бить. Что ж ты делаешь-то? Возвращаются линги. Еще фатонку надо для надежности мани здесь заказать на всякий случай, я думаю, да. Что он и делает. Здесь третья хатка пошла, кстати говоря. Пробочку бы вывезти туда бы сейчас. Или новую привезти. Можно с этого пилона, можно эту хату зафатонить, между прочим. Ману немножечко переконтролил там. Ну, кто получше в StarCraft играет, понял, почему я взялся за голову. Потому что сейчас Ману заказал пилон, и он хотел этот пилон заказать, чтобы пробка оказалась вот здесь, и линги не пробежали сюда. И тогда бы он просто сфатонил бы эту хату, ну, пробку вытолкнуло туда, вытолкнуло ее туда прямо, короче, вытолкнуло. И приняли ее собаки просто все, не зафатонить эту хату. Но, тем не менее, я считаю, что Ману получил профит свой, он в плюсе, получил преимущество здесь, нужно так сказать. Как отказаться от преимуществ, смотреть рекламу? Можно открыть в другом браузере просто, например, и не залогиниваться, например. Вот так вот. Смотрите, что делает сейчас оппонент Манны. Дронов верни, Ламбо, куда ты поехал? Да что ж за втыки-то такие, ё-моё. Все, слава богу, вернул. 8 дронов здесь начнем забывать сейчас. Минералы, это для золота хорошее уже количество. Манна тем временем сбивает уверенность. Но, кстати, у Ламбо хорошая экономика. То есть, естественно, вы потонками себя назад тоже отбрасываете. Здесь Глеф и плюс Сроба. Улын, что ли, от Манны будет? Может быть, и да. Ну, Манна вообще не подозревает даже вот об этой базе. А посмотрите на экономику. Она у Зерга уже значительно лучше, чем у его оппонента. Сейчас выйдут три роучи. Можно сделать что? Можно из Саплай Блока выйти, подобывать немножечко газа, сделать хотя бы одного реводжера, и вот сюда кидать фаербулы, и тогда они... А, ну здесь просто решил. Ранно, что Ламбо не выбил пилон, но если бы он выбил пилон, одна потомка бы не отключилась бы все-таки. Че ты бегаешь? Че бегаешь, чтобы вперед-то? Пилоны падают. Пилоны падают. 70-53. Ну, у Манны интересное здание под названием Даркшран здесь, и вот, кстати, Дарков тяжело будет контрить. Хотя уже сейчас лейер скоро будет готов, но 4 Дарка уже присутствуют у Манны здесь. Он пытается обойти через верх. Сможет ли он зайти к этой спорке? Вопрос открытый пока. Золото не видел. А как? Погодите, я что-то не понимаю. Вот это что вообще? Как это называется? Не вкурил. Интересный мук от Манны. Может, он видел рабочего, конечно. Я мог что-то упустить, да, в этой игре? Ну, Манну в меф-хаке подозревать-то. Ну, понятно, что это чуйка какая-то. Ну, так прям просто в пустоту идти Дарками, когда ты знаешь, что здесь Хатка. Ну, это странно, мягко говоря. Ну, значит, Манна да, спалил, когда она заказывалась. Видимо, может, и вы когда-то видели. Вот. Адепты врываются на вторую. Нет, здесь проблемы, конечно, у оппонента Манны. Сейчас. Адепты пытаются проникнуть на Мэйн. В это время Дарки заходят на... Здесь Оверсиры уже морфятся, поэтому всё нормально. Не, Хатку не успеет развалить здесь Манну. Ну, подраться с рабочими успеет. Это факт. Рабочих, ну, очень много падает, как вы видите. 36. Очень сложности. ГГ, впечатляет Ламба, потому что здесь юниты были и здесь ещё. Манна везде его просто унижал сейчас. А, Лингов нашёл. Всё понял. Ну, может быть, да. То есть можно... Как можно такую хату спалить, не видя её. Юниты на точке сбора едут со странного направления. Вот и всё. Спасибо за информацию. Я что-то не обратил даже на это внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Здесь адепт не пускает ченнилинга, ламба очень хочет пройти, но никак, он что-то дергается туда-сюда. Ну и здесь помимо адептов еще дарки будут, то есть можно сейчас будет добавить просто архонов тупо сюда, в этот микс. И пытаться развести, расплетить, там бейлингов развести, я не знаю, 12 роу еще у ламба есть и 5 строятся, правда, сейчас. Ну пока здесь заходят адепты, можно дарками, например, развалить просто-напросто. Что мана делает? На мейн мана не заходит, здесь бейлинги, здесь роучи, короче, мана супер фейл здесь делает. Да, варф еще адепт ведет, дарков ламба спокойно отбивает, короче, провальный вообще от маны, в общем-то, не задумка, может быть, и интересная была, но исполнение пока что-то, хотя вот здесь рабочих 10 погибло, и на мейне тоже может погибнуть несколько рабов, но я думаю, что Нику здесь практически не погибнет, один, по-моему, дрон даун валяется, там один дрон уничтоженный. Второго роба мана, форжи пока... Что за мода, Паша, вообще без форжей играет, уже какую игру мана играет без форжей, блин? Месторождение минералов исключено. Если завтра играть на турнире, естественно, тренингся надо. Если ты до этого, конечно, тренингся, если ты, конечно, до этого тренингся по 10-12 часов неделю, например, то можно позволить себе отдохнуть, но часов 5 все равно надо поиграть, как бы. Ну, а у корейцев, у многих раньше еще, в первой StarCraft, WarCraft, был принцип вообще, они перед турнирами еще играли прямо перед стартом турнира много часов, чтобы просто руки были абсолютно размятыми, и чтобы вообще войти в трансе, просто в жестком туда, как бы. Ну, не у всех, я думаю. Так, от маны на мэнни зелки здесь с чаржем. Прыгают на королеву, королева минус, несколько роучей, 160-180, ламба прессовать ману пытается. Мана со штормом, правда, энергии на шторм пока нет. Оракул кидает ревелэйшн, прям на всех аж юнитов они попадают, эти ревелэйшн. Самое интересное, зелки в это время просто развалили в пламм лэйр. Одновременно на третьей базе три зелка, два дарка. Так, один дарк еле-еле, но протиснулся здесь штормом мана просто контрить. 20 юнитов уничтоженных ламба. Ламба заходит с другого направления, но здесь тоже вечторм есть. И иммортал с оверчаржем, здесь также есть, бейлинги кончаются. Зелки валят, дарки валят. Дарков не видно, пока зелок здесь дерется, дарки свое дело грязное делают. В это время зелки добивают мэйн, дарки пошли вообще на четвертую. Здесь есть плетка, она остановит дарков, естественно, потому что здесь также и спорка есть. Вот здесь мана вот. Не, не сидится ему спокойно. Просто, ну ёма, ну сиди ты со штормом, посмотрите, взял, отдал штормовиков. Ну что делает, не понимаю, блин. Дает шансы. Разваливает реводжеров по чуть-чуть, мана здесь. Ой, да, мана. Пошел ревелэйшн. Как бы в транс вести футболистов и старкрафтеров. Ну с первыми, мне кажется, бесполезно там, а вот со старкрафтерами практика нужна. Желание побеждать, чтобы становиться чемпионом желания. 170, 192. Но мана установил шторм. Это главное условие здесь, успешные биты на самом деле для маны. Ой, как штормы лингов жгут. Бейлинги заходят, бейлинги там, да. Как же штормы здесь заходят. Просто дико архонов сливаем, мана. Что же ты делаешь? Там уже одного штормовика энергии. 160 на 118. ГГ пищет ламба. Ну вот вам и шторм. Кто-то там орал, бейлингов не контрит. Конечно контрит, он в кламм просто, бейлингов, шторм. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Так, адептики пытаются на третью от маны зайти. Зайдут, я бы сказал, идеально, а не сюда. Грончика минус. Ну, надо на вторую врываться. Экономики тут уже очень мало остается. Возможно, придется отдать третью базу. Крайне поздно вообще поставил сейчас оверчаж. Почему-то мана на пилу у нас тут еще один. Оверчаж пилк неплохой, минус пара роучей. Адепты разваливают мейн вторую. Рабочих вообще не остается у ламбы. Еще один из минус. Как же больно ему. 17-43 пара-бамы. Даже убитый третий нексус ламба здесь не поможет. Чгиты у маны открылись. То сейчас мана сваливает за рамку. Ё-моё, и Моркла сейчас оставил здесь. Это печаль. Неужели здесь как-то еще ламба сможет продавить попытаться? Да не, навряд ли. Где товар вообще у маны весь? Что происходит? Объяснись мне, ребята. Так, Иммортл пытается развалить ламба. Файр буллопат Иммортлом роучей просто мана великолепно отфокусил сейчас. Мазеркор живет и живет. Ноль рабочих. Ноль у зерга. Я первый раз такое вообще вижу за последнее время. ГГ пищит ламба. Ноль и сорок минералов осталось. Мне даже не было возможности ни одного заказать. Просто мана красавчик, реально. Так, ладно. Что там этот блик-то все еще есть? Как он вообще появился-то? Я чуть не понял. Надо вниз спустить немножко камеру. Так, слишком низко. Сейчас я пойму, откуда он идет. А, он просто идет. А, он из центра прям идет. Понятно, это отсвечивает само этой патрона центрального. Короче, ждем инвайт. Сейчас я перекушу быстренько, ребята. Вы не расходитесь никуда. Сейчас я захожу в игру и стрим продолжается. Продолжение следует... 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 А сейчас реклама в ближайшие месяцы будет, короче говоря... Сколько-то там показов на сумму 350 тысяч, вроде Миша говорил... Пару месяцев будет реклама... Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому дело такое... Ну а там как поддерживать уже... Ваше дело как бы... От блоки отключать там премиумы... Либо поддержка там... Напрямую по реквизитам через плеер... Здесь у нас ТС-чика первая от Массы... А Харстом играет... Стандартный Билгей Гасник с Кибернетчика... Полоска навыки... Это свет... Здорово, Элю... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... До конца не надо досматривать рекламу... Помните об этом... До конца не надо точно ничего досматривать... Спайки у Харстом не знаю... Спайки у Харстом не знаю... Просто некоторое вообще не закрыть... Субтитры создавал... 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 Вот это за Мариками идут. Мариков ну очень быстро харстом убрал. Потери как раз таки 5 Мариков, но спалил свои действия в итоге. Буря 13, смотря откуда ты. Если ты не из России, например, у тебя может не идти реклама. Ещё какие-то другие причины для этого могут быть. Вот почему реклама не идёт, то есть она в принципе не у всех идёт. Поэтому тут дело такое, ребята. Аракулы сбоку налетают, Мариков несколько разваливают, залетают на вторую базу спокойно абсолютно Аракулы. Харстон, контролёр автобуса. Ну могут быть, да, встроенные блокировщики какие-нибудь в браузерах, я не знаю в чём там прикол у тебя. Нет, так и нет, как говорится. Так, переводят харстом назад, тут несколько рабов, 18 начинают. Давайте supply blocks ловил. Два пилона делся, плюс 5 яйцов, по тоночку на майне добавляю. Пилоны достраиваются. Ивелэйшн по марикам, оракула живут. Один только погиб до этого. все нормально реклама не идет везде не вот но из беларуси может быть данью хотя беларусь по идее может идти так пытается тут харстому поймать я не знаю почему он опса не прикрыл 3 марика крестом вперед идет ну вот щиты сейчас прям процесс движухи доделались хотя в принципе ну здесь большая большая часть лимита боевых здесь 14 мариков мародер хватило точно харстому имитов чтобы отбить но масса как-то перемасил но по грейдам у харстому 2-2 уже по грейдам хорошо под блинги лайк харстом агрессивные блинки вперед пошли сталкеров сливает на муве варп идет адепты плюс сталкеры либераторов пытается подрезать одного почти подрезал но почти-то не считается как вы знаете пилды неплохие со стороны харстома не телепортируют соответственно адептами либератор их девицу видит как минка зашла в рейндж лимках вот это вот и ну я не знаю все хорошо хвостом делает что он в это время контролит это просто ну реально мертвый контроль называется юниты сами идут сами отдаются так делать нельзя естественно если ты не можешь если ты мульт не можешь мультитаск как говорится отойди назад просто вот сюда встань чтобы они не лезли навар сталкер очков еще идет колосс первые приходят харстома рейндж он забыл из рейнджа поэтому биться будет так здесь адепты пытаются зайти под блин под либератора пошел астрон харстома здесь два новых есть адепты на вторую зашли масса вообще адептов не видит сейчас адепту уже с плюс один поэтому 7 ксм моментальный гибнет но лимиты а боевые одинаковые абсолютно вот единство сейчас у харстома 2-2 будет но колосса без рейнджа четвертый нексус уже занял хастом нужно ли ему вообще здесь присылать 75 пробок по-моему здесь и не нужно лезть ему вперед вообще ну продолжается бой масса очень жестко перестимпачен сейчас смотрите юниты какие дэмэджные медиваки два и те без энергии хастом продолжает давить адепты варпцы экономика у харстома сильнее четыре нексусу 3-3 харстом уже делает здесь только вторая атака пошла не рейнджа либератора харстом дерется все колоссом рейдж доделся о сплите био здесь речи вообще не идет все в кучу просто жесткой бегает под блин под либератор сначала правда медивак харстом покуснул видимо мискликнул вот но потом и либератора минуснул и слишком много его потери давайте откроем потери кстати ненамного у него там в общем то в плюсе я бы сказал сейчас разбирает уверенно абсолютно а Так, помимо моего канала вы можете поддержать, кстати, данный турнир, забыл я совсем про этот момент, потому что это было одним из условий вообще попадания на него стримить, я имею ввиду. Вот, я вам буду скидывать периодически реквизиты, у кого есть возможность поддерживайте. Продолжение следует... 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 Так, захожу в игру. Смотри сетку, смотри сетку и ты увидишь, какие игры сегодня будут. Вот, очень скоро стрейч насчет идти. Вот, очень скоро стрейч насчет. Так, ну что, 2-0 Харстом. Третья игра Харстом против Массы. Ну и я так понимаю, что могут дать добро потом на 2 одновременно матча, включая матч Стрэнджа. Правда, если, наверное, 3-0 Харстом забреет Массу, я думаю, что там тоже по очереди сделают. Почему? Потому что это очень быстро будет, скорее всего, тогда. Ну, посмотрим, еще рано о чем-то говорить. Нексус на второй тут базе пошел. Здесь у нас вообще-то все раскачивается по чуть-чуть. И вернечка по-чуть. Продолжение следует... Все вопросы к Харстаму, почему он там не сделал в каком-то месте что-то. По итогу он выиграл. Таргейд пошел у Харстам, они их заделываются. Чарлик, брат, ты чего? Почесал Чарлик ушкварник. Делаются Гелики сейчас в интересном месте. Знаете, в чем прикол? Гелики прикольные билды. То есть, кто сюда перелетел, сейчас в лоб дропмариков, снизу ворвутся Гелики вот с этого направления ко второй базе, но видел же прекрасно Старгейд Масса и не делает вообще. То есть, он не делает сейчас инженерки. Если бы здесь было по туретке, то билд бы прикольнее был. Но в итоге, в то время как Масса улетит, его Харстам просто убить может Оракула. Вот в чем прикол. В тупую Харстам пролетает на мейн. Что ты делаешь, Харстам? Ты тормоз, что ли, или что? Реально, Харстам стопорит тут просто, что там. Просто, смотрю, поражает. Полети, ну вот летишь, мимо Мариков залетит. А, ну он, ну, с другой стороны Минки боится Харстам, возможно. Ну, прилетел, блин, просто вообще ничего не сделал. Ну, Минку тоже можно отконтролить. С другой стороны, он здесь пролетел. Минка за ЦЦшки могла бы быть закопана. Вот. В это время три Гелика на вторую. Приезжают Гелики, ой, Гелики больно начинают делать. Харстаму просто не хватает контроля. Он семь пробок сейчас теряет на ровном месте. Ё-моё, девять, десять. Разобрался здесь с Мариками еле-еле прав. 29, 28, парабам, Гелики все еще жгут. Гелики жгут. Тринадцать рабочих вначале потерять, но это абсолютно ненормально. Ну, что есть у Масс? Давайте глянем. У него есть четыре Марика, Викинг, Минка. Где Минка, кстати? Минка на второй закопана. Ну, ясно. Харстам пробивает камни. Долго он это реально будет делать. Вижу, Флит Бикон. Будет Темпесты. Блин, ну ПЗ, ребят, насчет Темпестов. Это вопрос спорный здесь абсолютно. Третья СС-шечка пошла. Ну, как-то даже не знаю. Харстаму хоть и больше лимита, но... Сдается мне, что у него все здесь не очень хорошо. Третья СС-шечка. Тирану сделать он пока ничего не может. Тем, что есть, как бы, и тиран стабильно развивается. Сейчас с мамой, конечно. Третья СС-шечка. Так, адепты пытаются зайти. Стенка, кстати, здесь еще не закрыта, что самое интересное. Расплечены марики, все там, все дела. Адепты идут сюда, здесь у нас минка есть. Иллюзия адепта заходит. Да куда в Мариков-то Харстам полетел? Ну, Харстам решил, что у Мариков надо лететь. Телепортируется. Прям под танк надо поднять. Танк просто, конечно. Поднимает танк. Ой-ой-ой. Оракулы просто разваливают. Оракулы просто унижают. Вообще, танк падает сейчас. Танк падает. Адепты живы. Оракулы живы. 23 ксм-ки минус. У тирана просто катастрофа. И прилетел флагманский корабль. Патролить, походу, дело Мэйн. Террасовский просто сейчас. Он просто говорит, пиу! Он говорит, пиу! Пиу! Я прилетел, короче. Президент Фропсов прилетел. Капитуляцию принимать, ГГ. Масса, масса, все, 0-3. Президент Франц manejo. Почему-пиу! Президент Фринку operate! Президент Фринку. Президент Радом, begin я урат. Продолжение в 20 штаны. 방송 bear сравнивается. Ventura под bunchей. Дальд welcome. Пар시면 ключ. Продолжение в 20 штаны. В наоб XX стала сейчас. Президент Фринку. Ну что, ждём далее. Ну что, Стрэнджа Сирала ждём мы игру. С нутью термал. Ну, кстати, я бы обе их посмотрел. А здесь кто у нас играет? Так, всё понял, выхожу пока. Ну, лунейм выиграл НИБА. А веска там начался. Убивайте. Убивайте. Всё. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 И уходит домой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 вперёд. Зерк прекрасно это видит. В раб буквально несколько секунд. Он видел. Шесть бэйнов у Тирала запилено. Адептики зайти пытаются. Будет Стрэндж телепортироваться? Думаю, что да, будет телепортироваться. Телепортируется Стрэндж, заходит на рам. Видит бэйнов. Сплитонись, Стрэндж! Чуть-чуть хоть сплитонись! Здесь же сплит-то всё в кучах такой! Во-во-во! Вот это сплит! Вот это я понимаю. Адепты на третью приходят. Фениксы помогают шатать. У кого-то фризанул. Не знаю, у кого. Может быть, это даже у меня был приз. Не знаю. От королев отлетел Стрэндж. Ну, в общем-то, в итоге, вроде как пошёл, вроде как пошатал. Ну, а что зашатал? Три дрона зашатал. Потери у Стрэнджа больше, чем у оппонента. Короче, адептами поначалу казалось хорошо ворвался. Потом уже нет. Нехорошо он ворвался. Думаю, что не надо, наверное, было. Ну, это если б на рампу сюда и надо было телепортироваться, то потом надо было куда-то уходить. Адептами пытаться. Сейчас гейсерал пытается робить, подгрызть. Ничего не получается у него. Лингами пришёл, мячка погрыз. У Стрэнджа плюс один делается. У Стрэнджа два роба и морталы на третьей базе пошли. У Стрэнджа пять гейтов сейчас заказано. И два пилончика. Можно было и пару пробок на это дело вызвать, на самом деле, потому что одна очень-очень долго тут обнижает. Ну, через шифт зато всё это дело делается. Ещё одно. Так, ещё на эти архивы темпуара пошли. Около здесь, вот на периметре около минеральной линии можно было бы и пару пилонов пилить. Чарж делает Стрэнджа плюс атака готова. Где у нас Пажа? Вот она, Пажа плюс два пошла. Молодец Стрэндж. Здесь Беллингом почти доделся. И здесь есть четвёртая хата у Сирава. Ну, игра, я скажу вам, что ровная достаточно идёт сюда. Сейчас. Здесь Силверси разбревает. Стрэндж Ченджинга убивает. Первые два мортала появляются. Но Стрэнджу точно никуда сейчас лезть не надо. Я думаю, вот при таком билде ему как раз надо выйти в четвёртый никсус. Шторм там и т.д. и т.д. и т.д. И обезопасится вот здесь вот пилонами-фатонками все минеральные линии свои попробуйте. Сирал даже не пытается дробить Беллингов, что мне кажется на самом деле странным моментом. Там Рейваджер и Линги. Ё-моё, сколько крипов у Сирала в центре. Это жесть просто какая-то. Месторождение минералов иссякло. Рой эволюционировал. Так, стрим переменовал. Ну что, 800 хп. У камней очень быстро с Рейваджерами и Лингами с двумя когтями прогрызают эти камни Сирал. С Стрэнджа доделывается уже шторм сейчас, как вы видите. Добавляются еще штормовики здесь. На четвертый Нексус Стрэндж выходит. Ну микс-то мягкий такой, я бы сказал. Так, здесь Рейваджер приходит. На вторую базу нужно бы до Варфа. Так, до Варфа Стрэндж пошел. Не туда, до Варфа пошел. Так, пил пошел. Стрэндж где-то заблудился там просто. Ну хорошо, что Сирал не зашел сюда. Просто слава богу, я бы сказал, что даже не зашел. Так, пошел Шторм по обейлингам. Ничего не убил. Шторм спалил. Ну ладно, главное, что живет. Четвертый Нексус пили Стрэндж. Надо до Варф на четвертый Нексус. Ну вот видел же Апсерн, пошел до Варф Сделков. Ну тут Сирал Нексус сам сгрызет. Очень-очень быстро попытается. Нексус грызает, Стрэндж его отменяет. Молодец, нужно восстанавливать просто сейчас. Грейды не делаются дальше. Вот фаржа одна. Третью атаку надо обязательно делать. В такой ситуации, скорее всего, такой микс играет оппонент. Можно по вторую фаржу добавлять на такой-то экономик. Представь 3 Нексуса это уже неплохая экономика, да? В это время два Зилка Архун собираются на мейн залететь. Здесь Сирал пытается залететь к Стрэнджу на вторую базу. Здесь две Фатунки. Здесь три Фатунки. Так, Зилков достаточно вполне. Так, Давар еще идет. Зилки прыгают. Бейлинги кончаются. Непорошая позиция у Зилков здесь Стрэнджа. Он здесь отобьется, я так думаю. Но здесь оголил свою базу просто. И опять же Сирал врывается. Опять же Стрэндж всеми юнитами куда-то ушел, непонятно куда. Ну, вроде как вернулся. Нормально, нормально вернулся. Отбился на мейне, отбился. Здесь пару пилонов, я уже говорил, надо поставить. Призма висит, никуда не летит почему-то. Это большой косяк. Сверху Бейн. Стрэндж все не проверит, что сверху происходит почему-то. Не понимаю почему. Идет в центр. Здесь видит Сирала. Апсервен прекрасно. Здесь какое-то забегание пошло. В это время Давар на мейн. И Зилки с Архоном приходят. Зилки с Архоном устроят. Тут грандиозный шутер, я признаться вам честно хочу. Вот. Столько Архона надо прикрывать делами. Сейчас обязательно. В это время урыв на четвертую базу идет. Королев Стрэндж подбревает на центре. Лимит хороший. На мейне Зилок. Зилки с Архоном просто разваливают в кал. Весь Давар с Зилков уйдет. Бейном Стрэндж варкет. Это косяк был. Ну, здесь надо просто заштормить четко Стрэнджу. Ну, а как Лингов он собирается разбирать вот этим миксом? Я чуть не понимаю. Стрэндж сейчас. Так. Бейлинги идут. Шторм пошел. На мейне Сирал еле-еле, но отбился. Все. Бейлингом Штормы хорошие проходят. Стрэндж заштормил, но потерял сейчас, к сожалению. Ой-ой-ой. Архонов нет. Против лингов Шторма нет. Катастрофа для Стрэнджа. Я вам честно скажу. Но в это время до варп на мейн идет очередной. Ну и, может быть, все погибли, ребята. Это печаль полная. Вот реально сейчас, если бейлинги... Если б пару Штормов было у Стрэнджа, точно ЭГГ было бы. Сирал 100%. Но, к сожалению, Шторма не было. Зилков надо забрать. Четыре штуки сейчас Стрэнджа отсюда. Заберись ты, Зилков-то. Ё-моё, Стрэнджик. Хотя нет, смотрите, размениваются-то четко. Стрэндж еще варпят Зилков. Рейважеры минус сейчас будут просто. И все. Так, и линги минус будут тоже. Делками контроль пошел. У лингов-то 1-2 грейды. Нормальные грейды у лингов. Разбирается. Сирал, правда, еле-еле. И Мортал Стрэндж заказ. Четвертый никс есть. Рабочих больше, чем у оппонента. Вот сейчас бы пару Дархов бы... Сюда бы прибежало. Вообще замещение бомб. Даркшайна у Стрэнджа нету. Да, варп Архончиков надо делать. Куда-то там сбегание идет. Стрэндж отошел всеми. Да ё-моё, ты чего отошел-то всеми? Ну, зелки пришли. Уверчаж, надо ставить верчаж. Ставь Стрэндж, ё-моё, что-то тупит. Вот, пошел Уверчаж. Зелки приходят. Отлично. Здесь всё Стрэндж изи отобьет. Два даже верчажа не пожалел поставил сейчас. Призма летает рядом с мейном, кстати. Ну, линги рядом есть. Надо бы сюда... Надо бы еще одного Архона сюда. Да, как он неплохо в прошлой игре вошел, я думаю... Зашел, я думаю, вы помните. Пошли поля у Стрэнджа. Ну, блин, молодец Стрэндж. Бьется абсолютно на равных. Сейчас игра прикольная у нас выходит. И Мортл посеменил. Куда посеменил? Ну, сзади, пацаны. Всё нормально прикроют. Если что. Вот. Так. Два Зелка здесь оставлять. Значит, два Архона плюс Довар Зелков. На Мэне это хороший будет. Харас вообще. Так. Тут что-то движок какая-то идёт. В это время прилетают Архоны. 5847. Хорошие варпы Зелков идут. Ультра тут мимо пробегает. Сейчас Стрэндж Ультру увидит. Архоны минус. Что-то там Стрэндж Королеву убил. Одного Архона засадил. Спалил Ультру. Вообще, вот. Для Протоса. Вот. Начинаются. Пробки. Два. Только я похвалил. Двадцать пробок. Блядь. Неужели не поставить по две фотонки? По две на базе. Оставить по одному штормовику. И не бегать зад-перёд своей армией. Просто на Эвке. Ну, ресурсов же миллиард просто было. Взял, слил. Вообще всё преимущество Стрэндж. Варпит штормовиков. Сейчас. Он микс. Хотя против Ультры, в принципе, есть с чем биться. Но рабочих нет вообще, ребят. Вообще их нету. На Мэнии уводятся. Здесь надо тоже переводить дальше. На четвёртую куда-то базу. Просто на ровном месте игру взять и проиграть. Вот так вот. Потому что линги забегают. И базы голые стоят вообще. Без фотонок, без всего. Ну, конечно, здесь ничего не получится сделать. При таком раскладе-то. Да. Значит, печальное продолжение сейчас эта игра получила. Ещё три Архона Стрэндж делает. Нексус даже не пытается раскачать. Меня поражает просто. Добычи вообще нихрена нету. Здесь рабочие просто нихрена не добывают, блин. Призму фирал минус. Ну, здесь микс-то мёртвый, блин. Эти королевы ультра просто достаточно имморталов имеешь. И всё как бы разваливаешь это всё дело. Врываются на третью базу. Стрэндж пошёл в УВ. Ну, вот называется, что просто всё пошло не по плану. И сразу какая-то хрень у Стрэнджа тут происходит. Здесь линги просто сейчас развалят Нексус. Ну, Стрэнджу надо идти и бегает зад-вперёд что-то, блин. Ну, лимита 111. Очевидно, что если бы у тебя было 200, можно было бы зад-вперёд бегать. Потому что против 200 оппонент отмасился бы только на равнах. А здесь-то как бы у тебя вообще нет даже и близко 200. А ты что-то тянешь время. Так, заходит Стрэндж на ХГ. Ну, это 0-1 очевидно. И Нексус падает на третий, на четвёртый. Даже если Стрэндж убьёт все базы, засирал просто с приростом, отобьётся в перспективе как бы... Да, здесь бэйлингов миллиард. То есть бэйнов здесь не в какой-то момент. Очень жаль, но можно сейчас тащить следующую игру Стрэнджу. В принципе, это БУ-5. Тут расстраиваться нечем. Игра равная была. Ну, вот ошибочка, ошибочка. И увидели сами, что произошло. Ну, не вовремя бэйлингов заметил. Штормовики уничтожены. Без штормовиков уже печаль. Ультра, линги, королева, зелёнка. Всё это вперёд идёт. То есть пытается бой принять себе игру. 1,0 СЕРАУ Так, захожу в игру. Ну, хотя на крипе против Бэйнов тяжело. Даже если в Стрэндж всех идеально убил бы, там все равно армия такая. То есть это выход был уже такой, как бы, выход отчаяния, и он ни к чему бы не привел. Ну, развел лингами Стрэнджа сейчас. Нужно недооценивать, нужно недооценивать, естественно, вот, не недооценивать. Нужно оборону стационарную. Будет стационарная оборона, будешь драться вообще круто. И не париться дома там во всяких этих моментах. Блин, я не туда зашел. Пока рассуждаю, это фейл просто голимый. Короче, придется рестрим. Смотрите, это фейл, ребята. Что-то подгорел я от игры Стрэнджа и не туда зашел сейчас просто. Хорошо. 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 Все, ребята. Хорошо. Посчитываю, ребята. Хорошо. 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 » Ну ладно, еще в одном успеете. Что зерк-то не начинается, ничего я не понимаю. Зерк захват не выставляет. Продолжение следует. 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 уже даже очевидно это это 4 гейта урифа адептами с призмой плюс возможен сейчас даркшрайн как бы и хотя не даркшрайна не видно там лэйр уже делается готов сирал абсолютно к этому всему что-то я блин вообще косичнул реально в этом плане так что ребят вот так в следующий раз зайду сюда даркшрайн пошел там уже лэйр ема не это вообще это сразу неудача по ходу дела я думаю что навряд ли здесь дарки вкатят хотя да тут даже уверсир сирал уже сирал изначально делает контр-билд я буду проверять вообще есть там игра или нет да варп еще адептиков идет здесь мувлены роучи то есть там блочится просто третья хатка стрэнджи во первых заказ так адепт на третью адепт на вторую на второй адепт кстати неплохо здесь стрэндж поразводил здесь тоже пытается развести сверху отошел на третьей стрэндж даже заходить не стал даркшайн ну вот смотрите даркшайн готов через пару секунд а стрэндж варпит адепт но хотя с другой стороны адепты здесь нужны потому что это разводочка хорошая телепортируется на третью отвлекая всю армию ну вот адептов две группы в одно место телепортнуть конечно в разные надо было телепортировать сейчас дарки пойдут сейчас ближайшие секунды вот 4 дарка есть уже а здесь суверсир прям здесь короче ну серала так просто не разведешь как вы видите два дарка три дарка на мейн полетели один остается на второй базе попытка королеву забрить сейчас идет королеву отвел серал в это время рабочих стрэндж шататать не кстати пошатал неплохо но посмотрите общий лимит боевой у стрэнджа никакой вообще спасибо кузьмин спб буржуйских не надо я наших только картиночки беру наша авиация 29 дронов но 101 на 70 по лимиту это кэш провал здесь адепт слил и счет стрэндж вот вас всех приветствую извините что в игру не успел попасть бывает и такое вот помните что от блоки просьба отключать естественно поддерживать меня мой канал ну и подписываться на премиум ручья ассиральчика выдвигается вперед у стрэнджа есть сталкеры без блинг у стрэнджа парус энтрею стрэнджа есть три иммортл они все на мэне стоят ну почему они вот так вот стоят на мэне сейчас я чуть не понимаю почему они стояли на мэне ну выходит вовремя тем не менее несколько ручьи здесь заблудились попутались с энтрею стрэндж всех правда отдал на ровном месте но тем не менее архонами стрэндж по максимуму пытается отхарасить 7 адептов еще блинг делается кстати с эмами сейчас можно хороший выход очень сделать было бы стрэнджу ну не надо архонов давать дэмэджить их надо отрегенить чтобы они полявосны или все что такое мс мс 21 мс это мс 21 год а если по делу то не надо глупых вопросов не задавать пожалуйста 121 142 стрэндж собирается давить 14 гидралов 17 ручьи в это время у оппонента его иммортлов реально много адептура пытается в гидру зайти не телепортируйся только стрэндж туда не телепортирует стрэндж молодец ручь подходит филды не ставят стрэндж молодец пару адептов заводит он на третью бас да завел на третью они там начинают шатать рабочих пришлось увести сиралу сейчас четвертую стрэндж убрал 127 на 147 до дарков надо заходить стрэнджу сейчас обязательно просто ой да люры каких дарков ребят идет стрэндж вперед иммортлые адепты зашатывают вообще в мясо здесь кстати на развернуться с роучами подраться и за что стрэндж боится адептами в гидру роучий расшатал и все адепты врываются в гидру иммортлы где-то сзади тем временем ну гидру гидра подставляется иммортлы тоже живые вроде как 100 на 130 по лимиту стрэндж теряет всех адептов это неприятно вот новые только подходит но новые прям под гидру подходит ну 80 на 120 что за лимит это такие куда лимит то весь стрэндж делся она у него не раскачен 3 нет с другой стороны вот до варп еще адепт идет 93 102 а вот он только-только 3 раскачал не телепортироваться адептами не телепортирует стрэндж адептами я проверю battle.net сейчас все еще в игре стрэндж судя по всему не продавит он сирала ну lurker den это печаль на самом деле то есть тут как-то стрэнджу надо было бы разбирать сейчас в этой атаке грейды то у него не делаются о чем печаль полная дарков четыре штуки у стрэндж разводащика какая-то куда разводащика пойдет видит стрэндж то опа спорок то нету оверсир это нету дарками можно зайти сейчас да можно в лоб прямо подраться стрэнджа с дарками филды хорошие пошли дарки отшатают оверсир прилетает 143 оверсир прилетел до сливая тархонов стрэндж молодец ему так роуч падают моментально практически иммортал в три штуки мархонов стрэндж не прикрыл но много короче говоря здесь сирала имморталы подходят с мэйна иммортал стрэндж отконтролил сирал лезет на хг но и сирал разбирает при этом на хг стрэнджа призму стрэндж отконтролил отвел ну что-то гидры много как-то здесь и гидраус плюс один а у стрэнджа по нулям в чем проблема печаль полная какая-то происходит да здесь еще крип ой здесь ничего не уйти может но два айма все-таки ушли 87 145 не как-то как-то вроде с трех бастера алмазь со стрэнджа перемашивает в хлам вообще но безгрейдовый пуш вот этот вот безгрейдовый это печаль полная короче уверчаж в столе стрэндж тайм варк выставил в итоге сотку энергии просто слил сирал пытается давить стрэндж еще там юнитов варк 2 sn3 адепты 9867 по лимиту печально все выглядит здесь так захожу в игру все игра начинается я в игре здесь досматриваю 175 как сирал масится жестко да а был шанс у стрэнджа продавить был шанс надо как-то было ворваться в гидру вот в этой атаке это все нормально бы было но к сожалению стрэнджа не получилось ворваться в гидру печаль полная но делать нечего ребят сирал 2.0 повел а а а а а а а а а Продолжение следует... 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 И поэтому людям нравился и первый StarCraft, и второй многим нравится, потому что кажется одно и то же, а на самом деле каждый раз по-разному происходит. Ну как и везде, в принципе, но только грамотные умудряются придумать что-то новенькое, где-то опередить оппонент на пару секунд, где-то еще что-то сделать и развалить месину. Переход в колоссов идет, первые два уже есть, как бы здесь шторм зашел, как бы здесь шторм унижал бы просто. 37 плюс 29 бэйлингов, вы видите сами, это 66 просто бэйлингов будет. Ближайшие секунды, пилды сбиваются, бэйны заходят, еще фаербулы пошли, бэйнов надо влочить, Стрэндж кидает. Так, у верча же пошли, пилды нормальные, бэйлингов колоссы громят, но что-то слишком их много, бэйлинги текут дальше. Нужно сплит, хороший сплит есть, хорош, Стрэндж нормально отсиделся. Молодец, было, блин, просто сверх агрессивно, адептов просто миллиард на мэй не образуется. Серх 7 риал активировал премиум на восканал. Спасибо, Серх 7 риал, адепты на вторую, адепты на третью, линги прибегать, телепорты пошли, Стрэндж не контролит, нигде, короче, теряет своих адептов, в итоге просто, ну просто в никуда вар. Нужно идти сейчас добивать с колоссами, другого варианта у Стрэнджа нет, если он не пойдет, он проиграет. Опять же, есть Твайлайт, а, здесь вторая форжа была, ну понял, но я не понимаю, с Твайлайтом нахрена вообще, нахрена вообще, короче говоря, люди, нахрена вообще люди делают армор вот сейчас при таких миксах. Здесь вторая атака вообще бы решала бы дико. Сейчас Стрэнджа нужно идти добивать, адепты слиты, вот это сейчас была отдача минералов, например, как бы. Если хотел здесь что-то убить, ну Стрэндж, не знаю, видел плетку или нет, то есть здесь надо было Зелков варпить, ну Зелки без чаржа, судя по всему, да. Зелки бы не подрешали так, вот зато дома Зелки варпятся, где они там вообще варпятся, не понимаю. Дома, не дома, где Зелков-то? 9 только что я видел. Вот, а, не дальнюю, пятую выбивают, ну пятую выбьют, но... Это вот, смотрите, это 900 минералов минус я называю, хотя нет, 4 Зелка улетело, ну 500, ладно, почему? Потому что варпани ты сталкеров, пойди его уже убивай, чего ты ждешь? Пока он брудов настроит, колоссы будут бесполезны. Вот этот микс, которым надо драться, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ребят, это дичь какая-то. Здесь Бэйна на третью заходит, ой, оверчажа нету, Стрэндж отступает, и вот начинается вот эта вот F2 беготня туда-сюда. Ну и куда ты прибежал? Все, Нексус тебе отменили. Как Стрэндж разводится на ровном месте, смотрю, просто поражаюсь. Все, Нексус уже не отбить, сталкеров до варп есть, нужно принимать бой, Стрэндж идет дальше. Караптеры летят вперед, развернись, бейся, Стрэндж, бейся. Филды нужны, филды великолепные. Караптеров нужен под караптеров, под линк сейчас. Файр булами сбривают, филды здесь. Хорошо Стрэндж разбирает, караптеры упадут все. С Н3, с Гвардианом, как же они подрешали, плюс два арморчика на всех юнитах. До варп 46 лингов идет, там дотекание имеется в виду, до заказ. И Стрэндж идет дальше, Стрэндж идет шатать, нужно выводить все. Здесь нехрен убивать, на даже рабочих нету у Стрэнджа. Все, это улыбновый выход дальше с этого момента начинается. Так, на Абэнов как хорошо зажал сейчас. Стрэндж по лимиту, по боевому плюсе. Четвертый у хату прогревает. Призма где? Призма есть. Призма есть, отлично. Что, призма есть? Дотекание пошло сейчас. Забегает зерк, линги-вэлинги, все пожег Стрэндж. Вот то, о чем говорили, как Стрэндж со Снутом на ладере играл. Молодец, великолепное исполнение, я вам скажу. Но и интересная задумка. То есть мало кто играет, но эта тема агрессивная, эта тема фактически улыновая. И как Стрэндж сейчас с разменом будет бороться, для меня тоже загадка на самом деле. Вот пошел размен, здесь зилок доварпится, еще зилки варпятся. Поверчаж наставляется сюда, на фатонках реводжер, адептов вроде как сбревает, тирал. Здесь нужно заходить, надо отвезти домой пару колоссов, я так думаю, Стрэнджику сейчас. И просто отбиться. Так, колоссы на мейн. Мутка, 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 сколько мутки? 8 муталис, как вижу. Сталкер с клинком, слава богу. 2-1, 3-да есть, слава богу. Но нужно уходить сейчас Стрэнджу обязательно домой. Вот я не понимаю, как он размен-то контрить собрался. Все, мута полетела. Блин, я боюсь, сейчас можно отдаться просто. Здесь нескими юнитами дронов ловят. Надо их встретить, принять. Разворачивает Стрэндж и уходит. Несколько сталкеров осталось. Все абсолютно верно делает. Рабов надо поймать. Это все... А нет, не все рабы. Есть у Зерга еще где-то там рабы, я вижу. Так, муталиски пришли. Муталиску Стрэндж убиваю. Они с нулевыми грейдами сейчас эти муталиски. Мудалиски, блин. Так, несколько сталкеров осталось. Мейн выжил у Стрэнджа. Здесь зелков пробрил, сирал. Нужно разворачиваться. Так. Что-то Стрэндж... Нужно на равные. Вот смотрите. Отдача сталкеров. В чем проблема сейчас? Проблема в том, что на равные части нужно армию поделить при такой движухе. А не всеми идти отбивать здесь. Взять часть, чтобы колоссы были и сталкеры. Ну все. Нет, это победа Стрэнджа. Это факт сейчас. Если он просто в тупую на месте не будет сидеть. Здесь абсолютно ничего сирал не сделает. С колоссами можно взять сентрия. Дома вот здесь оставить несколько сталкеров. Все. Колоссам не нужна мобильность. Им нужно филды. Им нужно прикрытие от мутки. Опять Стрэндж идет вперед. Пробивает камни. Вот он разведывается. Сейчас выясняет, где и что происходит. Еще три мутали с каусирала. Копится мутка. Ё-моё. Он пытается. Ну в 18-ом тре не пробрить так просто будет. Вот что вот сейчас Стрэндж делает? Мне кто-нибудь может объяснить? Я не знаю, что сейчас Стрэндж делает. Вот он наполополам поделит в армию. Все правильно. Ну пару сталкеров сюда надо было бы добавить на самом деле. Я так думаю. Здесь иллюзия с блокеров. Идет вперед Стрэндж. Здесь забегание пошло вот сюда вот. А здесь мутка на сталкеров попадет. Сейчас видят Стрэндж. И чего? А здесь-то чего не идет вперед? Чего-то не идет вперед. Ну бейнов нет, это главное здесь у Стрэндж. А, нет, есть несколько бейнов. Ой, сейчас бейлинген в Стрэндж бы не убили бы Стрэнджу. Надо заходить. Еще иллюзии сталкеров надо сделать. Вот он видит иллюзии, что готовят Стрэндж драться. Билды Стрэндж! Билды поздние. В Стрэндж врывается. Какой катастрофа, а? Какой ужас Стрэндж сейчас делает, а? Я просто смотрю, и мне больно глазам. Это то только что, о чем я сказал. Просто на бейнах не слиться. Стрэндж берет и сливается. Всех Стрэндж в кал просрал, блин. Но все равно его много. Приходят колоссы, приходят Стрэндж с гвардином. Муталисков не хватит. Это факт. Караптеры падают. Победа или нет? Победа, я думаю, что для Стрэнджа. Хотя, так, 41-22 боевой. Иди на мейн, Стрэндж. Идишь ты на мейн. Идишь ты на мейн. Все, у Зерга нет ДПС еще, чтобы по размены идти. Поэтому просто на мейн идти. И все, надо Стрэнджу. Так, дронов слил. Сейчас еще дронов здесь подрежет. Все, на мейн надо заходить колоссами, с антрями. Муталиски пытаются драться. Гвардиан есть, отлично. Напряжная игра, ребят, я вам скажу. Но прикольно. Грег пишет. Стирал 1-2. Надо камбэчить. Ниц камбэк. Нам нужен камбэк, Стрэнджик. Давай, давай. Если б Стрэнджик законтролил Стрэндж, было бы вообще замечательно все. Ну и как мне кажется, после того, как Стирал взорвал Стрэнджик, если бы он неправильные тактические действия сейчас предпринимал, если бы... Так. Ему надо просто было сейчас идти всей муткой и всеми лингами. У него были линги. Через 12 часов размен просто опять. Все, Стрэнджу опять пришлось делить бы армию, это было бы провалом. Рестарт, ты что, дурачок что ли? Ты что мне на мыло-то слешь? Я же сказал, не надо мне по поводу вопросов про МС-27 глупых вопросов задавать. Ну что, Мороз, карта следующая. Хорошая такая карта. 1-2 идет Стирал. Почему, Мороз, всегда какой-то валидол, а когда СНГ-игры не были валидолом, я вот не понимаю. Они всегда, по-моему, валидолы просто были. Ребят, всем привет, поддерживайте меня и мой канал, кому нравятся стримы. И сегодня адский долгий стрим будет до ночи. Стрэндж сиралом бьется, а поддерживайте отключенными отблоками, подписками на премиум. Вот. Ну и по реквизитам в описании, либо через плеер напрямую поддерживайте также. Всем за это громадное спасибо. Спасибо. Так, смотри, у Фины валяются. Сиральчика на Твиче, Финляндия, привет всем. Вот, Сирал, молодец, очень крутой игрок, но вы, может быть, ничего не понимаете, что я леплю, конечно, но... Ну, не суть вопроса, короче, давайте смотреть. Игры красивые. Стрэндж взял одну игру, но... Можно сейчас, в общем-то, либо взять вторую и биться Бу-1, и, возможно, пошатнуть уверенность Сирала, то есть внести в него сомнения, что он прямо настолько крут, и он будет уже играть как-то с опаской, с фейфоу, на чем его можно будет ловить. Ну, либо слиться 1-3, идти в лузера, и вроде кто-то говорил, что Стрэндж попадется в лузерах, если он туда попадет на Элейзера. Вот. Если в Венерах будет Стрэндж, там мана дальше. В ПВП Стрэндж умеет играть. Вот. Ну, что мана, что Элейзер, два поляка, два очень сильных игрока. Мув. Овером, мувлингом Сирал более стандартный здесь играет. Ну, я имею в виду, когда побеждали наши игроки, без Валидола просто редко бывало, то есть, когда Хэппи ВЦС проходил, когда там 2-3 он с Испанцем играл, и в конце там планетарка последним выстрелом устреливала, когда, не знаю, много всего было. Так, Марин Лорд не играл в лузерах за полотенчик. Марин Лорд отказался почему-то от игры в лузерах, не знаю, почему. Здесь Стрэндж пытается Овера сбить, собьет. Блин, ну, Стрэндж до конца не доконтроливал, доконтроливал бы, сбил бы. Ну, Сентрёй в третьем, вот же Сентрёй стоит. Блин, ну, что вот это такое? Ну, что ты? Только похвалишь сразу, блин, просто, ну. Даже мёртвый я вот так вот. Если Овер летит, вот если я, ну, если захотел его убить, ставишь цель, то до конца стреляешь в него одним вонючим сталкером этим. И просто идёшь и пиу, пиу сзади просто. А прикиньте, каково оппоненту. Я вот всегда об этом тоже думаю. Вот залетел тебе гусь так Овером, сейчас всё посмотрю, на муве хорошо летит. А ты одним сталкером его просто отсюда провожаешь, качишь его и где-то здесь сбиваешь. Я говорю, бляд, ни хрена там контролёр такой сидит. Тут всё плохо, короче. И сразу просто, ну, ты чувствуешь уверенность, а оппонент, возможно, не очень. Вот Стрэншер, вот, посмотрите, проверяет, Даршайн спален. Но это хара с дарками, поэтому всё нормально. А, возможно, вот, а знаете ещё момент? Вот бывает, вот такого Овера первого собьёт оппоненту, да, и он подумает, точнее, человеку собьешь, он подумает, как бы, блин, а лететь ли вторым, что-то там как-то сбивает. Хорошо, вдруг там второй сталкер уже вышел, вообще легче будет сбить там, все дела. Здесь Овером проверяет Сирал, видит всё прекрасно. Заказ Нексуса. Блин, сейчас будет отменён Нексус, скорее всего. Надо Стрэншеру прикрыть адептом хотя бы одним бы. Пока Пилона один грызут, надо второй будет прикрывать как-то. Оверчарж Стрэнш поздно выставлять. А, он отменяет, то есть Пилон. Ну, Нексус хп набрал уже, всё нормально. До варф четырёх дарков идёт. У Сирала лейер делает, спорки нет ни одной. Лететь, дарками пытаться убить. Призму встретил Сирал, третий Нексус. Отменяет какую-то катастрофу, Стрэншер. Войска ОРОЯ атакованы. Так, отписываю Наруто, как тут в этой игре. Оверсиров Стрэншер принимает. Ара, с Архонами идёт. Ни в коем случае призму не дать. Сбить надо. Внутри, смотрите. У Стрэнджера в этой игре всё в порядке. Правда здесь второй куготь. Так, второго робота. Сразу Стрэндж Холоссов собрался выходить. Блинк почти готов. Опять тут маслинги бегают. Стрэнджу нужно вниз спуститься. Призма всё ещё летает. Всё ещё харасит. Королевы где-то рядом. Ну, тут Сирал чувствует, с какого направления Стрэндж. Врывается. Только призму не отдать, главное. Мне надо аккуратненько из Стрэнджа. Ну всё, только поля он теряет. Всё в порядке. 53-63 парабам. Нету ни одной фажи. Но Стрэндж в двух колоссов стартует сейчас. Здесь с дропом бэллингов играет Сирал. В двух колоссов, в смысле, с двух робов колоссов Стрэндж будет выходить сейчас. Сирал готовит улын сейчас. Ой, реладжеры королевы. Колосс номер один заказан. На второго колосса просто нет ресурсов. Ну, хватит ли у Стрэнджа здесь, в общем-то, запаса прочности, чтобы вообще отбиться? Ну, без сансов под королевой пытаться жирных таких овера забирать. Лингов можно. А всё остальное будет за Трансьюжена. Так, здесь овер летел вперёд. Стараешь, пытается с блинком бить. Ну, блин, вперёд пройди, ну что-то такое. Не прошёл вперёд. Ну, нервишки здесь и у меня, и у Стрэнджа явно. Залетает овер на мейн. Здесь у нас одна фотонка. Нужно пару сталкеров обязательно сделать. Ой-ой-ой, бэйн на вторую базу врывается. Сейчас овер Стрэндж не готов абсолютно на вторую. Нам и синхронизироваться Сирал хочет вообще. Сюда-сюда. Здесь в лоб вроде Стрэндж стоит с колосиком, пытается принять. Реведжеры, реведжеры, бэйлинги, линги идут вперёд. Филды есть, оверчар здесь есть, бэйлинги на вторую. Стрэндж реагирует очень хорошо. Пробок уводи, пробок Стрэндж уводит. Колос рядом есть. На мейн тоже врывается бэйна. Здесь минимум рабочих убил. 11 пробок Стрэндж потерял. Это ещё на самом деле расклад для Стрэнджа просто замечательный. Что он так всего 11 рабов потерял, я вам скажу. Здесь летает овер-оверлорд для дропов. Нужно его сбить, попытаться. Вот он висит в наглую здесь. Стрэндж привёл в наглую рабочиха. И чего? Рабочих отведи, Стрэндж, рабочих отведи! Вообще не реагирует. Срок 15 пробок минус. ГГВП называют такое обычно. Но ещё рано пока об этом говорить. Но такие ошибки просто на ровном месте. Я, блин, дом трубу шатал реально. Ты видел овера? Ни фотонки не закал, ничего здесь не оставил. Ни сталкеров, блин. Ушёл и всё. И просрал 15... Нет, 17 рабочих, блин, на ровном месте. Довар в сталкеров идёт. Колоссов 3 штуки. Сейчас будет 5. Вот это единственная надежда... Так, овер залетает, Стрэндж не видит. Куда он пошёл? Вперёд пошёл Королев убивать. Просрал рабочих опять на 3-й базе. Королев зашатал. Рабочих 11 минус. 38, 63. Опять здесь ни фотонки, ничего нету. Бейлинги на 3-ю в очередной раз залетают. Стрэндж гуляет по центру. Как лунтик сейчас. И ничего. И ничего. И здесь минус опять рабочих. 18 пробок минус. Учера на 30 рабочих. Да ну нафиг. Ну вы всё сами видите. Я не буду это комментировать. Я если и буду комментировать, то я буду матом просто ругаться жёстко. Но боевой лимит почти одинаковый. Микс для Стрэнджа просто великолепный. Есть шанс задавить. Но Стрэндж, понимая это, идёт просто в размен. Конечно ему нахрен не надо просто здесь в лоб драться. Но у Стрэнджа есть Даркшайн. Варпани Дарку в парочку и всё. Верчаж выставляет Стрэндж. Здесь моментально всё будет уничтожено. Сирал пытается здесь отбиваться как-то бейлингами, реведжерами. Возвращается назад. Бейлинги пошли вперёд. Стрэндж принимает бой. Сталкера сплис. Снизу бейлингов филдами. Хорошо заблочил Стрэндж. Как колоссы жгут просто выжигают. Нахрен всё. Два раза больше Стрэнджа боевой. А 2-2, ребята. Фух, какое валидолище, а. Я просто смотрю и поражаюсь. Как Стрэндж за такой хрень это доводит? Ну неужели фатунки, блин, не поставят никак. Гэ пишет Сирал, красава. Стрэндж просто дичь какая-то творится. Вы видите, что происходит вообще. Манта Морэ, чтоб меня убили, блин. Ну решает этот. Вот против земли чистый этот билд решает. Я смотрю, как на рабочих сейчас реагирует. Прикольно смотреть. Вот в чём прикольно. Когда задержишь к стриму, смотрите. Вижу, как реагируете на провал Стрэнджа. А вы не знаете, чем всё ещё сейчас обернётся. Стрэнджа. Стрэнджа. Ну что, галактический процесс, агрессивная очень карта. Если после таких серий, после макроигр, где Стрэнджи проигрывал и выигрывал, мы сейчас увидим Солваровское вот это сгрызание рингами, то я вообще, конечно, расстроюсь. Кофе носом хапанул. Кофе носом хапанул. Бывает. Впереди ещё нас сегодняшним вечером ждёт много великолепного Старкрафта. Вот. Вот. Ботаникей поддержал ваш канал на сумму 500 рублей и сообщает, валидола господину на респектовом диване. Так, спасибо, Ботаникей. Тебе большое на респектовом диване. Вот, ребят, если вы там на мои сборы что-то там присылаете, госуважнители телефонов и как бы об этом сообщать, потому что я не добавляю ничего. Спасибо всем за поддержку. Громадная, Фуглин. Дичь какая-то просто происходит. Погнали. Никого я не хоронил просто. Я просто пригорел от того, сколько рабочих было убито. Но я сказал сразу, что боевой лимит-то одинаковый, и колоссы могут там нахрен разрезать всё, потому что не было возможности сплита в воздух. Кстати, почему Сирал до конца в размен не пошёл, я не знаю. Мне кажется, если бы он всей армией ломанулся к Стрэнджу, шансов было бы значительно больше, чем в лоб там отбиться. Ну, Сирал переоценил свои возможности, подумал, ага, бейлингов много, но он недооценил возможности колоссов Стрэнджом с центрями. Так, Адет бежит, Линги тут мимо проскакивают. Стрэндж одного убил, 4 забегает. Опа, овер для дропа. Ну и как и предполагалось, вонючий этот билд, ребята, к которому Стрэндж ни хрена не готов, потому что у него здесь ничего нет вообще на защите. Неужели это ГГ, это ГГ Стрэнджу, ребят? Блять, ну как можно на этой карте играть? Вот сейчас я реально хороню. Вообще, Стрэндж отобьется, это будет чудо. Без Мазеркура, блять. Ничего не контролится. На этой карте, где постоянно делается вот эта херня, я не знаю, блин. П-профессионализм просто. Пишем ГГ, выходим, 3-2 Сирал. О, Мазеркур, неужели, блин? Да здесь все уже начали это в билд играть, е-мое. Может, конечно, Стрэндж вообще не смотрит сейчас улики и не знает, кто как играет? Я очень сильно в этом сомневаюсь. Он обычно очень хорошо о билдах осведомлен. Пишем ГГ, выходим, короче. Блять, хочется просто монетку на хрен, все выкинуть, блин. Я извиняюсь, переживаю за Стрэнджи просто, блин, ребят. Все, ГГ. Насмотрелись мы, насмотрелись. Оп, а это кто-то что? Так, угодите. Так, угодите. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Помми, а ты на пледы велик собрал? Спасибо, Бест Петрович! Да, пледа пока нету, просто я не успел его... Мне Даша обещала, жена моего там заказать, в общем-то... На велик должно все прийти заказано уже, как бы, что я заказывал... Так вот так вот... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо, Бест Петрович, спасибо, пацаны, за поддержку всем громадное. Это очень-очень приятно. Старкрафта будет еще дохрена сегодня, но я прям дико хочу, чтобы он был не просто Старкрафтом, а Старкрафтом со Стрэнджем, черт побери, сегодня. Так, Старкрафта сам подрастроился, по ходу Малеха. Ничего не отвечает мне. Продолжение следует... Так, ребят, рекламу прожму, пожалуй. Не серчайте. Но рекламу надо пилить, потому что она есть. И всем громадное спасибо за блоки, конкретно и за всю поддержку. Иногда звук вырубаю, потому что реклама идет. У меня блок отключен сейчас. Снут Ютермал уже сыграли, ребята. Снут уже сыграли. Ютермал пробрил Снута, насколько я понимаю. Ютермал. Ютермал. Продолжение следует... 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 Стрэндж 1.0 Отлично, красавец-мужчина Так, Блай говорит, я не хотел, оно само Я говорю, ты чего шалел нагибать всех, чего не нагибаешь, когда я стримлю Ну вот Ну поздравляю, еще раз Блай, красавчик, что победил Жаль на этом турнире Ну зато смотрите, на этом турнире Блай проиграл вчера 100 на СГЛ Если не 400 баксов поднял просто А там пинг не пинг, это уже пофиг Опа, пул первый Ты что, и лейзер решил слиться, что ли? Я чуть не понимаю ли, почему он играет такими быстрыми билдами вообще Ага, да, ладно, ладно, ладно Я видел, что сегодня везга еще отборочная, но там группу сегодня, завтра везг я постримил плей-офф в воскресенье точно, я думаю. Твои зонды остались без прикрытия. Так, эти колечки жалости полагают? Конечно, лагают. У меня тоже пинг 200, но я не ною, говорит, в лайк. Вот, говорит, после чего пополню, что официально могу назвать банджами, но с этим бы я не спешил бы все-таки, лагает не лагает, как бы там. Сегодня выиграл, а завтра можно и слить, поэтому лучше, конечно, в лишний раз не понтоваться. Муфовером делает Сирал, уж не улын ли это с королевами какой-то? Не, видимо не улын, все-таки с королевами. Так, а адептам глефы? Пришел Стрэндж, третью спалил, пытается уйти. Уйдет. Обязан уйти. Он уходит адепт, сейчас иллюзия закадешится, надо сваливать по кдшечке просто иллюзии. Здесь Стрэндж, пускай иллюзия. Вот, вспомнил, упустил, молодец. Здесь Овер залетает на муфи. Сталкером нужно его поймать бы сейчас. Стрэндж за контроль Сталкера. Нет, улетел Овер. Потерял Сталкера. Здесь плюс три гейта, робо. Ага. Стрэндж, кстати, любимый у адепту Дарка Врыв. Вот, но насколько это сработает, сейчас посмотрим. Даркшайн у Стрэнджа пошел. Я бы отбил бы, Даркшайн в проксе бы ставил, на самом деле, где-нибудь. Уже прилетает и все видит, постоянно корейцы. Ну, либо вот сейчас, смотрите, вот как можно... Вопрос, да, к тебе прилетает, вот так вот видит. Вот. Как можно обмануть? Не надо просто делать Даркувса. Адепта Мейди Харайс, Даркшайн отмени, выведи сюда Сталкера, вот сюда отгони Овера. Понятно, что он здесь висит, потому что больше ему негде висеть. И Нексус захажи, например. И Фаржу утужина. Я не знаю, спорки будут. Не понял, еще и Лайзер без спорок вообще без всего играет. Видел же, Даркшайн прекрасно. Вообще странное решение. Стрэндж заходит. Видит бейлингов адептами сейчас. Естественно, не телепортируют. Сейчас еще до вар будет адептов от Стрэнджа. Блин, Дарков ждет. Нет адептов ждет. Стрэнджа. Вар будет адепт. Ну, стрэнджа. Ну, не па. Ну, не па. Ух. Стрэнджа. Вар будет. Стрэнджа. 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 есть у оппонента Стрэнджа. Адептики залетают. Между прочим, нету... Так, 4 дарка. Нету лейра до сих пор у Серава, у Элезера. Ты куда ты, Стрэндж? Что ты делаешь? Адепты спорку шатая. Беллинг Несса Стрэндж подрезает. Адепты телепортируются на мейн. Адепты на мейне бомбят в кал рабочих. 52-66. Залетает Стрэндж на мейн дарками. Нужно идти под спорку, контролить Стрэнджа. Просто еще дарков фарпани. 4 адепти плюс 4 дарка. Хороший врыв будет сейчас у Стрэнджа. Иди убивай его нахрен. Просто и все. Спорку, конечно, убивать. Еще одна спорка перекапывается. Минус хата абсолютно сочная. Вот здесь вот. Адепты уходят. Дарки тоже сейчас уйдут в призму. Дарков призму. Адепты на вторую. Идеальный развод со стороны Стрэнджа. Я бы сказал, сейчас идет не перехвалить бы. Мне его единственное. Сейчас дарками надо вот сюда дрогнуться и уйти просто, наверное, с мейна на третью базу. 4 дрончика забрел. Не знаю, спать там ЛС закатил или что-то другое. Но Стрэнджа очень хорошая ситуация в этой игре. Заказан Блинк. Он лейзер гораздо хуже, чем тот же Сферал играет сейчас. Халявщики эти игроки. Меньше в 400 баксов заработать. Надо 20 часов. 20 часов работать, Гарватис. Халявщик ты! Многие играют там годы и просто ничего не получают практически. Какой-то халявщик. За 20 часов всего зарабатываешь-то, да? Так, на мейне дарки. Отменяет стрэнджу расхату, но одного дарка потерял. Если бы не потерял, дарков был бы царем. Не знаю, с Генрил Лил про премиум задал вопрос сейчас. Но что-то никто мне пока не ответил про премиум. Короче, не знаю, как тебе со смартфона. там что сделать-то, а что извините. Не надо лететь на королеву. В стране что, остается добить? С блинком выйти просто и все. Все минералы на этом месторождении изобраны. На этом месторождении так, еще адепты дарки. В это время выход в лоб идет. Адепты дарки просто разваливают королев. Они даже с крипу не успеют уйти. Сейчас обратите внимание. Оверсир запилен. В это время стрэндж лоб приходит. 89-130. Это АГГ от Элейзера. Это 2.0 Стрэндж, ребята. Что-то Элейзер поплыл, по-моему, не? Ну что же, третью ждем. Так. Озбин Рил Рил. Напиши на это мыло, в чем там у тебя проблема. скриншот может какой-нибудь пришли, я не знаю. в чем там у тебя. Продолжение следует... Продолжение следует... Не буду, хотел сейчас про олигархов пропалить, запилить по этому поводу, но не буду. Нахрен, короче, а то бомбанет опять у кого-нибудь. У меня, может, тоже у самого. Так, 2-0 Стрэндж ведет, между прочим, я счет не ставлю. Фрост у нас карта. Яндек поддержал ваш канал на сумму 222 рубля и сообщает. Стрэндж, тащи. Помни, комент. Так. What's been real real? Просьба тебе отписать. Вот, вот еще. Опиши суть проблемы, что написано в ленте, какую ошибку он выдает. Спасибо тебе, Яндек, большое. Вот такие вот дела. Два линга и лейзера прибегают в пробку, сгрызает на халяву. Забегает на мэн, делает самуку. Стрэндж и Твайлайт пошел. Здесь надо пробок не отдавать. Тут Стрэнджик вот веди ее, черт побери. Ой, линга мув доделся. Еще одну пробку сгрызли. Ну, халявные линги сгрызли. Опа. Ну, здесь адепт два дрона зато пришел. Убил или это два адепта были? Это один адепт был. Ну, одним еще два дрона, ладно. Так, закрывает проход. Вот. Стрэндж сталкером не надо рыпаться сейчас из минеральной линии. И опять какой-то билл без мазерфора, без нихрена вообще. Что происходит? Стрэндж, е-мое. Сейчас адепт выйдет. Он, кстати, сталкер спасет адепт. Все, сталкера спас братана своего. Сталкер пошел кабину за это бить этим всем летающим бойдом на мэне. Более миг, стрэндж плюс. И опять рога пошла. Что-то похоже на предыдущую игру. Буду сейчас играть, судя по всему. Спасибо всем, братва, короче, за поддержку еще. Здорово, Влад. Залетает овер в очередной раз. В этот раз пять гейтов от Стрэнджа. Видит прекрасно Элейзер, что это улын. Может часть отменить и съехать с этого улына. Я не знаю, Стрэндж как-то слишком на халяву захотел Элейзера убить. Так, куда вы посмотрите, я не понимаю. Адептики вперед выдвигают с призмы. Летит вперед. Но я думаю, что здесь Элейзер Изи отобьется от Стрэнджа. Потому что он обнаглел и просто восемь гейтовый адепт Пуша делает сейчас зачем-то, я не понимаю. Хотя можно сыграть стандартно 2-0, ведя. Я не сливал, и причем ни в одном турнире. И причем на лане, например, как на Иеме в одиннадцатом году Димаги. В Киеве просто, ведя 2-0. Потому что тоже такую шляпу начал делать. Улына начал играть, ну хотя нет, поначалу ошибался, а в решающей последней игре там улына начал отыгрывать. Даркшайн у Стрэнджа делается. Здесь уже лейр есть толку от Даркшайна, нет практически. Я думаю, что здесь уже не... Ну вот в данном моменте, если лейзер ошибок не допустит, а их просто негде здесь допустить, тем более у него плетка даже здесь на минеральной линии есть. То есть ему просто нужно будет, соответственно, прийти и на клике Стрэнджа убить в ответочку, и все. Так, адепты. Заходят адепты ко второму, это время на мэне 4 адепта. Прилетают в Призме. Ну, кстати, знаете, что можно попытаться Стрэнджу сделать будет сейчас? Ему можно попытаться будет, но только на 4 королеву в Призму не отдать нельзя. Минус Призма, это точно провал, это гагенчик. Сейчас дарки бы, и можно было попытаться варпануть сюда дарков прямо и сбрить лейр на райт-клике. Конечно, оверсервис успел бы заморфить и лейзер, но я думаю, что дарки бы зарешали. Какой дебилизм что-нибудь сейчас делаю просто. Так. Слушай, вроде сидит в чатике Влада, ну не знаю, он куда-то свалил походу. Не знаю, не знаю. Вконтакте скидывал мне фотки, Су-33. Вот. Ну это был чатапл, надо помнить. Минус овер. И лейзер заходит сюда чейдлингом. 1386 по лимиту, собирается пробивать лоб стрейнджа. Да камни он пробит, и на клике зайти убить просто, и всё. Я надеюсь, в стрейндж не будет такую халяву больше играть, и сыграет надёжнее следующую игру просто. Призма прилетела. Очередная призма минус. Бывает, а это кто пришёл? Харя наглая такая. Пришёл, значит, залавлю тебя, понял? Месторождение минералов. Раз пришёл, значит, залавлю, пока строим штук тупорей. Ну что ты, брюхо наглое? Ух, да не боись, динах, но... Я понял, лад. Да не, я к тому, что вроде был недавно, но сейчас куда-то ушёл, походу. Месторождение минералов выработано. Вернётся, похоже, наверное. Существует шесть, ту двенадцать. Опа! А у стрейнджа неожиданные ребята, которые вот такие игры иногда переворачивают. Причём переворачивают очень-очень даже неплохо. Ну пока он только один будет дестабилизентчик. Здесь роучий забегает с хг. Роучка минус. Блин, ещё не готов здесь. Один на осталкеры киданули. Короче, как обычно. Как обычно! Дестабилизатор первый слит, второй в молоко просто стреляет. В итоге выстрелов вообще нету. Надо принимать бой. Стрейндж как-то непонятно уходит. А, ну здесь разводочка идёт. Билды с хайк. Нехлохой залп, конечно, был. Но у юнитов маловато как-то. Оверчаж надо поставить. Только не на этот кило, наверное, на этот. Здесь заблудился дестабилизатор. Он с хг стрелять не может. Сто на сто семьдесят. Минус стрейндж. Один-два. Четвёртый, ждёх. Не, ну ADEPT All-In это прохладно. Ну, что ты там ищешь-то? Да, я сейчас к маме спрошу, спрошу, ходила она с чёрлом вообще. Продолжение следует. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Так, Стрэндж проверяет. Найдёт, кстати, овера. Прочувствовал Стрэндж, что где-то сныкан этот гадёныш. Вот он, вот он летает, Стрэндж. Только контроль за ним. Законтролил примет. Сейчас 39, 41. Про вам третий Нексус пошёл. Ну, третий Нексус пока и Лазер не видит. Ну и хорошо Стрэндж третий Нексус играет. Здесь ещё один Феникс пролетает, оверов ищет в другом направлении. Там никого нету. Никаких оверов, я имею ввиду. Вот где-то пять Фениксов будет от Стрэнджа переход в стандарт. Ещё один пилон пошёл. Здесь благочится Стрэндж полностью, что ли, да? Альфа-Макс активировал премиум на ваш канал. Так, Альфа-Макс, привет. Первого Старкрафта официальную версию, как нельзя. Ну, Батумент, зайди, купи. И в магазе в любом можно, я думаю, онлайн, там, G2, там, квартиру, там, на всех этих есть. Где подешевле можно иногда найти. ГГ фризит нереально, а не, ГГ фризить вообще не должен. Странно, у тебя что-то лучше браузер как-нибудь проверить, может, версию новую посмотреть? Не-не-не, не надо адептами так заходить. Странишь, два роба добавляется. Роба разбросаны почему-то друг от друга. А, понял. Ну, кампы, да, кампы. Тогда первый Старкрафт. Да и первый Старкрафт тоже прикольно поиграть. Тут и лазер газа добавляет. Коготь доделывается. У Стрэнджа плюс один доделывается. Твайлайт. Есть еще Твайлайт? Нет, Твайлайт пока нету. Ну, после атаки, значит, будет заказ на армор, потом вторая атака. Опа! Пошел Робобэй. Здесь выход в люру идет от Твейзера. Стрэндж выходит своих колосиков любимых, кстати, играет. Что-то он редко раньше. Вот мне часто говорили, что на лазере да, Стрэндж такой билд отыгрывает, но я его вообще не видел пока этот билд. Стрэндж играет. И я вижу его фактически исполнение от Стрэнджа первые разы. Твайлайт пошел. Здесь четвертый ухажет. Заказ The Laser. Стрэндж видит прекрасно. Тут искал, что у человека нету отделений банка. Человек просто спросил. Я думаю, что все там у него есть нормально. Теперь Церый Волк. Здесь камни стрэндж пробревают. Выходит на 6 часов. Фатоночек с этого направления заказывает. По два колосса. В этот раз плюс два делает. И здесь, и здесь фатон. Вот это я называю отчеткой. Это уже макро такое. Интересно все Стрэндж делает. Сейчас надо Стрэнджу делать четыре колодца и дестабилизаторов штучки четыре. И все будет окей у него. Здесь выйти в Nexus просто и позиционно потом воевать спокойно с Эвезером, делая агро-эдэ. Так. Плюс 5 агитов. На асикапе скачивается. На асикапе не лицензионная версия, я думаю, там скачивается. А в лицензионной компания набрались. Но на самом деле нет смысла ее особо скачивать. Потому что если, например, на лицензионном первом StarCraft ру озвучки нету как бы лицензионной, да? Есть только всякие переводы там от контор наших. 37-167. Люру делает Эвезер всю новую и новую. Здесь рейндж колодца почти готов. Но проблема в том, что колодцы даже с рейнджом делают... У них рейндж как у Люры просто. Очень проблема. У них нету преимущества против Люры. Как у тех же танков, например. Су-70 на Су-139. Пошел на лом от Эвезера. Стрэндж все видит прекрасно. Там два люкера закопалось не так далеко. Будет ли Эвезер прям лопать? Я не знаю. Стрэндж сапплай блок сейчас может быть. Почему он против Снута только играет? Потому что Снут, он очень... Он очень крут. Но иногда он деревянно отыграет. В каком плане? В том плане, что он играет с землю. И у него нету никаких вариаций. То есть он играет свой стандарт. И ни в муту, ни свищнице, ни в кое ни во что. С ним уверенно можно катать тоже какую-нибудь контрящую тему. Вот и все. Так, блин не доделся. Через секунду бы он доделся. Стрэндж нужно отойти. Крип, блин, отогнать здесь. Я не знаю. Сейчас уже выход там пошел в... В этих брудов. Со стороны Эвезера. Стрэндж идет вперед. А теперь нет, чтобы крип пошатать здесь. Не стал лезть на колоссов. Дестабилизатор есть один. Здесь колосс чуть заблудился. Ушел колосс в итоге назад. Здесь его язык приходит крампи. Здесь фотонки четыре штуки. Не надо сюда заходить ему вообще. Хороший залп. По пяти люр, по четырем пришло люрам просто сразу же. Пошли плг. Хороший стрэндж трэнджер. Давит очень жестко. Есть опция. Как он люру-то видит? Я что-то пока не хурил, если честно. Не знаю, как он люру видит. Нужно еще ревелейшн один повесить. Дестабилизатора есть. Есть... Есть... Есть, есть арахул. Ревелейшн кидаются. Все, надо идти вперед. Вольно бьют дестабилизаторы. Колосс уступает. 180 там на 162. Стрэндж агрессивно яблинки вперед делает. Свич брудов не получается просто у оппонента Стрэнджа. Куда ты идешь-то? Вот же база у него, блин. Видел же, где база? А, Стрэндж сразу туда пошел. А зачем Стрэндж сразу сюда пошел? Камни-то отдавай, шатай в натуре. Куда ты? Какие? Пустую хату будем убивать, да, сейчас? Ну, дождался Караптеров, конечно. Ну, ее просто... Ну, Караптеры здесь не зарешают, я уверен, абсолютно. С личинками драться точно не надо. Хотя Караптеров... Ё-моё, 16 штук Караптеров здесь. Ну, я думаю, нет. Караптеры всего не смогут вытащить здесь для Элейзера. Игру тупо одни Караптеры. Гвардиан Шилд рублен. Элейзер идет в разменку. Контр забегания пошел. Давай, фары... Да нет, Стрэндж уже в размене здесь, поэтому, я думаю, все в порядке. В колоссах в Элейзер стоит фокус. Одного запокусил. Здесь Линга Гидра идет вперед. Стрэндж теряет лимит, ему надо варпать вот сюда юнитов просто и все. Почему... Почему это сталкеры? Я Стрэнджа понять не могу сейчас. Здесь выжигается все. Здесь вниз надо блинкануться, принять добычу. На мейн можно ворваться, шпиль убить там. Здесь потомки, есть сталкеры, есть мазеркор восстанавливаются. Ну, что-то лингов очень много. Стрэндж отходит назад. Все, надо мейн убивать. Лейзер идет в размен. Верчаж выставляется. Потомки каратором стоит залить. Ну, хоть бы это интересное решение, но... А как Стрэндж, кстати говоря, с разменом тут собрался здесь... Давайте ставить размену, мне вот интересно. Ему здесь не отбиться, между прочим. Нужно возвращаться с частью юнитов, как и в предыдущей игре назад. Ну и добей ты Кату, ё-моё! Неужели оставил, блин? Не, ну и Лейзер не сможет элиминейтнуть Стрэнджа быстро здесь, это факт. Поэтому все нормально у Стрэнджа. Здесь вышли... Нормально разобрал Стрэндж этих... Чей... Чейти в Грудлингах сейчас. Лура под ревелэйшном. Колоссы возвращаются. Здесь баз нету. Здесь одна база есть. Здесь два адепта, кстати. Дистанс майнинг идет у Стрэнджа сейчас. Криво этот Стрэндж заходит сейчас. Аптервера нету, ни хрена нету. Колоссов теряет. Вот он обст. Летает сзади сейчас. Здесь нету, кстати говоря. Так, все. Гвардиан пошел. Линги погорели. Все, погорело. 69-45. ГГ 3-1 Стрэндж. Просто красавчик, ребята. И Стрэндж идет дальше. С кем он будет биться вообще? С Ламбо будет Стрэндж биться. А что ему Ламбо не под силу убить? Ясен палец под силу Стрэнджу Ламбо убить. Вот. 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 Ламбо убить полтора. На минуту. Ясен палец. Ламбо убивать. Ламбо убивать. Ламбо убивать. Пока. Так, ну что, ждем продолжения. Стрэндж Красопед просто сейчас был. Будем дальше смотреть Стрэнджа против Ламбо. Стрэндж Красопед. Стрэндж Красопед. Стрэндж Красопед. Спасибо, ребят, перенул рекламу. Вот, спасибо, кто Адлоки отключает, поддерживает. Поддержите премиум по реквизитам напрямую через плеер. Адлоки тоже приветствуются. Жду информации, могут ли играть дальше Розера или нет. Конечно, Стрэндж разминается прямо на самом турнире. Игра поэтому улучшается. Чем дальше идет, это нормально. Особенно, если мало тренится Стрэндж. Я думаю, что он тренит сейчас немного. Спасибо, ребят, с рекламы капает там, ну, неплохо на самом деле. Так что всем громадное спасибо. 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 Кто-то там сейчас бьется в другом матче. Сейчас проверим, кто же там бьется. Так, ребят, помимо поддержки моего канала, а это условием было стриминга данного турнира, у кого возможность есть и данный турнир, поддерживайте тоже. Вот. Я вам буду иногда ссылочки скидывать. Так, там снуд бьется. Против эфира малина там какой-то адовый замес просто идет. Вау. Не знаю, сколько GTI фрезовых набежало, ну, а целью сегодня ставили пацаны с Тейк ТВ, Наруто писал, что 3500 баксов с целью они себе ставили, это зовут, чтобы был консус стрима. Вчера он уже составил около 2000 долларов, чуть больше, 200 вроде как вот. Вот. А вот 3.17 в данный момент уже почти набежало, значит, они перевыполнят, наверное, свою миссию даже. Не, ну, тут уснул-то как-то хорошо, все, сейчас я проверю, что там в Трэндж. Сорс, написано Сорс. Так, постримить-то я могу, но это будет рестрим, я не в игре. Ну, 20 лимитов БО в плюсе Снута, 16 корабль, 6 ультралов, 6 трейдеров, 2 инфестера, 5 королев, 56 лингов, все, вперед идет, здесь масс-масс гасты, но гасты оказываются впереди других юнитов, Снут в хлам здесь херемарина, просто проскатал вообще, дичь какая-то, корабль дожимает либераторов, ультра проходит дальше, gg пишет херемарин, я сворачиваюсь. так! Смотрите! Скоро где-то люб Flame Снут. Скоро кто-то. Скороité. в храм и разберется. Продолжение следует... 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 было достаточно много лингов но ладно нет снуд крутой игрок очень чтобы критиковать его вот так таком ключе на самом деле и снуд очень хороший человек очень добрый вообще никогда не пригорает у него вообще в этом плане вообще на люку скайуокера похож поэтому поэтому с ним сила понимаете ребят иногда как-то он слишком стандартно здесь понимаешь понимаешь те понимаешь те линги просачиваются на мэйн минус марик 1 минус марик 2 только самолеты большие какие-то летают а где пехота где пехота вот пехота дропнулась вот уводит лингов наверху пытаясь сейчас порога шенок загрызть загрызает раз загрызает нет загрызает ничего больше 22 грейды пошли эти комментарии по факту сейчас у меня идут но 22 по грейдам опережения steam pack сверх поздний ухи ну как сверх поздний поздний да может даже и сверх на девятый минут только steam pack заказан на у хиро марина то есть он сейчас хиро марин будет похоже делать свой любимый трехбазовый прессинг сейчас он скоро закажет 222 supply блок втыки с депохами вынужден кинуть текста supply заказа тысячу 5 депошечек одновременно где они вообще строят всего 2 на мэне 1 на 2 на 3 2 еще строится еще после 7 сейчас прям депох вот столько депошек то строишь сейчас продакшн начнется просто и он пойдет вперед судя по всему вот какие перспективы на макро уснута пока лучше но все мы знаем как тиран может переворачивать давить символе хаева еще нету то есть были бы здесь например ультру уже там например хаев был бы то это было бы без шансов вообще вот судя по грейдам по всему для тирана пока нет ультры шансов еще много силы череп от скотских пацанов привет скотским пацанам особенно если я их знаю а у сани это ты здорово братан все заход зашел увидел тут забывает там киромарина в общем то дает сейчас ошибочки небольшие но пошел выход целенаправленный вперед сколько медиваков нету 3 всего 3 медивака 3 танка на 3 так ну танки есть забрать конечно медиваки но этого маловато во первых для лечения танков маловато чтобы хороший дэмэдж носить против вот этого всего миксов муковского и ира марина ступает назад правильно делает нужно ли камни пробивать сейчас и его на ванах тоже не пригорает просто нужно понимать что оторвать кому-нибудь голову тяжелее чем в интернете на лане и и физически и психологически это же человека убить фактически надо да вот ну да ладно не будем об этом нет я вообще ни к чему говорю ничего не имел ввиду вообще так просто прикалываюсь короче пошел микоз танки минус все в микозе просто бедный хиромарин со второго подохла вообще 2-1 снут это факт сейчас просто рабочие падают сгрызают все в хлам вообще ох ребята так захожу так 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 Продолжение следует... 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 Ломился снуд вперед Много либераторов здесь очень висит Он как-то фаербуллит, но попадает Куда он попадает? Куда-то попадает Здесь ультра идет вперед Кайтит очень грамотно сейчас у нас Хиро Марин И ультра падает практически вся Снуд вроде как бы отбивается, но Он разменивается для своей экономики не перспективно Хотя уже четвертую занял Если он принц, оп, сейчас хорош микос Если вот этот выход отобьет, может шансы и будут еще Снуд-то 3-3 уже, уснута 2-2 там вообще Только рейнджовая Милишных вообще нет грейдов Но зато реводжеры хорошо из-за ультры наваливают То есть в принципе тоже очень ценный элемент 140-070, еще фаербуллы по либератору пошли Минус еще либератор Инфестр падает Ну или нашивку на панцирь, да, ультре надо какую-то сделать А то такой грейд Просто грейд, который меняет игру в ТВЗ, в ЗВТ Вообще с ног на голову ставит Что ультрала без грейда, ультрала с грейдом разные юниты И юнит никак не меняется Дрыхни Черлец, дрыхни Так, здесь перелетает же вторая база Какое-нибудь забегание с нуты сделать Так, Минка Лингов много минусует Последний, думаю, что налом от кнута В последнем наломе он этом развалится И мы будем смотреть решающую пятую игру Вегас не пишет Субтитры сделал DimaTorzok 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 что так можно конечно разлить воду популу чтобы она не испарялась ну что, смут Хиро Марин, Стрэндж отписал инфу Стрэндж будет играть как раз таки аккурат после смута Хиро Марина ну а здесь пятая решающая напряженная очень дуэль между этими двумя игроками хорошими идёт певец MSK2T Goodgame Твич, кто навидится, привет на одноклассниках всем респектон, кто смотрит помните про то, что просьба от блоки отключать гигантская подписаться на премию, поддерживать меня и мой канал материально по реквизитам, либо через плеер приходите все в ноябре обязательно стримов будет не меньше, чем в октябре а я думаю, что даже больше будет стримерский марафон будем стримить всё в конце ноября приходить на следующих вот не на этих выходных а даже не на выходных на следующих а четверг-пятница на следующей неделе вот как этот турнир проходит что он был вчера в четверг и пятница будет у нас близкон, ребята помните об этом и приходите смотреть, будет очень круто так мойку воздуха я смотрел ну в эту в эту цену входит и телефон как бы эта тема вот и вообще там пока ничего не собрано радиатор контейнер с водой поднимается с 15 до 30 ты шутишь? 15 это вообще я не знаю что я бы сдох был в таком воздухе просто 30 это вообще тоже ну то есть минимальная здесь наверное 40 процентов 40-45 минимум здесь вот как бы на той квартире у нас тоже так примерно нужно влажность 50-60 чтобы была ну что ребят кстати сколько у нас давайте-ка я сейчас оценю сетку пока вы здесь смотрите что у нас по расам осталось мана, сирал и термал харстом сверху два процца, зерк, тиран снизу в сетке Снут, Хиромарин масса Стрэндж, Ламбо, Прот, Зерк масса Снут, Хиромарин и зергов, и Протсов, и тирана в принципе присутствуют здесь так как бы поэтому даже не знаю пусть победит сильнейший ну тогда масса будет биться ТВТ если победит Хиромарин то есть лучше может Снут чтобы побеждал но мы не будем смотреть массу с победителем этого матча почему? потому что он будет одновременно с матчем Стрэнджа так понимаете мы его то и будем смотреть 16 мариков Хиромарин забирает летит вперед прямо через Ксилнагу ну можно же как-то поскрытнее было бы полететь но зато тут две Ксилнаги Снут контролят зато максимально быстро это время прилета не тянет только сюда к третий и а не 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 как в не пошла о опа стрим да надо переименовать été давным-давно я, блин, забыл вообще в пылу силу битвы. Прошу про спасибо, что напомнил, у меня стрим вообще не переименован. Стрэндж с Лейзером у меня до сих пор написано. Так, здесь Харас идет, везде сейчас переименую. Все равно надо будет опять Стрэнджа скоро переименовать, потому что скоро будет как раз-таки Стрэндж против уже Ламбо. Точнее, Стрэндж с Сиралом даже стояло, уже вообще старое название. Все, здесь везде, в общем-то, Хиромарин подрубился практически. Потеря уснута, да, потери есть, но не дико-гигантские. В этот раз Хайв на седьмой минуте даже раньше заказан, на 6.50 где-то. Это один из самых ранних Хайвов билды такие. Вот здесь дрончик смог уехать, все в порядке. Снуд собирается там базу заказывать. Пошел второй армор, 2-1 грейды, здесь везде бегают Марик и Харасят. Роучами надо подойти, Мариков отогнать. Роучи линги накидывается. Обратите внимание, как Снуд контроллер, он не посылает все через Аклик. Он роучи ведет первых, и только потом линги накидывается. Камарики начинают роучи фокусить, линги со своим гигантским ДПСом подбегают вплотную моментально на крипе со своей скоростью, самой большой в Старкрафе втором. Вот. Так что вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребят? Хата четвертая падает. Здесь вообще просто стенка такая на лоу-граунде. Ну так на хай-граунде, может, лучше бы запилил бы, не знаю. Здесь визжен надо что-то вешать сверху, чтобы видеть, как там будет движуха идти. Вот. Уже ультра вовсю прет. У Хиромарина появилось ощущение, что он с трех баз ничего здесь не продавит, судя по всему. А может быть, просто карта большая, он принял решение играть так. Здесь четвертая цеха строится, и уже ренч-либератором пошел, как вы видите. А ультралов уже реально много сейчас будет. Пять в заказе. Ну, пять и будет. Ну, пять это много на самом деле для второго Старкрафта. Пять ультралов это... Их уже тиран убьет просто в лоб. Ну, не зашатать. Три-два уснута пошли. Гайды здесь. Так. Вот, конечно, попал. Фаерболы мимо. Снуд ждал инфестора, но не смог здесь сбить все. По лимиту Снуд уже 200. Пойдет ли он вперед на этом 200? Ну, должен идти. Че сидеть-то, как бы? Роу, еще ультралинги, инфестор. Микс жесткий очень. Четвертую занял вроде как. Снуд выбивает. Крипа уснута мало. Рейндж либераторам, правда, сейчас будет очень скоро готов. И либераторов... Так, 4 плюс 7 штук уже сейчас будет. Семь это много достаточно. Уснута может... Хотя нет, уснута, кстати, некуда. По лимиту просто. Рейлоджеров некуда спиливать вообще. Идет на Ксилнагу. А, вот здесь либератор контролит эту застройку. Лиот в опасной зоне, конечно, находится. Двух там, либератор и наркоман сидит какой-нибудь. Как марики. Мародер, стрельнет еще. Вот ли вот и ушел. Так, камни падают здесь, я смотрю. Пробил Снуд. Короче, начинается беготня туда-сюда. У Снутой копится гигантский запас ресурсов. Снуд пытается выйти в Карапторов. Делает шпиль. Ну, решение, конечно, верное. Но почему не попытался ультру применить, не знаю. Но Снуд всегда старается сыграть Макс... Ну, то есть он уверен в своем супер-макро. Ох, успел мне пост дожечь медивак. Ну, крип заново распространяет. Все, конечно, верно Снуд делает. Ну, тиран такой на лейте при равном количестве баса. Бас ровно сейчас 4 в 4. Жипланетарки во все пошли. Грэды вообще жесткие будут. Либераторы с рейнджом. Такой тиран крайне опасен вообще. Так, хорошо снул тут медивак. О, один принял. Прямо при хиромолине играет. Спайр делает. Нужно ли вот так вот нагло делать? Ну, смотри, что что пофиг. Стой, здесь деньги в узком прохладе сливаются. Хорошо, что маленькие мародеры стоят. Попытка покуснуть парня. Ну, это прохлада. Миллион королев где-то. Так, хиромолы по Либератору. Одного подбревается, ну, точно. Но мог, кстати, в том моменте гораздо больше словить. Агрессивно действует киро-марин. Смотрите, под этих Либераторов Зергу точно желания особого нет лезть. Здесь забегание лингов идет. С хайграунда танки стебает по лингам. Ну, сейчас будет минус танк. Снул забегает сюда. Все, танк не знает, куда выстрелить. Вот еще один выстрел сделал. Депошечки. Хиромолин поднимать что такое не знает. Не поднимает ничего. Вот, три-два грейды. Линги с адреналином. Да, расшатывают. Просто мясо. В это время хиромолин идет вперед, пытаясь, ну, позажать. Роучи просто вообще не дожить. Не живут здесь, можно сказать. Просто унижаются. Шесть корабторов плюс пять. Еще сейчас одиннадцать будет. Ну, с корабторами можно подраться. Земли здесь вообще нет. Посмотрите, сколько билых здесь. Вообще смешное количество. Девять мародеров и мариков здесь, что-то десять. Да, так и есть две тысячи штук. Надо биться, Снуд. Корапторы есть. Иди вперед-то. Видно, что прикрыть-то нечем. Как же Снуд здесь тянет-то, а? Все, попер вперед. Мико скинул. Какой же тяжелый Снуд, е-мое. Хотя он заметил, что здесь вообще не осталось ничего. Кораптор вперед повел. Надо было землю не отпускать. И вообще первым инициативно наломиться, чтобы либераторов-то побольше попадать забрать. Уходит назад либераторами хиромолин. У либераторов уже плюс два есть, между прочим, грейдель. Снуд идет вперед. Ну, у Снуд лимит этого тирана 200 практически. То есть лимит хороший. Причем с двумя атаками либераторы Корапторов вот в таком стейке. Они могут за пару там залков их убрать просто. Это, конечно, не те либераторы, которые до того, как им порезали дэмэдж, были. Там-то они вообще просто даже не обсуждалось через Аклик Корапторов, унижали в хлам. Но, тем не менее, здесь Снуд просто всю армию повел один дроп ловить, ничего не нашел. А дроп-то вот он стоит. Так, здесь линги берутся с Био. Корапторы прилетают сзади. Здесь на либераторов Снуд залетает. Надо... Так, фаерболить будет. Будет фаерболить. Инфестер пошел. Инфестер минус. Марик Корапторов-то убивает. Ну, как... Ой-ой-ой. Ну, Корапторов столько много, что Снуд на пофиг просто. Под восьми марикерами разбирает всех либераторов. Ну, лимита Марина, Хиро Марина, блин, Марин Лорда, я уже купить начинаю. Лимита больше. Здесь что-то Мариков он не контролит. Сейчас вот уже и меньше станет. Короче, ошибки сейчас происходят от Хиро Марина. Снуд, правда, тоже не безошибочно действует. Смотрите, сколько уснут ресурсов. Он может сейчас просто брудов из этих всех налепить юнитов. Вот, 7 Корапторов этих брудов бы завернул бы просто, и вообще бы было жестко. Что Снуд-то делает? Отошел на Крип? Блин, ну Снуд сверх логичен, конечно. Можно было здесь делать, но Снуд почему отошел? Потому что здесь Королева есть на Крипе, его на халяву врасплох не застанут. Он, если что, уйдет наземными юнитами, да, там. А там могли бы застать. Все, бруды доделываются. Первый Брудлорд не падает. Снуд в Трансфюзи. Царь Корапторы подлетают. Нужно идти шатать сейчас. 200 Снуд-то там, 170 Снуд. Четырех баз сидит. Хиромарин не дает ему. Вот здесь надо, может быть, базу пытаться занять. Грудов 10 штук. Это много реально. Есть одна атака на них же уже. Корапторы тоже есть, чтобы не многочисленное количество викингов, которые имеются у Хиромарина, зашатать. Так, бруды прилетают, брудлинги кидают. Брудлинги, знаете, в чем прикуп? Брудлинги ведь они... Вот бруды против тирана, это вообще ужасно тяжело тирану. Во-первых, брудлинги либераторов выстрелы забирают на себя. Во-вторых, они минки забирают на себя, если таковые имеются, а здесь минок тупо нету. Ну, что-то тут викингов много налетело, смотри, Хиромарина. Но бруды-то выдавливают понемножечку. То есть брудлинги хоть там и не грызут особо, зато демеджем тупо выносят неслабо. Корапторы пришли. Вот что Снуд стоит, наломился бы землей. Хотя здесь, да, здесь много реально. Линги идут вперед, фаербулы, вот там молоко полетели. Смещается Снуд в бок. Сейчас другого направления будет против либераторов драться. Старпорт и шатает, пошел промышленность сломает тирановскую. Сейчас Снуд фаербулы в медиваке, фаер, ё-моё, жесть какая. Там все в Микозе еще. Микоз попадает, либераторы перераскладывают. С брудами некому в итоге драться. Викингов нет, нифига нету. Выдавливают понемножку Снуд. Потери не в пользу тирана. А Снуд вообще-вообще-вообще тирана все плохо. Кажется, Снуд 3-2 победит здесь Хиромарина в этой игре. Правда, здесь вот четвертую вынес Хиромарин Снуд. Ну, а это, судя по всему, не спасет ему. Хиромарина. Снуд давайте отступит, да, на 170? Ё-моё, в стеке, в каком блюдо? В слил вообще всех? Куда побежал вообще? Что Снуд делал? Не понял я, блин. Так. Под либераторов есть не вариант. На третьей базе ультра все жрет вообще. Ааа! 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 Добиваюсь, тут 60 на 120, я молчу, ребят. Но здесь потому что все понятно, вот я и молчу, я просто смотрю происходящее. Ну, снуд догрызает, да, вот здесь база добывается и здесь. Ну, прирост уже не поможет, здесь слишком много снуда, как бы, Ира Марину нечем просто отбиться. Если он в тех замесах проиграл, то да. На 10к у тирана больше потери, по юнитам почти одинаково. О чем говорить, что зерг крайне эффективно юниты свои использует и дерется ему. Вот такие вот дела. Это редкость, когда так бывает. Ну, конечно, выиграно с зергом игрок бывает. Ира Марин не сдается до конца гейминг. Но он понимает, что у снуда баз-то нет сейчас, как бы, и пытаться надо что-то сделать. Ну, что, марики с мародерами без медиваков? Нет, сейчас пацан придет, объяснит им все. Заходит снуд, 7-3 грейды. Либератора не выбить никак. Где-то он там вдалеке за зданиями разложен. И больно-больно делает. Очень он больно прям делает, ребят. Что, два либератора раскладываются. Ультрафат. 60 на 70 снуд еще и игру. Эту за просто слить может. Смотрите, это все, что у него осталось. Он все слил. А у Кира Марина-то две базы добываются, ребята, блин. Я вообще говорю здесь без шансов. Да, пофиг, две базы добываются. У снуда-то нет добычи. Снуд просто полгода. Снуд полгода тянул, сюда не шел. Фаерболами либератора не выбивал, когда один был. В итоге остался. В итоге вышло еще два. Разложили, и снуд опять лезет под либераторов. Снуд теряет все. Снуд-то меньше по лимиту. Снуд проиграет эту игру сейчас. Это же просто фантастика какая-то. Что происходит-то? Ё-моё, вот это снуд, вот это фейл. И здесь еще планетарка есть. Сюда сразу шмул полетел. Я просто поражен. Что происходит? Как снуд умудрился допустить такое вообще? Все, что нужно Кира Марину сейчас отстроить 4 медивака, и он вообще забреет снуду в мясо. Как же неуклюже он сюда лез, и как же неуклюже он штурмовал Мэйн. Ультралы здесь толпились. Сразу сюда одного не обвел, сзади вбил. Либератор за зданиями был, не было не фокуснуть фаерболами его. Это же просто право. Смотрите, Лимит, и Кира Марина больше, боевого больше. Здесь вовсю добыча поперла. Вот это игра, ребят. Просто, блин. Ну такие игры прикольные, конечно. Ну что, Схера Марин сейчас просто пойдет и снуду добьет вообще. Главное, что снуд сильно не расстраивался, а то Роттердам рассказывал, что снуду расстраиваются и проигрывают. Особенно такие игры думают забить на Старкрафт. Ну а снуд великолепный на самом деле игрок. В итоге снуду у Хиро Марина просто невероятный микс, а у снуду одни реведжеры с лингами остались. Ну вот тебе и вот. 20 дронов здесь добывает. Хиро Марина идет вперед. Базу вот эти не добил снуду. Это вот ошибка была для него сейчас жесткая. У него есть еще шанс выиграть. Здесь нету лечения у Хиро Марина. Это очень большой косяк. Линги со всех сторон залетают. Либераторов он подфокусил помаленечку. Линги подходит. Ну что-то много здесь бью. И новый-новый подход. Вот первые два и медивак вперед идут. Очень тяжко снуду будет победить. Здесь 59.86. Жесть вообще. Давит-давит Хиро Марина. Додвину даже чуть-чуть. Покажу вам. Вот дотекание идет. Здесь позиция занята. Одного ультрала снуду заказывают здесь. Ну куда ультрал-то здесь? 100 демеджей ему просто. От двоих либераторов по 100 демеджей. Каждый готов ему выписать уже сразу же. А его еще даже нету. Реведжеры падают. 49.92. Вот эту игру хиро Марина. Вот это все. Просто фантастика. Куда снуд там пер. Базы. Он видел вообще? Конечно он видел все базы. База не ликвидировал. Вообще жесть просто. Да про все снуд знал. В том-то и прикол, что почему. Туда достаточно было по два ультрала на каждую базу поставить. Ну что, ждем Стрэнджа. Ребят, я отойду. Еще глаза немножечко мои отдохнут. Потому что я очень уже долго за компом. 9 часов стрим идет. Еще долго пойдет. Сейчас я подойду, ребят. Стрэндж против ламбу будет сейчас. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Так, здесь Адептик бьётся с кропкой вместе. Нормально Стрэндж без потерь здесь отбивается. Феникс и меч на это оверштейт. Вот как мне кажется, что я хотел так сказать, что против того билда, который сейчас исполнил Дзерк, идеальным было бы для Стрэнджа продолжения выход в глефы. Почему? Линги вот только сейчас мув делается, а Роуч Ворень речь не идёт, сейчас бы Адепты царями вообще были бы. Олигархи в чате в дивнатуре. Не разим флешмоб рублевый устроил просто. «Кто перекроет?» Типа, говорит он. «Дампхил, привет!» Внизу этой сетки, смотри, «Экстернал линкс» и «Резалс» там что-то такое. В нижних сетки, там нормальная сетка есть, обновлённая, где все точные результаты есть. Адептов 12 Стрэнджа приходят, а что толку-то они без Глев? Прикиньте, вот сейчас без Глев 12 адептов приходят, и здесь зырбуты не особо есть с чем отбиваться. Опа, разводит Стрэндж чётко. Чё я снизил? Фениксами шатает в это время дронов. Фениксов дэмэджа много получил. Три дрона подзашатал, 93-95 по лимиту, два роба на третий ставятся. Рубль-касарик бережёт, всё правильно. Так, Twilight плюс гейтов 5 штук добавляется Стрэнджа. А сколько у него есть? У него три есть уже, да? Три на рампе и пять здесь, восемь. Гейтов будет, два роба. Гроба надо имов заказывать. Уже вот они два заказа, но бустит Астрэндж. Им и до плюс один надо бустит сейчас. Роботик Стрэндж не бустит. Что за дела? Забегает Ламба, видит всё прекрасно. Здесь есть пилон. У Ламбы четвёртая хата. Уже чашу Стрэнджа пошёл. Здесь второй коготь. Ну, стандарт, что-то типа как с Сиралом, в общем-то, такое намечается. Но Сиралом Стрэнджу как-то его чем-то не удалось. Нормально сыграть. Ему просто развели лингами, забеганиями всякими. Здесь покатухи уже есть. Собирается забежать, что ли, Ламба сейчас? Да, видимо, собирается забежать. Здесь оверсир на мейне присутствует. Бустит Стрэндж плюс два, видимо, будет заказано. Стрэндж видит, что линги вперёд побежали. А куда? Бейлинги заходят. Стрэндж реагирует. Филды карацавские от Стрэнджа. Пошли бейлингов в блокону. В это время с другого направления врывается. А филдов-то больше нету. Ой-ой-ой, бейлинги идут вперёд. Стрэндж на муви сливает. Что ты делаешь-то, Стрэндж? Ё-моё. Падают. Падают с Н3. Надо ступить под потонгу под оверчажа, что Стрэндж и делает. Иммортлов, конечно, потеряет он. Но самое главное, что он живёт пока. И экономика более-менее есть здесь. Восемь зелков доварпливают сейчас. Так, где зелки иммортлы отгоняют? Всё, Стрэндж выдержал прессинг. Молодец. Ну, нужны... Так, нужны... Так, нужен шторм всё правильно. А иммортлы будут, плюс шторм будет. Чаш готов у Стрэнджа уже. До варп идёт... Ти штормовичков, зелков. Здесь линги всё новое и новое. Их забеганием готовятся. Стрэндж сливает уже Архона, на пофиг. Здесь есть зелок на рампе. Какие-то ламбы... Такие нелепыми разводами сейчас пытаются пользоваться. Сзади зелки заходят. Нормально Стрэндж держится. Если выиграть, дам денег, ну... Болею я сам за Стрэнджа, не волнуйся. Мне и без этого я за него переживаю. Она пораньше приходил. Тут было вообще нормально всё. Стрэндж просто тащил. Так, ещё штормовики добавляются. Ну, с Сиралом, правда, закомбейчил с 0-2 на 2-2. И потом паровально пятую слил. Но тут уже Great Spire делается. И как с Грудан Стрэндж. А как? Никак. Здесь пятая хата рабов у оппонента. Просто немеряно здесь. 144-167. Будет Стрэндж выход сейчас сделать? Мне интересно. Призма на мейн полетела. Здесь Слинги забегают. Два оверчажа запиливают. Здесь две фотонки есть дома. Возвращается здесь, принимает. Всё, молодец. Штормы есть. Призмой вот сейчас просто заморфить два Архона. Прилететь, варпануть сюда зелков. Такая боль будет просто для Зерга. А с одновременным выходом к центру сейчас Стрэнджиком. Но сидеть дома и просто Призмой сюда залетать тоже не вариант. А нет, два зелка Архон, как в той игре Стрэндж делает. Надо только разводить Стрэнджу. Единственное. Ни в коем случае сидеть в тупую дома и просто дроп. Сейчас Зерг всеми юнитами сюда прибежит. И всё, Стрэндж выход делает. Молодец. Здесь два Эммортала осталось. Это хорошо. Линги пытаются забегать, разводить сейчас от оппонента Стрэнджа. Так. Ему и ушли. Это хорошо. Фотонки останутся. Здесь Зелок сверху приходит. Зелка нечем отбить. На мейн прилетает. Слышь. Да варп попёр. Идти на пяту. У нас же три бруда всего. Стрэндж прыгай зелками вперёд. Вот они прыгают вперёд. Отлично. Ещё варп идёт. В центр врыв идёт. Бейлингов миллиард здесь. Но надо штормить хорошо. Шторми хорошо, Стрэндж. Только главное хорошо. Так. Здесь Линги забежали. Стрэндж не видит ни хрена. Как Линги забежали. Здесь базу пробрил. Да варп Зелков. Всё. Заметил как Линги забежали. Бейлингов здесь Стрэндж нормально принял всех. Красавец. Улетает Архоном. Зелками очень чётко сейчас было всё сделано со стороны Стрэнджа. Но эти Линги сейчас с адреналином. Тремя атаками Зелков погрызли на варпе, ё-моё. 66-69. Четвёртый нексус работает. Старгейт добавляется. Второй, да. Два Темпеста первых Стрэндж заказывает. К Брудам будет готов сейчас. Хорошо Лингов встретил. Бруды вперёд полетели. Но сейчас два Темпеста их сразу же встретил. Здесь отбился. Так, а Призму потерял. Как Призму-то Стрэндж потерял, не понимаю. Неразим-то там кваса сегодня, что ли, напился в пятницу или что-то. Чё там? Занимаешься ты ересью какой-то. Прилетает в руды. И даже против Фениксов-то нечем противопоставить. Нечего сейчас Ламба. Только главное заштормить сейчас всё. Только заштормить, Стрэндж. Только заштормить. Штормовиков не сливай, я тебя прошу. Так, груды падают. Всё три. Осталось пытаться штормовичков выбить. На лом пошёл. Где штормы? Штормы здесь есть. Штормовики подходят. Хорошо, Стрэндж. Молодец. Штормы живут. Палец спилится. Два штормовичка выжили. Отлично. Есть чем бомбануть. Пошли Иморталы вперёд. Забегает в эллинге. Хорошо, Стрэндж простормил. Пошлёл на лом. Зелки справляются снизу слингами. Здесь Иморталы пытаются тоже подраться. 4 темп 180 на 120. Ну, рабов. Где три? Ай-яй-яй-яй-яй. Стрэнджа забегание здесь зарешалось. Стрэндж против забегания. Ничего здесь... Просто нет стационарной обороны. И всё. И Стрэндж проигрывает игру просто... Как ужасно он проигрывает эту игру, а? Да ну нахрен. Да ну нахрен. Ну, пока ещё, конечно, не слил Стрэндж, но всё печально. Посмотреть на экономику 27-67, думаю, что навряд ли здесь у Стрэнджа что-то получится. Ему и выйти нечем и сидеть малоперспективно здесь. То есть, что нужно было делать? Он говорит, брудов пораньше было. Охрен. 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 Такс. Спасибо, Маст Кальти. Что-то за информацию... Хотя боевые у Стрэнджа одинаковые сейчас. Блин, здесь такой потенциал для расхалявливания. Просто жесть вообще. Вот сейчас Стрэнджу что не хватило? Сейчас просто развел по классике, в общем-то, его оппонент. То есть в чем было дело? Здесь нужно было иметь пару фотонок и пару штормовиков. Все, два шторма кинул, все, забегание принято, блин. И ничего не сделать. Но пока Стрэндж живет, пока Стрэндж живет, и шансы есть на самом деле. Стрэнджу сейчас нужно на эту четвертую выходить. Ему 400 минералов нужно. Здесь ресурсы, уже минералы кончаются. Мазершип это очень хорошо, конечно. Ну, все, что Стрэнджу сейчас нужно, это сидеть максимально долго, со штормами терпеть, пытаться выйти в следующую базу, вот этот хлам весь принимать пытаться, все. Зергриды делать на острове, ой-ой-ой, ультра пошла, не, ультру тут просто... Димис поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Здорово, Ромик. Германия на связи. Тестим новый PayPal аккаунт. Твич-приложение на телевизоре рулит. Спасибо, Димис, тебе. Тогда на PayPal дошло все нормально. Спасибо тебе большое. Ромик. Где этот чертов Ромик? 128, 190, две грелочки Стрэндж делает сейчас. Ну, вот я не понимаю, что Стрэндж? Вот он что хочет, 200 вот с этого построить, вот с этого дела? 200 здесь не построить просто. 132, 193. Здесь очередное забегание. Здесь есть, чем Стрэнджу встретить. Не, ну кибернетку здесь не зашатать будет. Мазершиф видит ламбу. Прекрасно. Как Стрэндж дает так расшатать? Ну а как, у него юнитов нету. Зилков оставишь, линги сразу сгрызут. 200 в 130. Ну я уверен, что Стрэндж, блин, ему не надо просто до 0,2 доводить. Дистанс майнинг. Стрэндж пошел, ну, 100 на 130 по лимиту. Стрэндж в принципе есть лимит. Проблема в том, что Зергу в лоб не надо сейчас драться даже. Ему просто можно попытаться расшатать. И здесь караптеров есть. Воздух Стрэндж в мясо унизит здесь, как бы. Вот Стрэнджу сюда еще и Морталов хотя бы 4. Он бы уже вот этим даже лимитом, разъедающим, уже бы унижал. Так, линги забегают. Штормы пошли раз. Ё-моё, как заштормило хорошо здесь лингов. Сверху забегание идет на 4. Надо отменить Никсус. Надо идти вверх ультру разбирать сейчас. Пробок не обязательно было, блядь. Просто 30 пробок. Стрэндж, ну, гоняется за лингами. Пробок не сконтролил. Ну, кого-то не понимает Стрэндж, что здесь делать надо. Я смотрю на это, просто поражаюсь. Так, королевы идут вперед. 4 фидбэк, 4 королевы, минус. Все отлично. Пошел на лом. Штормы идут по бэйнам. Еще шторм кинь. Кидай еще шторм. Грелком разогрев надо. Мазершип вытягивает оппонент Стрэнджа. Зеленка пошла везде. Воздух Стрэндж мясо законтрил. По земле тяжело законтрить все. Но жгут, грелки. Жгут неплохо. Очень надо прикрывать базу эту. По лимиту, по боевому, почти одинаково. Но там до заказа 7 королев. 4 пробки у Стрэнджа остается. Сейчас лететь в последний путь. Ему единственная надежда что-то предпринять. Но, да, боюсь, здесь последний путь не подрешает. Тоже уже сколько там штормовики наварплены были. Идти вперед. Здесь нет смысла сидеть. А что Стрэндж сидит-то? Что он хочет сделать? 13 порок там. Вот на центральную базу. Лететь просто в центр. Ну что Стрэндж тянет-то? Ну, кстати, нет. Архонов не надо. Пока слива сейчас по 75 энергии будет еще здесь. И нужно пытаться ворваться, короче. 76-67 бы. О, лимита Стрэнджа больше. Было бы на воздух еще пару быгрейдов получше бы было. Но вот спорки. Много споров здесь слишком. Так, так, так. Идет вперед. На бэйнов у ТК столько много шторма. Нужно не жалеть 3 шторма на бэйнов кинуть. Хоть сколько, но нужно кинуть. Так, мазершип нужно контролить. Вот притягивания на спорки пошли. Через верх можно обойти. Сейчас те базы посносить. Нет, здесь в элиминейт ламба тупо выигрывает. Как бы вы видите. Стрэндж идет вперед. Тут боевой лимит есть, но он проигрывает. Потому что он здание все потеряет. Мгновенно практически здесь. И это печаль полная, вам честно скажу. Ну, кстати, можно пилон на острове поставить. Тоже верное решение. С другой стороны, да? Газ там на острове запилить. Стрэндж ставит пилончик. Нет, это призма висит. Так, здесь сжатают хаты. У ламба по софлайвлоку пока нет. Скоро он будет софлайвлок у ламба, если так дальше. Стрэнджу действует. Телепорт на мейн. А толку-то что вот на мейн? Блять, зачем телепорт? Ну, зачем? Ну, смысл какой в этом действии? Смысл в этом телепорте? Вообще нет никакого смысла, признаюсь честно. Ребят, что есть? 13-12 караторов, 1 вайпсер, 7. Вообще, кстати, ни о чем здесь лимит. У ламба стрэндж в кал будет его просто разваливать, этот лимит боевой. Но телепортироваться домой ему нахрен не надо вообще было сейчас. Ему надо было идти сейчас, вот отсюда спускаться вот сюда и выходить вот на эту позицию. Все. И заставлять драться каким-то образом оппонента своего. Каким, я не знаю. Вот вайперов не подводи мазеркорту-ка. Так, по стрелке. Стрелку оно притягивает там. Не надо отсюда наламываться. Вот стрэнджу ни в коем случае не надо такой хней заниматься сейчас. Ему нужно заставлять драться в лоб. Для этого нужно сюда идти. Все. Единственный шанс, битва в лоб для стрэнджа. Все, других вариантов здесь нет. Пошли штормы. Грелки без разогрева. Мазершип притягивается. Мазершип пытался трэндж телепортнуть. Нет, это 0-1. Но стрэндж бился. Стрэндж бился. Молодец. Смотрите, как он в мясо здесь разваливает. Ну почему нормально сюда не выйти? И что он тогда будет? И фидбэки достанут. И все, блядь. Зачем здесь стоять? Я просто не понимаю. Ну нет опыта армады, блядь. Армады, опыт. Это бесценный опыт. Здесь реально, вот я честно скажу, здесь реально было втащить. Вот когда стрэндж был здесь, нужно было вниз идти в соплай блок гонять. Все, на это забивать, сделать здесь пилоны, как бы пытаться газы. И уже пытаться потом прикрыть. Ну понятно, что ламба скорее всего полетел бы карапторами и зеленкой, бы все эти здания убил. Но тем не менее. Так, королеву заштормил. Хаев надо штормить тоже. Короче, телепорт сюда был ошибкой. Почему? Потерял лишнее время, все равно ламба так и так бы эти здания бы убил. Нужно было действовать, пытаться молниеносно. Рассчитывать можно было на что? На ошибку ламба. Пока бы открывались вот эти здания на острове, стрэндж бы мог бы попытаться уже в лоб победить оппонента. Ну а теперь Мазершип потерял. Вот здесь вот ошибка была драться. На сюда было проходить, как бы. Позицию потерял, все. Так, шторм пошел. Барабам. Так, а кто здесь-то здание убил? Кто-то здесь убил здание, тоже не знаю кто. Ловер и ламба заморфил. Видимо, ждем следующую игру. Молодец, стрэндж. 0-1 это еще не поражение, вы сами понимаете. Прекрасное. Думаю, оп, нужно заходить в игру просто. Следующую, к стрэнджу. Думаю, оп, нужно заходить в игру. Ну что, ждем стрэнджа. Прекрасное. 7-й. Продолжение следует... 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 Так, не могу чуть-чуть пилинуть для голосования, бак этот сейчас обновлюсь. Сраный бак, наверное. Королева успешно создана. Все, создал голосовалочку. Войска Роя атакованы. Какие-то вызборные, а что тут, как тут еще по-другому, никак. Ну что, надо Стрэнджу тащить, вот эту-то карту лучше не отдавать, Робу у Стрэнджа, Глев и Адептам. Но это, в общем-то, билд, вот этот вот стандартный достаточно билд, когда Стрэндж еще в дарков переходит. Кстати, Ламба играет без мувоверов, но у Ламба сверх ранний лэйр, Ламба знает, как играет Стрэндж здесь, вот, собственно говоря, и все, я так думаю. Так, Ригита Даркшайн попер. Овера одного Стрэндж минусует, второго Овера умудрился уйти. Так, здесь Роучи 5 штук, Адепты сейчас поварпятся, Даркшайн добавлю. Стрэндж, в принципе, и Стрэндж этим билдом, я бы сказал, неплохо зачастую, как бы, играл. Но, но много всяких но здесь есть. Нужно, чтобы дэмэдж обязательно, если ты не убиваешь оппонента, нужно, чтобы этот экономический дэмэдж обязательно наносился, как бы, по-другому никак. Спорочки строят здесь тайминговые Ламба. Еще проблема Утка Роучи мастится в том, что контратаки могут убить. Так, озвучку Абатура. Это у Ламба озвучка Абатура, соответственно. Приходятся Адепты. Стрэндж заходит на мейн сейчас, не телепортирует, смещается к третьей хате, нужно иллюзии посылать вперед. Четыре Адепта летят на вторую, здесь Спорка и две Королевы, куда-то Стрэндж летит, что минус призма сейчас будет. Так, Адепты нормально здесь шатают, куда-то телепортнулись там со второй, три дрона зашатал здесь Стрэндж. Нужно не врываться сейчас, наверное, телепортируются. Здесь не успевает законтролить, короче, блин. Ой-ой-ой-ой, Мортал первый у Стрэндж заказан. Нет, тут у Стрэнджа пока что, честно говоря, Харас, если не провален, то, мягко говоря, не очень был. Призма на мейн попёрла. Ну, тут пару можно, пару оверов подрезать Стрэнджу. Ламба идёт вперёд, 81-28 боевые лимиты. Ещё и Адепту с двух Стрэндж отдал. Ну, короче, это минус здесь третий Нексус. Иммортал один есть у Стрэнджа. Я думаю, что Ламба сейчас Стрэнджа в лоб просто убьёт, скорее всего. И здесь абсолютно ничего Стрэнджу будет не сделать. Хорошо, тут Архоны заходят с делками. Ну, Стрэндж не контролит Архона, ему в лоб убивают. Просто это 2-1, конечно. Я спешу сейчас, но здесь видно, что 2-1. Ну, блин, контрят этот билд Стрэнджа уже. Они там сидят, все Ламба тоже на... Он сидит в хате у Тейка. Конечно, ему подсказывают, как Стрэндж играет. Но Стрэнджу нужно ловить на таких моментах. Абсолютным стандартным каким-то, блин. Играет везде своим. Ну, правда, своим, понятно. Но что-то разваливается ужасно. Ну что, будет камбэк, как с Сиралом? Я не знаю. Ну, тут даже... Тут Лэйр до Даркершрайна был заказан. Конечно, там ни хрена не сделать уже вообще. 2-0, ребята. Третью ждем. Да. Тут что-то Стрэндж не порадовал. Я надеюсь, что Стрэндж сейчас руки не опустятся. Он будет биться все-таки до конца. Играет музыка. Продолжение следует... 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 Оракул прилетает на вторую, на третью точнее, пожег стрэндж дрона, пожег личинку, еще одного дрончика сожжет. Все, три дрона сжег, это все пока, на что Оракул здесь способен. Третья неэксу ставится, пилона нет до сих пор, здесь три адептики еще около второй стоят, ну три гейта, вроде как стрэндж неплохо начинает, судя пока по лимитам, по рабам, по всему, ламба нечем даже подгрызть, это все дело, ламба чисто рабочих строит. Так, адепты вниз пошли, ламба к сил ноге все контролят, стрэндж непонятно, как-то откровенно вперед слишком идет. Но стрэндж будет сейчас что делать? То есть линги, если лингов выманит, он просто на адептов вот сюда вот, он будет врубать дэмэдж Оракулами и шатать. Так, Оракул, короче, понятно. Я рассказываю про то, как стрэндж будет четко принимать лингов здесь адептами и Оракулами. Стрэндж берет, отдает двух Оракулов и адептами отсюда-сюда телепортируется. Что-то стрэндж уже походу подустал, либо он может не верить в свою бою, я не знаю. Но он кривейшим образом сейчас отыграл, слил просто всех своих юнитов. Ну, рабов правда убил. То есть линги здесь забегут, но они здесь особо ничего не сделают. Вот на слинги бегут. Два оверчаржа с Н3 пытается ламбу сгрызть. Ну, сгрыз две с Н3. Здесь вот пробки, вы посмотрите, одна пробка падает, линги ее сгрызли. Поспешил мазеркором в трэндж поставить оверчарж сейчас. Еще нужно ставить один, ставит еще один оверчарж. Все, энергию всю потратил. Робот делается, блинк делается, может, трэндж с блинком и... С блинком и глефами вперед хочет пойти. Кстати, против вот этого билда это может и сработать. Так, забегает опять, блядь, опять стрэндж не прикрывает ничего. Да, провал пумы. 100 джаксов из Mortal Kombat. Да нет, победитель здесь, конечно, кто будет. Но я верю в стрэндж. 90-100, по лимиту у нас. Опа, бейны ползут. Четыре штуки, оверчарж где, филды где? Так, не успел бейнами заползти. Ламба, все в парке. Кстати, лимитов стрэнджа больше. Блинк уже сейчас будет готов. Бейлинги уползают. Да, пионы есть, все прикрыто. Стрэндж выходит к Селнаге. А что у нас здесь? Здесь у нас четыре роущие, девять лингов. Все, иди, стрэндж, убивай его в хлам. Просто сейчас только быстрее надо действовать намного. Варпится с Н3. Так, стрэндж обходит. Нет, стрэндж не обходит. Крипок, кстати, у Ламба вообще нету здесь. Ну, нормальный тайминг у Стрэнджа. Можно пушить вполне. Только почему не заказаны глефы адептам? Обязательно в такой ситуации должны делаться глефы. Стрэндж бегает зад-вперед. Очень долго он, короче, выдвигается. Пять зелков. Что происходит? Почему такая долгая подготовка к пушу? Так, филды пошли. Четыре штуки. Ламба филды проблевает. Стрэндж неплохо дерется. Чуть до заказа у Ламбы гигантский. Все, уже энергии нету с Н3. Вот смотрите. Здесь линги составляют немалую часть зерговской армии. Но почему-то стрэндж упорно не делает глефы. И адептов здесь просто нет у него. Так, файерболы пошли на призму. Стрэндж уводит призму еле-еле. Контроль на линги хороший. Но Ламба диссизия отбивается. Короче, какой-то бред стрэндж сотворил. Просто бред, помню. Ну, это называем... Вот стрэнджа нету, кстати, психологической подготовки, я заметил. То есть, вместо того, чтобы как-то четко сыграть, стрэндж какой-то странный выход делает. Причем, исполнение выхода просто хромает в хлам. То есть, в этом выходе обязательно адепты должны быть против вот этого хрени всех лингов и так далее. Сталкеры с адептами, там контроль лучше гораздо будет. Здесь долго заходил, филды полгода ставил. Не оценил, куда атаковать. Можно было с Ксилнаги вообще вот вниз на эту базу идти, на самом деле. Ну, тут ламба ломится, у нее слишком много лимита. А у стрэнджа слишком мало лимита. Сталкеры подбринкиваются все на бейлингов. 3-0 ламба, ребята. Мы без стрэнджа будем дальше в турнир продолжать смотреть. Ну, а что делать? А что делать? Игры будут великолепные дальше. Все равно, в любом случае. Так что... Ждем продолжения. Венера просто замечательные там. Ну, что я могу сказать? Поплыл в стрэндж что-то. Ламба его законтрил в мясо просто и все. Ну, а что делать? Делать тут нечего, ребят. Вот если бы стрэндж делал глеф и адептам, делал бы плюс два, например, атаку этой при этом пуша, он мог бы сделать что? Он мог бы отойти назад, наварпить адептов немножечко, добавить емуф и выходить в любимых колоссов своих там шторм. Вот. Но стрэндж не оставил себе аутов, в общем-то. Так, да нет, стрэндж и так отыграл. Здесь гораздо лучше, чем все остальные игроки. СНГ игроки, как бы, да. То есть он вошел в топ-7-8 данного турнира. А здесь, кроме Манерча, весь топ Европа. Это вполне себе такой по уровню неплохой результат, я бы сказал. Вот. Ну, мы ждем продолжения. Больше никто, кроме него, из группы даже не вышел. Не понял, каким голосом затосом. Почему так много голосов затосом? Потому что люди голосовали за стрэнджа, так как болели за него. Так как голосовалка была сделана в первой игре. Так, ну что у нас дальше-то будет? А масса у нас там бьется? Вообще нет? Что-то результаты не обновляет. Видимо, не знают результаты. Сейчас проверю, что там еще где идет. Ну, Ламба Изи Стрэнджи что-то откатал. Прям даже не прикольно. Харстом Нью Термал. Погодите, это Венера уже идут? Опа! Опа-опа! Уже Венера, оказывается, идут. То есть, Мана Сирал у нас дальше будет. Но Мана Сирал, вот ПВЗ тоже будет. Сирал Стрэнджи прокатил. Тоже 3-0, по-моему. Или 3-1. А, нет. Сирал 3-2 Стрэнджи прокатил. Да нет, Стрэнджи хорошо играл. Очень хорошо играл. Так, здесь Харстом с Ютермалом бьется. Это голландская пара, голландская дуэль. Неплохо адепты здесь заходят. Кстати, обидчик Ютермала на Везге. Но здесь уже 3-1 будет, судя по всему. Я думаю, что не отбиться здесь уже Харстому. Ну что, Яма Нью Термал буду в матч врываться. Естественно, в следующий. Это ПВЗ крутое. Матч Венеров, второй полуфинал Венеров. Ютермал, судя по всему, в финал Венеров проходит. А это уже топ-3 минимум, на самом деле. Он Харстом там сидит, смотрите. Турнира уже 3 500 призовой фонд, ребят, этого турнира. Очень достойный призовой фонд. Есть за что побиться, как бы. Так, я видел новости, Люк. А еще там на Ямале вертолет что-то жестко приземлился. Я видел, надеюсь, никто не погиб. Ребят, я сам немножечко проиграл. Но кому нравится Старкрафт, ни в коем случае не уходите. Из игры еще будет все до конца. Здесь финал тоже сегодня. Будет просто заруба жесткая, короче. 3-1 Харстом, Ютермал, Гави пишет Харстом. Вот такие вот дела. Сейчас я вам скину линк, по которому вы данный турнир можете поддержать на призовой фонд тоже. За что вам громадное спасибо, если поддерживаете. Ну и мой канал не забывайте, конечно, не забывайте. А главное, приходите в ноябре, когда конкурс стримерский будет. Там будет просто все крутейшим образом. И поддержка ваша будет, ну, очень нужна. Линки скинула. Линк скинула. Продолжение следует... 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 Так, Димис, тебе там надо поменять маленечко, да, получается? Ну всё, Мана Сирал на горизонте, продолжаем смотреть это всё дело, что-то часть людей подразошлось, разочаровались в том, что в поражении Стрэнджи, видимо, ну а что делать? Делать тут нечего, ребят. Всё, поехали, ребят. Мана Сирал, начинается битва. Погнали. Вот Бо-5, вот давайте посмотрим. Протос на Зерк, Сирал выиграл Стрэнджи 3-2. Абсолютно не без труда, я бы сказал, ну как, абсолютно не без труда, конечно же не без труда, вёл 2-0, потом Стрэндж удивился своими колоксными центрями, его очень круто две игры. Но третью, пятую точнее решающую, на галактическом процессе карте сверхагрессивной, где многие зерги, точнее почти все используют сгрызалити с передропом лингов. Стрэнджи как раз таки и сгрыз таким образом Сирал. Посмотрим, как мана с ним побьётся. Цитаты 4, кстати, я смотрю, бот. Не затаскаешь-каш, а затаскаешь-каш, ё-моё. Ну что, ребят, гейт, а нет, не эксус-гейт от мана. Два гейта-кибернаточка от мана, сейчас вот здесь она будет заказана, расположение зданий хорошее. Здесь вторая на третьей было, сейчас ещё раз подблочит Сирал, походу, хату или нет, мана. Нет, Сирал просто лингов пока мастит. Не мастит, а четыре заказывает, всё, уже будет ничего не сделать. Джо Микс, кто выиграл, где. Последнее, что мы смотрели, Стрэндж против Ламбо, Стрэндж 0-3, к сожалению, проиграл. Стрэндж выиграл, Стрэндж проиграл Сиралу сегодня. Так, хотя нет, Стрэндж, погодите, что там Стрэндж? Стрэндж проблил Мари Лорда 2-0, потом Сиралу 2-3 проиграл, потом выиграл Элейзера 3-1, и потом Ламбо вот 0-3 проиграл, к сожалению. Видимо, уже подустал, станешь немножечко, и... Ну а чё подустал? Надо тащить турниры, вот здесь весь топ Европы играет, такие приятно турниры тащить, на самом деле. И нужно, нужно. Я здесь. Торсок, удачу кинуть, не понял я. Там у бота все фразы есть. А то, что лохов нет, всем известно здесь. Причём иногда заходит мой старый кореш, знакомый сюда даже, Лёха, которого никнейм был, Лохов нет. В первом Старкрафте. Так, падает овер, второй залетает с лоу граунда, ой, не с лоу граунда, а со второй, простите, базы. Но он ничего здесь не спалит сейчас. В общем, ему не надо здесь ничего палить. Всё, спалил здесь тот овер, он спалил твайлайт, этот уйдёт, поэтому нормально всё. Так, у маны какая-то озвучка. Мана Сирал, почему? Я думал, что-то хочет смотреть. Масахир и Марин ТВТ. Масахир и Марин ТВТ пока... То есть, его, наверное, одновременно будет играть, но я хочу не зеркалку и маны Сирал. Мне кажется, это очень интересный матч, а так-то пока что по два матча только идёт. Дальше уже будет, я не знаю, что там, как проходить. Будет, наверное, два матча Лозеру, Офта у Меркорича. Тут почти все матчи дальше будут. Почти, вот реально, параллельных матчей осталось крайне мало на этом турнире. В ближайшем будущем стремится будет всё подряд, ребят. Так что можете не уходить, будет интересно. Ну и за внимание всем громадное спасибо. И помните, что поддерживают на меня мой канал, естественно. Элементарная поддержка, отключить от блоки. Премиум тоже. Но это уже стоит 80 рублей на месяц. Личный премиум. Но готовы будете смотреть просто в самом лучшем, великолепнейшем качестве. Вот. А стримов будет просто невероятно много, особенно в ноябре. А на следующем выходных Близкон будет. Между прочим, нет в руне на выходных. Групповая стадия Близкона пройдёт в четверг-пятницу на следующей неделе. То есть как ровно-ровно через неделю уже будет. Сегодня пятница. Вчера этот турнир начался, да? Как-то так. Не знаю, что ты имеешь в виду, Бигжал. Какого типа подростком был. Ну, с девиантным поведением. Сто процентным, как бы. Естественно, как и большинство, наверное, в моё время. Хотя не большинство. Просто без бати рос. Ну что, залетает овер. А это всегда, как бы, сказывается на воспитании обычно. Ну, чаще всего. Ну, ладно. Что-то я в лирику здесь ударился, ребят. Вот. Смотрим мана Сирал. Сирал залетает, всё проверяет. Мана играет пока пассивно. Плюс один робо-эмортал. Призма. Здесь гиды добавляются. Не понимаю, пока что именно мана хочет сделать. У него есть глефы, но у него нет блинка. У него есть Даркшайн, но я не вижу... Я не вижу ни одного Дарка у него в армии. Зачем ему Даркшайн? Вообще, мана передумал Даркшайна что-либо делать. Заказ от архива темпларов. Видимо, это будет Шторм, я так понимаю. Только пробки рупанулись. А, случайно мискликнул. Мана, видимо, на пилон повёл. Вот. Форжа не бустится. Бустится Нексус пустующий. Шторм, наверное, будет выходить. За Турик Стрэндж Денег, думаю, что не получит. Потому что, судя по ликвипедии... Хотя, не знаю. Не, ну, судя по ликвипедии, там, понятно, всегда первых 4 места показывается. Я так понимаю, что... А, сейчас, погодите. Игру эту будет пауза, я посмотрю. Вот. Торс, что тут ты разошёлся? Ну, это же ты, по-моему, написал про друзей Геев. Ты попутал куда-то у тебя там что-то не то было. Нетрадиционно. И ориентация, и альтернативно... И альтернативно одарённые, в том числе. Я и... Ты не грусти, многие взяли. А я и не грущу, турецкий. Что уже грустить-то? Я уже сам отец. Грустить поздно. Тридцосик, как бы, уже. Скоро тридцать одиннадцать. Уже через... Через сколько? Ноябрь-декабрь. А, ещё больше двух месяцев. Ой, какие штормы-отманы! Филдами всё там сузил. Очень... Сузил Сиралу филдами и штормом сверху накрыл. Пытается Бейлик вот найти, как... Блин, вспоминаю, кто-то... По-моему, Коу писал. Штормы не контрят Бейнов. Блин. Я просто смотрю теперь, и вот сам в ладере поиграл с штормами. И просто вот буквально через неделю... Все начали играть штормы, которые, ну, и в мясо контрят Бейнов. В чём это было очевидным моментом, потому что ещё контрили сволла штормами Бейнов. Я помню, любил таргу принимать такого зерга прикольного. Громадного норвежского пацана, который на Ниву в Киеве пытался вытащить, но там сполз. Подсинев уже. Даже видео где-то есть у меня с камерой снимал. Вот. Точнее, не я снимал, но на мою камеру. На Ниву извивался, как червяк. Но тарга был непреклонен. Вот. Но это всё старые истории. Когда-нибудь будем вспоминать, угорать. Так, 2 плюс 2 Архонщика, 41, 182 по лимиту. Тем не менее, что-то усирало лимита слишком много. И здесь забегание такое неслабое готовит. Против Дизелок, Дарк, Архон и 3 адепта. Иллюзии мана чётко проверяет. Хопа! Спалили лингов-то. Ток не телепортируется. Телепортируется. Это ошибка минус адепт. Всё, разведчик сгинул. Пошло забегание. Тут без шансов. Здесь реакция от маны замечательная. Сразу зелки до варпина. Здесь со штормами. Вот. Нужно вот смотреть, как мана сейчас реагировать будет. Вот. У маны всё с реакцией в порядке вообще. Уйду мою. Разорвало просто. ДЦД активировал премиум на ваш канал. Это что-то новенькое тебе я скажу. Первый раз такое слышу. Так. Здесь сэндреа варпится. Куда ты в стэк? 30 пробок вообще. Минус мана ребят. Ну это только похвалил. Ну значит не ты писал по ходу дела. Кто-то просто писал. Я помню, что не просто зритель, а какой-то типа эксперт. Как бы. Ну вот. Так что прошу прощения. Я сказал вроде как. Но помню, что такое было. Что-то таким авторитетным мнением это было. Так. Тогда ещё не играли вот так. А сейчас в ГГ пишут мана. Блин. Что мана сотворил? Там эта застройка где раба мне уйти. Жесть вообще. 1-0 Сирал. Сирал тащит ребятки. Если победит Сирал против Ютермала будет. Ну что ребят. После этого Турика в группу уложу. Сделаю пак не только с этого турнира. С других, которые я стримил недавно. Выложу за последний месяцок два реплейки все. Я обещаю, обещаю и всё вас кидаю. Но я обязательно выложу. Задуме будет, что 0-0 Пром. 0-0. 2-0. 5-0. 1. 102-0. 6-0. 5-0. 5-0. 6-0. 6-0. 6-0. Что, зомби граф пока не инвайтит, но я захожу сам, короче, тогда. Так, про деньги посмотреть надо, про какие деньги посмотреть надо. Торса, что-то ты слишком много подробностей про себя оставляешь. Вся в окружении девушек и не умеешь с ними общаться. Все когда-то не умели, видимо, когда росли. Просто нужно знать, что они тоже люди, и все. Исходить из этого, мне так кажется. Ну, и смотря для каких целей. Все это делать тоже. Главное, одного человека найти на всю жизнь, вот и все. Поехали, ребят. Ceral 1.0. Новый Гетисберг. Здесь хорошая заруба против Стрэнджа была. ДЦД, привет. Мониторов, перейдем на 2. Слева с чатиком, где я читаю, что ты пишешь. А справа, где смотрю стрим. Даже сейчас могу тебе показать. Изи просто. Там окно. А вот и микрофон. На самом деле можно стать инопланетянином. Тут нечему учиться. Я думаю, что... Короче, ребят. Вторая игра. Ceral Harst. Ceral Pool 1 играет с мэйна. Газ начал добывать здесь пробочком. Она видит вторую хату. Два линга за пробкой. Третьей хаты нету. Два поехали к мане домой. Нужно прямо вот сюда пробку уводить. Если мана сейчас будет кататься, здесь много поворотов совершать. Линги будут ее убивать просто. И все. Ман забыл про пробку. Минус пробка. Ну что за, блин, контроль. А, мана решил здесь... А, у маны не эксус первой. Ну все ясно. Этой карте часто не эксус первой делает. Так, Томсу. Ну такие, значит, девушки. Всякие бывают. Это даже подробно. Это шкуры, как бы, понимаешь. Ну ладно, не будем. А в этом, короче, все нормально у тебя будет. Не волнуйся. Так, Руан 1431. Есть мод, позволяющий сплететь пробок в разные стороны. Выбираешь группу, сжимаешь клавишу, представляешь, что ты кликаешь в разных направлениях. Пробки различаются в разных направлениях. Это легально. Я просто не понимаю. Я просто не понимаю, зачем в начале, когда пробки сами стартуют, как ты собираешься выбирать группу и кликать в разные стороны. Все, что надо в начале. Пробки едут. Вот так вот. Группа вот сюда вот едет. Одна в центр. Берешь, чик. Берешь раз, обоешь, чик сюда. Раз, обоешь, чик сюда. Одновременно. Чик-чик-чик-чик. Все. Раз-раз. Раз-раз. Все. Это очень быстро делается. Элементарно. Так. Трип дрона. Пять лингов. Это результат врыва адептов. Так. Вильмариэль. Чтоб ты спросил. Я не выкидываю такие символы. Раз. Один раз взятых. Вот. Ну что же. Тем более, она гвардейская. А не геворгинская. Я отменяю. Ну что же. Линк забегает. Здесь что-то пытается подгрызть. Два гейта добавляет мана на третьей базе. И лучше про это не говорить. А то начнется сейчас. Какая-нибудь дичь. Бомбить пердаки у кого-нибудь начнется. Улетает. Улетает Оракул. Три дрона сжег. Но на четырех хп или ушел. Надо саккуратнее теперь быть. Нужно меречь Оракула этого. Здесь нужно переводить сразу рабочих. Девять штучек. Что мана и делает. Девять. Перевод шестнадцать. Здесь остается. Феникс бомбит овера. Дарк шрайн заказывается вне вижена. И робо добавляет. Пять гейтов. Скорость атаки адептом. И Дарк шейн. Это что-то подобное Стрэндж делал. То есть это будет врыв адептами. Плюс дарки. Вот. Если Сирал будет играть своих любимых рингов. Его можно убивать адепта архонами. То есть просто наваркал адептов. Варпанул три. Три шесть дарков. В какой-то момент слил три архона. Они выходят вперед. Танкуют бейнов. И ты сплитчешься сзади. И на них в общем-то строишь всю свою атаку. Вот. Если же будут роучить. Можно поразводить. И перейти в макро. Там роботикса добавить. Дарки с другой стороны. Или на роучи прям чё-то мана ворвался. Как наглухо ворвался. А куда дарки идут? Дарки на четвертую идут. Здесь одна спорка единственная есть. Ман заходит. Контроль неплохой. Успевает там разные цели фокусить. Молодец. Куда адепт? На мейн ушли адепта. Здесь только линги. Мой люхе пригорело от заднего привода. И правильно. Не надо тут. Монитор хочу дать. Даже за ману. Не застрейджа теперь. За ману. Куда ты жмешь-то? Райт клик. Там же спорка стоит. Нажми ты два райт клика. Сюда и сюда. Ёма. Да что ж ты творишь? Ну все равно. Размен для маны крутой. 20 дронов минус. Не знаю в плюс или в минус. Но главное, что он экономику. Зерго изничтожил не слабо. Но ДИИ-4Х ты и ЗРГу просто СД зажать. И как бы все будет окей. По ресурсам мана даже больше потеряла. Я бы не скажу, что самый крутой размер. Все правильно. Давайте довязывайте торсы. Петухов этих короче. У нас об этом нет. Приветствуйте. Наскорялись. Привет всем, ребят. Так, архоны летают в карасик. Но тут аккуратнее надо. На крип так залетать. Королевы могут сбить. А лингис кушать там все снизу. Адепты шатают крип. Мана крип тут законтроливает на центре. Так, архончики плюс адептики здесь. Упа, реводжера спас четко сейчас. А, ты все с этой стороны. Ты все с материальной, с выгодной. Не, ну если в натуре как бы что-то... Ну а девушки шкуры там упускают. Надо пометку установить. Профит помет, а задонатить, конечно. Будет польза. Ну а по сути дела не с такими ценами. Надо поддерживать, когда нравятся стримы. Понимаете? Если не нравится, не надо поддерживать. Ну тогда, видимо, этого и не произойдет. Все логично как бы. Вот. За реву дать монитор? Нет. За реву не знаю как монитор, но иногда хочется через монитор реве в бороду, чтобы, ну, маленько вщелнуть, чтобы он не путал там немножечко. А то он иногда забывается, что... Забывает просто немножко. Так, хорош филды. Лингов просто растоптали юниты. Четвертый нексу будет мана занимать? Думаю, что да. Колоссом рейндж пошел. Кто лучше всех в мире эзергов зажимает СД? Его больше нету в Старкрафте. Это был Артемчик Магнитогорский наш качок. Сливка, отвечаю. Он 60... У него был билд, он даже сам говорил нам. Билд называется... Строим два линга, потом 68 дронов, а потом, ну, юнитов каких-либо остальных. Вот это был СД просто. Я вообще, на самом деле, в те времена не видел, кто рабов быстрее строил. Даже Димак, который тоже знатно СДшник был, но не так строил. Адептоны на четвертую полетели. Ну так, тут мана пострелял, два дрона убил, больше фокуса нету. Почему-то больше не фокусит. Здесь забегание Бэйном готовится. Тут, кстати, хорошее тет-пилон, уязвимое место. Можно сюда ворваться. Адепты упали, два дрона все подрезал. Провал, короче. Крип мановый убил. Здесь на колосса Бэйна все нету. На колоссов зря Бэйна заходит. Колоссы все убили, ема. И хоть колоссов возгрызть, ема. В итоге ни колоссов не подгрызть, ни хрена вообще не убил. Сирал. Что происходит. Так, мана видит здесь. Надо тпшечку домой делать. Оп. Вовремя. Просто как Арнольд Шварценфегель, блин. Упрыгнул от взрыва бомбы. Быстрее, чем взрывная волна убегал. Как и мана здесь, короче говоря. Ну что, два колосса у мана. Там семь карапторов скоро уже в брудов выход будет. Сделки Архона четвертую базу мана уничтожил. Сирал. У него есть пятая. Да, то есть дистанц майнинг пока будет. Здесь хату просто восстановит. Мана и все. Хата восстановит. Ой, Сирал какую хату мана. Мана восстановит. Нексус, который Сирал только что сгрыз. Колоссов сколько? Давайте посмотрим. Колоссов три штуки уже. Флитбикон пошел. Ну такой жесткий микс у мана плюс флитбикон. Но посмотрите, вот какое просто меня бесит. Вот этот современный Старкрафт, на самом деле, вот сейчас в Лотвии и с масс-грейдами, наоборот, играют. Но иногда бывает, играют просто вообще, ну вот, плюс один и все. Вот у меня такой Старкрафт просто, блин, вообще. Такой жесткий лейт, столько ресурсов. О, хрена грейды не делаются. Это не потому, что такой стиль и так надо. Это, блин, на самом деле, уровень слабенький, кривой, кривой. Кривой стиль называется. Так, Линга Хмана зафокусил нормально. Здорово, Ромыч. Чем слив он занимается? Ну, он работает. Я, правда, точно не могу сказать, где. И, кстати, обещал даже Фраеру 400 баксов отдать. Которые Фраер выиграл на последних турнирах, в которых он участвовал. Но у него не было Пейпала. И он не спросил у меня, как бы, перевел на сливки. Но сливка решил, что есть применение лучше этим деньгам, чем Фраеру. Потом заслать. Обещал отдать, короче, так до сих пор и не отдал. Но я так понял, какие-то его друзья или знакомые хорошие. Какой-то там бизнес, дела, там все дела. Короче, сливка у них там где-то работает. Не знаю, честно говоря, сливка у них там где-то работает. Спрошу как-нибудь. Так, приходит Тирал. Нексус центральный будет уничтожен сейчас точно. Надо мани сюда. Вот перед ней не знаю, почему он вообще наверх не занимает Нексуса. Здесь давар по 5 зелков идет, а архонов. Здесь все прекрасно видно на этом крипе сейчас. Можно не уйти просто мани отсюда. Но уже темписта есть. Просто авиации много. 5 фениксов. Они или нахрен мана фениксов строил? Единственное, я не понял, как бы. Почему он 4 строил? 4 феникса, между прочим, 600 на 400. То есть это 2 темписта тупо, как бы, по ресурсам. Ну, в принципе, у маны 200 ему надо делать гриды. Вот плюс 2 и плюс 1 на темпистов. Темпистов отстраивайте. Просто занять. То есть вот в такой ситуации с зергом, какие варианты? Либо ломиться, пытаться его здесь и сейчас убить. Второй вариант, который выглядит более надежным, если ты знаешь, что делать, и хорошо исполняешь, хорош у тебя контроль. Просто сидеть, просто занимать, пытаться базой, копить запас ресурсов. Кит 200. С 200 постоянно драться, выигрывать, центр контролить от ксилнаги вот так вот, крипа убивать, здесь не давать острова занять, и просто делить карту напополам. То есть если просто сможет выделить карту напополам, всем еще из первого Старкрафта и простую тирану зергам выгодно карту поделить. Почему? Потому что зерг в размена тратит больше ресурсов. Если ты, в теории, добываешь уровень ресурсов, как и зерг, то ты выигрываешь. Потому что, ну, нет, понятно, что надо гриды еще делать, чтобы не с нулями драться против троек и уметь еще драться. Потому что вот была такая игра, я помню, когда Нейшн Ворс были, Титан играл со Снутом, а это Ходс еще, по-моему, был. И тогда были свармхосты, которые просто, я очень рад, что их больше нету. И там были потери 25 тысяч Снута на 125 тысяч Титана. Он просто без грейдов ломился, ломился с нут вайперами, инвесторами и этими блохами, и свармфостов вытягивал, все, и просто Титана там без потерь разваливал. У него было там 20 рабов и 180 боевого. Вот. Сколько Квин у Сирала? Квин 5, кстати, не так уж много. Они просто для инъекционной королевы. То есть они не королевы, которые трансьюзят. Кстати говоря, что странно. 19 рабов. У Сирала есть второй атак на воздух, делается. Мана делает третью на землю, делает шторм. Есть. Вот. Когда у вас, когда есть темпист, ребята, значит что? Это значит, есть флитбикон. Есть флитбикон, это значит, что можно без флитбикона после первой атаки грейды недоступны для пропса, да, в кибернетчике воздушной с флитбиконом доступны. То есть надо значит делать на воздух дальше грейды. Ну что, ревелейшн у мана нет? Так, по караптору залп, сразу караптор. Ввалил залп, залп. Да ты темпистов прикрывай. Штормы по карапторам пошли. Архонов нужно обязательно подставить под карапторов. Как же архоны уносят их в стейки? Ё-моё, мана, увиди темпистов. Темпистов отводит. Сирал лезет дальше. Штормы получают ужасный контроль здесь со стороны Сирала. Мана, конечно, тоже здесь терпит. А у мана-то запаса такого нет гигантского. Но мана Сирала разобрала. Это факт сейчас. Вот под брудов архонами уже был не обязательно лезть, конечно. Так, караптор попытался темпистов убрать, не убрал. Грудами можно вот этого архончика попытаться забрать Сиралу, но он просто сваливает. Архон быкует, идет вообще. Ему пофиг, что у него 80 полей. Вот он легенец начал уже 100. Грудов не отпустил, просто манчик. Но здесь забегания лингами пошли. На четвертый только шторм кидай четкий. Четкий кидает шторм мана. Но всех лингов не разобрал, правда. Надо пробками помочь, может быть. Хотя какой тут? Хотя ноль армора. Пробки с адептами нормально могли бы. Понятно, часть погиблого, но таких демидженных лингов они там не с пары ударов бы забирали бы. Но нужна стационарная оборона. Фотонок нет. Нужно по паре фотонок и по паре штормовичков выставлять, так все окей будет. Так, еще один темп, нет, два даже темпского лета. Здесь пробки переводятся. Билды от маны все четыре, но еще четыре. Надо закрывать было полностью. Не закрыл мана. Здесь минус нексус забеганием. И второй тоже сейчас на муве просто стирал снесет. Если он снесет и этот нексус, то это 0-2 будет, скорее всего. А я думаю, что стирал снесет. Хотя здесь мана фениксом все прекрасно видит. Но тут слишком с тремя фокси когтями. Густер линг грызут. Кстати, есть адреналин. Нет, стирал завтыкал с адреналином. Это ошибка. Они бы с адреналином сгрызли бы точно. Так. Мана живет пока. Но посмотрите, знаете, в чем проблема? Мана слишком долго занимал. За счет своего преимущества технологического мане нужно было что сделать? Ему нужно было грамотно как-то построить стационарную оборону со штормами. Грамотно занять позицию провести бой. И занять одну и еще одну базу. Так, нексус. Нет, нексус не упадет от этих четырех бэйнов. Пробки ушли. 34 хп. Многострадальный нексус. Просто скоро сколько, уже я не знаю, там. Крыша течет. Все вообще. Печаль вообще. Энергии протасом не покайфовать с энергией с этого нексуса. Тут он сам-то еле жив-здоров. Нужно, короче, было два нексуса мани. За нечто он и пытается сейчас сделать. И тогда бы он смог бы нормально продолжать экспансию. А так получается, что у маны только есть возможность отмашивать элементарную армию, которая обязана драться по воздуху. Вот сейчас мана в центр залез ошибочно. В чем ошибка? Рядом с Крипом оппонента, во-первых, стоит. Во-вторых, до варпа здесь нет третьих. Его просто из-за этого всех обстоятельств и развалили. Плюс караптеры здесь налетели с разных сторон. Здесь было тяжелее. ГГ, Пшикмана. 2-0, Сирал. Ждем третью игру. Ну, Стрэйшут начал комбэчить после 0-2. И сделал 2-2, отыграл великолепно. Здесь же вообще 0-3 попахивает. Видимо, там масса начал играть. Почему Зерги вайперов неохотно используют? Ну, потому что уже как бы не начало лотово, не начало вово. Уже на опте игроки и как бы есть руки у многих. Фидбэк есть такое слово. Штормы все сейчас юзать начали. Эриксенру. Вопрос, что за адреналин, где он делается? Видимо, ты не слишком много играешь в Старкрафт. Адреналин делается в пули, там, где скорость с собаком. Это агрейд, который просто их атаку на 30, там с чем-то процентов ускоряет. Короче, очень важно агрейд. Так, где хост-то? Нет хоста пока нет. Да, Крендель, Стрэндж слил. Так, инвайт пошел, респектую. Так, инвайт пошел. Так, инвайт пошел. Так, инвайт пошел. Так, секундочку, ребят. Третья игра, ребят, Сирал Мана. Сирал идет 2-0. И здесь он Стрэнджу сгрызали эти сделал просто. Я уверен, что к такому раскладу Стрэндж 100 баллов готов. Экзап, ты как-то медленно реагируешь. Ура, я все нормально. Эриксон Ру пишет, у меня около двух тысяч игр, причем тысячи зазергов. И не видел адреналина, вот и даешь. Так, парагеймеры не кидают друг друга на деньги. Но парагеймеров бывают иногда, всякие шараги. Так. Опа, неприятно. Бывает, называется, руки из печени растут. Не надо жать на кнопки слишком быстро. Вот, рабочий Мана косичнул. Ну, а Сливку уже просто и не был-то парагеймером к тому моменту. Адепта Мана приходит. На Мэнь к Сиральщику. Мув будет через 4 секунды. Готов и, похоже, минус Адепт. Да, Адептус Грыз Сирал два дрона потерял. Роуч Ворон пошел достаточно ранний. Глеб увидел. Не знаю, видел ли Глеб и Сиралы. Плюс два гейтамана добавляет. Здесь овер залетает. Здесь нечего палить на Мэнье абсолютно. Вот, смотрите, кстати, интересный. Посмотрите, какой билд от Мана интересный. Он сейчас вот эту стенку продублировал еще одной стенкой здесь. То есть, если к нему шел бы передроплингов, вот он как его контрил бы. Не знаю, насколько помогло, не помогло, но идея интересная, как вы видите. Лэйр у Сирала. Но это, соответственно, так, как контрят Darko всякие вот эти врывы. То есть, это будет Роуч из Мун и лэйр для оверсидов. Вот в пуле делается. Просто на моем интерфейсе не видно. Если будет лэйт, я покажу, как он выглядит. Такой, оранжевый, а такой красный. Коготок. Да там два грейда. Там муфлингом и второй грейдом. Один собаки, скорость, второй адреналин. Просто он доступен к Ахайв только. Музыр готов. Так, третий Нексус, третий Нексус, третий Нексус, троится. Адеп почти готов. Так, третий Нексус. Так, сообщество все не знало об этом вообще. Но оно объединилось и осудило. Я осудил просто. Вот, говорит, теперь все знают. А фраер просто не стал как бы из-за пустяков бочку хотеть. Ну, когда-нибудь отдаст в любом. Но я уверен, что слив он в любом случае когда-нибудь отдаст. Но раздолбайское отношение к таким моментам я тоже не терплю. Потому что у меня большинство друзей тоже, как друзей, знакомых, друзей. Грубо, друзей может быть громко сказано. Тоже необязательные люди. Типа там, занял в долг, типа, ну и отдам-ка отдам. Типа на более важные всегда дела находятся. Я такое отношение не терплю к таким моментам. Хотя, если в этом моменте такое отношение, то оно во многих будет в моментах сказываться. Короче, ребят, что-то лирика опять пошла. Так. Даркшайн готов. Блинк плюс один у маны. 100 на 120 по лимиту. Здесь уже 4 хаты добываются у феровой добыча. Очень большая. 3К минералов уже в минуту идет. Нужно просто мазь. Сейчас реведжеры делаются. Так, приходят два дарка. Спорка есть здесь. Ну, вот здесь вот спорки нет, кстати. Ценная золотая база и... Так, дарки идут-идут. Видит Сирал вообще. Да, заметил дарков. Где они? Вот они. Мана понял, что Сирал заметил такой. Так, надо сваливать. Уходит, а здесь есть плетка. Все, версиром замечены два дарка. Добегался, добегался. Архона слил, ну Архон. Почему? Секунду, тоже погибнет. Плюс семь гейтов аж с ману заказывают сейчас. Где они вообще, эти гейты? Нет, это... Это 13 гейтов с трех баз. Это реально перебор. 12, как бы, да, можно прокормить. Ну, в принципе, на один гейт больше. Не так уж и много. Архонам будет здесь не выйти. Надо как-то их призмой перевозить через застройку. 14 гейт пошел, или что это у нас? Да, да, манни столько-то. Я думаю, что он творит-то вообще? Да, манни столько-то. 140 на 178 мана что я не понял у него чемпионат по строительству гейтов или как бы в старкрафте побеждает не тот кто больше зданий для продакшена построил а тот кто произвел больше хоть там из двух зданий я не знаю неважно и тот кто этими юнитами в итоге убил потом же мана же что-то настроил 16-15 гейтов а толку то от них вообще с трех баз так и мортлый архонная битва идет заходят бейлинги бейлингов мана вроде как расплетился бейлинги все кончились здесь но так же больно все равно в рабов рывается мана опять в стэк повел рабов 15 пробок минут лучше бы не трогал овер минус 3 адепта зилок здесь у нас есть в призме сидит мана полетал что-то похарасил особо ничего не получилось короче сирал ворвался у него лимит просел сейчас но просел он и маны больше мана по потерям вообще почти за эргом равен ну и грейды тут один плюс один все здесь два кукса то есть мане нет юнитов нет технологий и нет грейдов за счет которых он мог бы здесь тащить в этой игре то есть вроде как у него есть боевой лимит но грейды слабенькие штормов нету лиркеров почему использовали сегодня ты не сначала стрим смотришь так ну призма минус 3 караптера прилетела все до свидания призма мана не успевать ничего из нее дропнуть это косяк вот только сейчас начал дропать поэтому адепт крикнул такой крикнула истошно так потому что он во время дроп сразу погиб вот когда начинаешь дропать уже такое бывает сирал идет вперед 180 на 130 но маны хорошие филды ставят колоссов отконтролил отвел от караптера караптеру парочку забрал сентрей до варк еще идет вот здесь нужно чтобы вот это сжечь все хорошо здесь нам не три колосса здесь нам штук шесть колоссов и филдов как у стрэнджа ой 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 как бэны сейчас затерпели жестко вместо того чтобы подлинкнуться к колоссам прикрытия к мана отлинкнуться от колоссов фаерболы заходят но архоны жгуты очень жестко со скокерами упали все сейчас караптеры и здесь нет ничего кстати утирало почти вот были б здесь грейды там плюс два на сталкеров хотя бы уже б мана лучше бы дрался фаерболы по униксусу нужно идти вперед вынуждает сирал ману двигаться вперед но нет мана не собирается лезть сегодня турник будет идти до конца в анонсе вконтакте написано везде на пиве еще раз сегодня ведь говорим а ну ты кстати играл на конторе поэтому мог не слышать до конца емин сегодня будет ребят еще starcraft просто будет выше крыши ема я даже боюсь представить сколько еще времени стримить я вам сейчас матч кончится сетку покажу похоже что мана здесь не может уже перевернуть у маны фактически мэйн кончился вторая уже все тоже практически кончилось 4 минерала только третья полностью добывается сейчас грейды как плюс один были так мана больше не сделал сирал идет давить бейлингов лингов немерено просто ман пытается уступить два филда здесь есть два неспособность точно заходит бейнер бейнов столько много что даже по сталкерам по которым они бонусы не имеют они просто уничтожают все даже сталкеров так есть оверчаж по оверчаж тоже не поможет реводжера тут есть по аэрболу по сталкерам еще гг пишет мана покидает игру сирал великолепен 3-0 против маны он играет сирал будет биться между прочим с игроком по имени ютермал с никнеймом ютермал харстом сламба будет в ближайшее время хири марин массу ведет уже ну а мана так погодите погодите а все понял харстом мана упадет на победителя масса хири марина видимо это будет хири марин я не знаю как тут в общем то будет начинать сейчас я вам покажу сетку я обещал только что вот она ситуация сеточка сейчас продублирую вам позже чуть-чуть чатик тирал ютермал матч венеров финал венеров мана против победителя вот этих здесь харстом ламба здесь пвз здесь пвт будет абсолютно точно здесь твз везде роженые матчапы все расы пока сохраняются вот это очень-очень хорошо ну я хочу очень тирала ютермала смотреть но вот вот эти только одновременно сейчас будет вот этот матч одновременно с каким-то видимо из этих идти либо сейчас два вот здесь в лузерах одновременно потом венера короче вот может быть уже одновременных матчей не будет а может быть еще будет короче пара не знаю в общем суть в чем вот этот матч вот финал так сейчас посмотрю как там будет ну короче стопроцентно вот этот вот этот и вот этот будут отдельно идти но это финал потому что финал лузеров венеров и общий финал наверное малый финал лузеров тоже будут вот эти одновременно скорее всего посмотрим короче сейчас это вот мы у нас Слабенький Ривкин заказывает стримить А мы стримим уже Так, сейчас будет 12 часов А я в 13 Так, уже 10 Так, уже 10 Так, ребят, поддерживайте данный турнир Я вам ссылки скину И самое главное, поддерживайте меня и мой канал Кому нравится великолепный StarCraft Мы будем до конца смотреть данный турнир Ребят, не расходитесь ни в коем случае Великолепные игры Нас впереди ждут А я жду продолжения Я не знаю, что дальше будет сейчас Но будет точно И будет скоро, и будет круто Народу у нас осталось 900 человек, ребят 700 на гг-плеере Приблизительно на твиче Около 200 Но игры будут еще очень интересные Я думаю, еще прибавится людей В какой-то момент Еще в финале Впереди и т.д. и т.д. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это будет великолепно. Короче, сейчас... Турнир реально долго идет. Сейчас будет соответственно... Матчи Венеров и оба матча Лузеров тоже будут. Хиро Марин Масса отыграл одну карту. Мана ждет. Харстом Ламбо, в общем-то. Продолжение следует... Физульк привет поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, решил провести вечер с любимым человеком. Ожидание, девушка, реальность, помни. Спасибо за прекрасный вечер, истинный фуллтайм стример. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо тебе, Физкульт, привет! Спасибо тебе, Физкульт, привет! Приходи на Близзкон, фуллтаймстример будет бомбить конкретно вообще всё. Я стал, короче, таксистом просто, но я не под допингом, короче говоря. И я не могу ускориться, как группа Ленинград и всякие алкаши и торчиганы. Я чисто на морали, на грамотном Старкрафте тащу. Продолжение следует... Спасибо всем, ребят, за поддержку. Очень-очень приятно. Вот, прохладненько становится. Всем громадное спасибо, пятничный вечер. А мы его проводим очень даже здорово, а не тупим на комеди-клубе обоссанном каком-нибудь и не валяемся облёванные в подворотне. Мы смотрим крутой старик, короче говоря. И будет ещё очень много Старкрафта. И таксист в ад это фристайл, братан, это рэпчик, понимаешь? Я поднимаюсь на вершину рэпа вместе с... Чек. Физульт привет активировал премиум на ваш канал. Спасибо тебе, Физкульт. Спасибо тебе, Физкульт. Субтитры сделал. Так, не, полтос возвращал два раза, Саня, big job, но два цахи и три цахи нет никогда, да ну мне не жалко там 20-30, ладно, вот, не знаю, твои треки не слушаю, короче. Субтитры сделал DimaTorzok Скоро черкать сирал с ютермалом начнут, ребят, я пока похожу, вот, отдохну немножечко, давайте я даже сейчас 20-ку отожмусь, может энергии прибавится, глаза надо, чтоб отдохнули. Спасибо. 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 Долго стрима идет. Спасибо. 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 Субтитры сделал. Спасибо. 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 Тигра родился Вспомнил Масло, что мне надо Лениного выпить И Глютозамина захавать Глютозамина захавать Окно закрываем Масла Лениного у меня нету На той квартире я и забыл совсем Привет, Батскилл Смотрим турнир Еще много смотреть Тигры Крайне редко на людей нападают Вот У меня даже в закладках книжка Сохранена где-то Сейчас я посмотрю Я все хотел прочитать, но там такая Листов на сто А может и не здесь Короче, американский писатель Он даже приезжал в Союз Была история про тигра Что был браконьер Вот он браконьерер Браконьерил там где-то На Дальнем Востоке Где тигры живут Он на территории тигра это делал Ну и как бы тигр пришел Разбирать что к чему Он его ранил Раз Потом еще раз ранил В общем-то Ну Это никакой не инстинкт Просто тигр Мстил Короче И отомстил этому челу Потом поджидал его дома Там такая В общем-то История прикольная Вот Не помню Как называется Сейчас посмотрим Где-то что-то у меня тут было Где-то что-то у меня тут было Я не знаю Нет Нет Здесь нихрена Короче Ладно Какого-то много флута Флута погнали Ребят Наконец-таки Начинается плей-офф Ой Плей-офф Финал Венеров Сирал против термала Это будет Хорошая игра Я что-то уж Тоже подустал От этого турнира Немножечко Признаться честно Но Так 12 часов У нас Между прочим Так Финал вот здесь Бо-7 вообще Да Финал Даже Бо-7 здесь у нас Надеюсь Будет не зеркальным Но раз Очень много разных Сюда двигается Поэтому Я думаю Все будет Ок Через рипер Начинает Сирал Ой Термал Простите Сирал Через Пулгаз Это Анти Рипер Бил Как раз Таки Сирал Да, Reaper CC здесь, где через муфу в инкад пошла. Два дрона на газе оставляют до сих пор Serral. Зачем ему они на газе? Не знаю, ну а куда их девать больше? Их девать пока некуда. Два линга готовы, бегут вперёд, можно оббежать сейчас, в общем-то, рипера, летящего к Serral, естественно. Он сейчас мало видит, глядит. Так. Негрил наш Магнитогорский, привет. Мироточивый. Я говорил, наш сливка из Магнитогорска. Магнитогорский наш сливк. А я сам из Пскова. наш, потому что тиммейты мы все дела были. Все вместе и с Фраером, в том числе и с Игоряном. Масло льняное на вкус так себе, но, честно говоря, я уже не маленький и вообще в в плане еды, ну и таких, чем я капризов нет. Взял да выпил. Проглотил. Ну а вообще для суставов омега-3 кислоты в нем там и много полезного очень для суставов. в масле в этом больше, чем в рыбьем жире. Да и не только для суставов. Успокойся, я уже подумал, микрофон отключен. Нет, микрофон отключится. Все нормально здесь у нас вообще-то. Два барака перед роб со стимом. Сирал ставит третью хату сейчас. На золото Сирал тоже несколько дронов переводит. Если быть точным, штук восемь где-то нужно здесь. Блин, верни их назад. Сиральчик не возвращает ничего назад. Вот косяк. Ну, тут хорошо, что здесь дистанц майнингов близкие очень. Вот и сливка в магнитке живет. Артемчик наш, ну полетел дроп. Тут 15 мариков один почему-то отказался. Почему-то он отказался, не знаю почему лететь. Ну, грамотный. Кому охота к зергам первой волной лететь? Никому. Прям на мейн летит. Прям на мейн ютермал прилетает. Что есть у Сирала? У Сирала есть роучер. Он пропустил дроп. Нужно врываться. Врывается ютермал. Три дрона подрезает. Но больше пока не подрезал. Контроль четкий. Лингов убил. Улетел. Вот мне нравится ютермале. Вот его контроль. У него чем-то на бьяновский он похож. Ну вот казалось бы. Другие здесь воевали. А что здесь воевать? Все. Видишь там роучер. Там дальше не убить мариками без щитов. Все. Загрузился, улетел. Ничего не потерял. А действительно ютермал ничего не потерял. Ни одного марика. Убил три дрона. Убил несколько лингов. И все. Свалил отсюда. Выдвигается вперед. Еще марики. Ой-ой-ой. Танк. Сейчас будет так. Сбегает на стиме. Вот сейчас два марика. Вот уже только похвалил. Сразу небольшая кривость. Но она такая. Незначительная была. Я бы сказал. Но медилак уже краснющий. То есть как в таком медилаке танк возить? Стремно уже возить. Щиты будут готовы буквально через 4 секунды. Здесь около 20. Да. 23 марика плюс два танка идет вперед от ютермала сейчас. Танки разгружаются. Начинается атака со стороны ютермала. Марики да танки здесь дерутся. Фаербулл на танчик пошел. Ютермал танк законтролил. Но не сразу правда. Отконтролил он его. Витерал отбился. Что в порядке. Руучий намасил много. Закрываю эту штуку. Ставлю продажку. Крик немножечко протягивает. Здесь ютермалчик крик убивает. Не улетает. У АПМ кстати у ютермала. Блин. АПМ у ютермала при этом. Ну то есть. У него 400 АПМ. И полезная система указывает. 170. Небольшой. Но реально. У него больше. То есть. Полезная система не может отсчитать. Как бы правильно. Потому что она по каким-то критериям считает. Здесь минус овер. Рабочие переезжают. Третий сетчика перелетает. 1 на 1 заказ. Ютермал. Сирал почему-то с грейдами завтыкал. Но зато. Пошел инфестейшн. Сейчас хай будет заказан. Скоро. И четвертая хай пошла. Ну что. Сканчик проходит. Тут ютермал прилетает. Прик. Умор выбит один. Ну все. Больше он здесь ничего не убьет. Это факт. Даже и нет смысла здесь по-моему особо летать ему. Один танк почему-то оставил. А че он один танк поставил? Залетает на мейн. В это время забегания лингами принял. В принципе Сирал принял. Ну королеву здесь убил. По-моему лучше бы по дроном взял бы сейчас. Сделал бы Ветермал. Здесь один танк красный забыл. Его зафокусил Сирал. Ошибка была. Три нового барака. Четвертая СС. Арморинг. Есть. 2-2 надо заказывать. На 2-2 нет пока газа. Ну пассивка дальше началась. Какая-то пассивная игра. Сейчас оба копятся. Ну этот Сирал понятно побыстрее копится сейчас. Тирана. Все-таки 4 хаты и золото решало. А Ветермал только только золото начал добывать. Саплай блоков немножечко у термала было. Удвигается вперед. Здесь забегание готовится. Кстати вот это забегание и встретить то нечем особо. Здесь очень много лингов. Ё-моё здесь их 40 штук сейчас. 44 линга здесь. Это очень много. Здесь надо... Ну не хватит этих 5 мариков и 2 мародеров. Это факт. Второй атаку только Ветермал заказал. Второй армор пока не заказан почему-то. Сыграл Френч с кем? Френч прошел в топ-8 как бы данного турнира. Что в принципе считаю неплохо. Но он может больше явно. Но на данный момент тренироваться видимо возможности больших нету. Поэтому пока так. Файрбул и Сырал кидает как-то криво. Но слишком много Сырала. И Ветермал здесь попал в окружение вообще. Улетит только танками сейчас. Загружает все что может сейчас. Улетает. В это время вот это контр забегание пошло. У лингов 2-1 драйды. А у Ветермала 2-1-1 марики. То есть они с лингами не так уж эффективно. Это тут и дерутся. Вот. Делается только атака. Вторая армор завтыкал. Вот сейчас заказал. А тут уже ультрал кевер. Но очень похоже на то, что Сырала эту игру возьмет сейчас. Так. Пятая уже база у Ферала заказана. остансьй здесь. Теперь я тоже замедлен. Как я У Hitem L nos сих пор. Ну. 6 ультралов у Сиралов заказ, ребят. Ну, и пока затишье опять, Ютермаловщи-то оборонялся тут фактически дома был. Ну, бункеров нет, стенок здесь нет. Здесь забегаю, не хочу, да. Пытается двойным дробом шатать. Здесь Файлбова, здесь Микос. Опять какой-то выход идет. Выход небольшой. Опять же. 170 лимитов в целом, это нормальное количество лимита. Опять забегают линги. Опять симпатч Ютермал опять принимает их. Ну, линги нормально там погрызают. Марики падают, муродеров чуть не загрыз. И опять Ютермал идет в этот проходец, и опять попадает в окружение. Вот сзади ультра подходит. Ой, сейчас Микос жесткий будет. Ютермал Сиралов внимательно наказался. Фокуснул Инфестора сейчас. Отступает назад. Если б не фокуснул, вот, вот, вот Старкрафт в этом. Есть Старкрафт в моменте. Кинь, Микос Сирал, он бы всех этих юнитов забирал бы просто сейчас, на муре бы. Но фокуснул Ютермал и смог отступить. Файрбол и по Либераторам через Либераторов идет вперед Сирал. Ютермал сдерживает прессинг ультралов. Пока сдерживает. Ну, вот, новые подходит ультралы. И уже что-то ничего особо. Ютермал не сдерживает. Прилетел дробщик сейчас. Долго. Он подлетал. Как же медеваки здесь улетают. Просто жесть. Ультрала надо фокусить. Фокусит Ютермал ультрала очередного. Ну, реводжерами так надо аккуратнее драться. Реводжеров можно развалить сейчас био-юнитами. Что и делает Литермал в принципе. Как же они ущербно заходят сюда. Сколько их много гибнет. И как много они стоят ресурсов. Нахрен Либераторов от реводжеров раскладывать этого момента. Я не понял. Дотекание лингов идет. Здесь био-юнитов много остается. Сиральщик пытается экономику сбить. Вот и нового ультрала. Подходит. Либератор разложен. Уводится рабочий. Можно поднять бараки. Можно поднять СЦФ сейчас. 120, 150. 9 очень жесткая короче движуха. Очень мясная идет игра. Как вы видите. Сирал не продавил. Юитермал пока держится. Но экономика дикая. Здесь уже шестая база. Здесь у нас Либератор прилетел на четвертую дальнюю. Начинает того бомбить. Личинок всех здесь еще уничтожат. Тоже неприятно. Линги забежали. Можно лингов постебать. Либератору патронов не жалко. Он будет стрелять до конца. Личинок развалил всех просто. Много юнитов наубивал здесь. Но личинки конечно не так ценные. На этой стадии я думаю утирало достаточно личинок для продакшена. Хотя вот видите лимит пока до 200 далек. Опа! Пропустил я момент. Видимо с бейлингами сейчас ворвался Сирал. ЦЦ была уничтожена. Это печаль. Нужно обычную орбиталку переводить. В это время еще и КСМки падают на золоте. патастрофа. Экономики не остается. У термала 98,87 по лимиту. Ну а сколько медилаков вообще? 4. Тоже очень мало на самом деле для такой стадии. Я думаю что все. Здесь Сирал как бы уже апостол подчеркивание Петра активировал премиум на ваш канал. должен тащить. Да Крип конечно Сирал тащит просто великолепно. В какой-то момент Ютермал отменял. То есть тут как это происходит? Сирала очень великолепный мультитаз. Сирала успевает делать забегание. Сирал успевает делать на лома и драться. И при этом тащить Крип. Ютермал же в какой-то момент Сирал начал играть первым номером и Ютермал только дефится. То есть он не успевает Крип отменять. Все. Здесь ультралы забежали. Линги за цеху отменили. 101-126 по лимиту. идет вперед Ютермал нужно Либераторов брать. ультралы вернутся. Линги вернутся. Вот они уже приходят. Пошел сплит. 3 ультралы заходят. Либераторы сзади ГГ. Ты даже с Либераторами здесь ничего не сделал. Ютермал очевидно. Но хочется чтобы каждый момент до конца доконтроливался. Естественно. заходят. Спасибо. Спасибо за премиум, Апостол Пётр, после 12 и первая поддержка. Ну, помните про поддержку канала, естественно, что тут говорить. Подзадолбался я конкретно уже сейчас 12 часам стрим приближается, а у нас ещё выше крыши матчей, если честно, помимо этого. Харстом Ламбо, Манна Хиро Марин будет биться в нижней сетке, и эти матчи одновременно пойдут сейчас. Они уже в игре, видите, здесь никого нету, как на канале, слава богу, потому что дальше нижней сетке будет... В нижней сетке малый финал, потом финал Лозеров, общий финал, ё-моё, ещё три матча целых, это 2-5, и, ё-моё, это вообще дичь, до 3-х часов ночи минимум, а то и дольше будет это всё, я так думаю. Ну и ладно, стойкий боец, скоро Блескон, я стойкий боец, поэтому до конца гейминг, и никак иначе. Реплей этих игр, мне Аверс напомнит, у меня было несколько паков пару недель назад, там, или недели три сделано, я за последний месяц в пару, ну, не за... Ну, за последний месяц-2 сделаю пак, всё-таки выложу ВКонтакте, я уже тысячу лет, как обещаю. Вот так что подписывайтесь на группу ВКонтакте обязательно. Вот. Там будет инфа. Аверси Heh. Аверсиowi. Аверси. Глоб. Продолжение следует... 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 Отменяет 12 часов Ютермал, Сирал внимателен, эскейп жмёт. Фугасы были вообще, чуть не обратил внимания. Нет, а, есть, да, фугасы, только на Биу есть грейды. Дропчик на мейн идёт здесь, танчиками всё ещё харасит. Ещё двойную дропу летел от Ютермала, офигеть. Кстати, как биден. Так, 1, 2. А это вообще не забинджено, даже, смотрите. И этот так Ютермал на муве летает сейчас. Ну, очень чёткий контроль. Очень чёткий. Давайте посмотрим, ЧП немножко Ютермала. Как он сейчас это всё делает? По всем направлениям пытается убить, здесь не получается. Здесь зато нормально разваливает, я вам скажу. Медиваки где? Медиваки где-то... Где-то слились медиваки. Фокус рабов великолепный. Танки законтролил. Там вот... Ну, вот так вот Ютермал играет, быстро, ребят. Что тут говорить ещё? Вооружён и опасен. Кто-нибудь вытащит меня отсюда. В любви действовать. Прося дороги! С трудовым подвигом готово. С трудовым подвигом готово. Так, Микос пошёл, Фарьбулл и минус один медивак, один падает. 159-175, что ее термал затянул, и у Сирала нормальный лимит опять же-таки появляется, пытается он Фарьбуллами там убивать, танки сцентри дропаются, ну до криптуморов не достаёт даже ее термал почему-то, не знаю почему, здесь дроны опять начинают падать, 5 дронов уничтожено, 172-177, 5 ультралов уже первых у Сирала заказано, я не понимаю, что ее термал до ультры-то выходов никаких не предпринимает. Ой-ой-ой, 2-2 завтыкал, сонный что ли уже, ее термал, я чуть не пойму, 2-2 грейды не делает, ни хрена не делает, ток и дропается, летает и всё. Что за бред делает ютермал, я не понимаю. Четвертая цеха есть, вот он где, занимать ее пытается. 2-2 кто хоть заказал бы, сейчас будет 2-2 тирана на 1, 2-2 зерга на 1-1 тирана, это катастрофа на самом деле. Сирал уже с ультро идет вперед. Сейчас будет Мехот, Мехот великолепный, ультрафта ломает, мародеры уходят наверх, депошку ультермал закрыл, но это похоже ему, что не поможет. Особо. В это время разводка идет, сверху на мейн дроп залетает, один на второй дроп. Здесь есть танки, Сирал принимает решение уйти назад, вот это может быть для него фатальным решением, потому что здесь все хорошо. Здесь надо ее термалу под либераторов уйти, что он и делает. А либераторы тут нормально выдают на самом деле дэмэджа. Поближе чуть их перевести еще, хотя и так в принципе они в узком проходе здесь очень круто стоят. Есть реводжер и морфится, видят ютермал, что происходит. Судя по всему нет, потому что он прям под королеву прилетел. Сейчас медивак можно потерять, не, не потерял, нормально сныкался. Ну королеву-то достает. Нужно реагировать, нужно улетать. Здесь два танка как-то изначально забыто, по-моему, ютермалом. Здесь ультралы стоят, Сиралчик ждет, красавец везде отбился вроде как. Либераторов выбил реводжерами. Давайте ФП от Сиралов смотрим. У него тоже гигантский АПМ, нужно признать 400. Но у ЗРГ АПМ 400 из-за зажатия клавиш при заказе идет. Наблюдая от Сиралского направления, ютермал идет, а ютермал идет прессовать. Но это, кстати, не атака какая-то жесткая. Это получается такой выход небольшой, я бы сказал, от ютермальщика. Ну что, реводжерок сирал трех как-то грамотно застрелил. Сейчас здесь улетает ютермал медиваками. Грэйды-то делаешь еще и... Да, 2-2 заказал, ну хоть 2-2 заказал. Грэйды-то делаешь еще и... Так, 170 на 140, Давид опять Сирал. Я что-то подвисать начал немножечко. Ничего, все будет нормально. Сейчас сразу умоюсь перед началом следующей игры. Налью водички и будем продолжать тащить. Здесь врывы лингов идут сбоку. Ютермал пытается, пытается пока держаться. Ультрала пытается разогромить планетарку. Не просто это сделать, оказывается. Минки копаются прямо под лингами. Здесь еще и уверсир есть, тем более. Планетарка пока держится. И пока держится планетарка, держится ютермал. Просто какая-то красота. Смотрите, какой долгий батл. Ютермал в этом долгом батле все-таки умудряется сдержать прессинг. Зерга это для него шанс, в общем-то. Ну, как-то, честно говоря, в этих играх, знаете, что? Ютермал и по грейдам проседает, и что-то заигрывается дропами сейчас. Где учетка-то крутейшая? Так, Либератор урывается на 12. Начнет сейчас бомбить. Ютермал здесь не слабо сирала. Сирал никак не реагирует. Вот, наконец, отреагировал. Гронов что-то туда-сюда водит. Мечется, спорку хочет заказать. Еле-еле заказал. Здесь реводеры выбьют Либератора. Ну, Ютермал успевает улететь, смотрите-ка. А здесь и Био стоит группка, например. Инфестров тут нет, все окей, поэтому. Либератор вот на третью прилетел. Ну, так, нормально Ютермал подшатал. Внутри три грейдов нету. Либераторов... Ну, по три строят Либератора. Ютермал, есть Минк. Я не знаю просто, как без грейдов Ютермал биться собирается. Вот вопрос хороший. Тут ринги уже жрут просто в хлам. Ютермал все еще бомбит третью. В это время два Либератора на четвертой. Здесь выманивает на Либераторов ультру сейчас. Ютермал. Вайрболами Сирал там чуть ли не по своим юнитам попадает. Здесь Либератор все-таки погиб. На четвертой прилетел под спорку. Не надо, неправильно. И успевает Сирал отводить рабочих. Видите, что самое интересное. Так, опять Сирал от Ютермала. Ультрала надо приманивать. Ну, Либераторам-то помоги. Разложись сюда. Вымани этого бивня. На живца его. Че, ору-то, блин. Ну что, пришли... Пришли ультали. Так, всем тут Либератор на орехи выдает. Еще один ультрал зашел. Минус ультрал. Не успевает у Термал сложиться улететь. Выходит на пятую базу. Пробивает камни. Ну, хоть третью атаку бы заказал. Не знаю. Ладно, армора нет. 3-3 там не заказал. Ну, хоть атаку-то третью надо бы его заказать. Это ж вообще провал. У Зерга сейчас доделывается. 3-3 Зерга на 2-2 тирана. Это очень печально. На та Супермасс Либератор. Ну, их 7 штук. Ну, не Супермасс, но много достаточно. Видит Ютермал, где Сирал находится. Все, берет. Сразу складывает. Сюда поехал, вычинивается. Цеху надо выводить. Рабочих сразу же. Рабочих не выводит. Ютермал, выведи рабов. Выводит медленно очень. Так, Либераторы влетают. За О-2 за фаербола в каст падает. Так, ультралов Либераторы бомбят. Ну, ЦЦ-ха не выдерживает. Мехозы жесткие проходят от Сирала. 135-125, ребят. Ютермал отбился здесь. Лимита запаса у Сиральчика нет. Ну, 3 ультрала. Точнее, ресурсов у него. Ну, орган Тарсона, пожалуйста, получите. Распишитесь. Нахрен вообще ЦЦ-шка-то не поднимать Ютермал. Он же вроде никуда и не улетел. Нет, здесь орбиталка была. А вот она, минус. С мейна полетела. Орбиталка куда-то. ЦЦ-1, 166. Ну, боевой лимит у Ютермала есть. Ну, нужно как-то прессовать Зергову. За отдачи такие. Ну, грейдов нет зато. Вот этот танк стоит все время здесь. Ну, 23 юнита он ощелкал, потому что забегания постоянно идут. Так, здесь дробщик очередной. 13 дробщик. Ультрал рядом был. Сирал среагировал. Константинс еще на ультрала пошел. Нет, такого вообще не пробрести. Здесь инфесторов по фокусу Ютермал в порядке. Залетает на мейн. Здесь дробщик сейчас падает. Ну, что на мейне? Королеву, ультрал, каверн, шпиль, рову. Вот эти четыре. Здесь все здания продакшена вообще сиралы. Ультралиски, рову, щелинги, шпиль, беллинг-нест и даже инфестейшн здесь находятся. Ну, что, медивайки минус. Круто. Хорошая тут засада в виде мины двух либераторов. Ютермал хочет сюда сирала выманить. В это время дропается там все на 12 и пытается развалить. Здесь врыв пошел. Минки пули, но почти стреляют. Смотрите, как, блин, три фаербула, минус два минки, минус две либератора. Минус база здесь. Сирал наломывается все-таки. Ютермал не выдерживает. Здесь тоже соседшечка не в планетарке была. Короче, говоря 2-0. Сирал сейчас поведет. Что-то сирал сегодня вообще четко-то ломает всех. Здесь уже точно Ютермал еще не сделает. Смотря на вот этот руб маленький. На то, что здесь что-то летает. Медивак там летает. Это минус Ютермал, ребята. Ну, Ютермал пытается сражаться. Вот они потери у него не больше. Но это ГГ. Это 2-0. Ну, еще камбэкнуть можно. Либо в лузерах питься. Что у нас в лузерах ситуация? С Харстом Ламбо 1-1. На Мана Хиро Марин нет инфы никакой пока что. Так, захожу в игру. Так, откроем мы окно. По-моему, исходим в лицо. Сколько времени у нас? Е-мое, почти час уже. Нет, тут еще к трем. Походу, к трем ни хрена еще не закончится. В общем, ждем продолжения. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Так, ребят, я что-то решил, что нужно кофейку бомбануть маленько, потому что, ну, помыть лицо не поможет. Я сегодня уже пил кофе, блин. На таких долгих стримах кофе, конечно, на кофе подсаживаюсь я. Да, микост, конечно, обнаруживает мину. Чё, этикетку от стул не нанрал? Да, реклама. У меня уже столько этих кресел нарекламил. Я не просто бомбан был отдирать. Офигасе, на твиче 250 почти людей смотрят, всех привет. Третья игра, стирал Ютермал, может, стирал 3.0 повезти здесь Ютермалы в багажнике. Здорово, телевизор. Телевизор говорит, я успел в Будапешт летать и вернуться в Киев. Они всё ещё играют. Ринато резвый, чё-то там. Летал. Разведданные собирал. Чарлика мама гуляла, я днём. Ещё вечером, и ещё сейчас, если, конечно, не в 4 утра закончу, но в 4 не пойду, я с ним дружу, в 7. Мама-то погуляет. Как-то так. Так, прилетает репер, сразу же отстрелил одного дрона. СС-шка подстраивается, передроб мариков 16, и здесь билд, соответственно. Зря не изогрелся с производителями. Мне кажется, что их так много продают, что им такие маленькие предложения не нужны. Хотя я, может быть, не прав. Да и пофиг, короче, мне не жалко. У нас производят, пусть продают. Пошла поддержка из чата. Давай, ребята, поддерживаем. Меня и мой канал также, отключая от влоги, подписываясь на премиум. Ну и по реквизитам в описании через плеер, естественно, поддерживаем. Реклама сейчас есть, напомню. Привет, Дерамс, привет всем. Короче, здесь пока идет движух. Сейчас медиваки подстроятся и полетят дроповцы. И мне нужно как раз за это время снять кофе, ребят. Ждите, потому что, ну, иначе оно убежит. Это будет провал, а как раз вдруг я вернусь. С СССР готов! С трудовым подвигом готово! С СССР готов! С СССР готов! Бегу, Морг! Давай, удиви меня! С СССР готов! Разработка завершена. С СССР готов! Кто на новенького? Вооружен и апартнер! С СССР готов! С СССР готов! С СССР готов! Так, ребят, все, тайминг кофе. Чарлик сегодня. Не, ну он какой-то в этот раз замечательный дроп от Ютермала. Я смотрю, ой-ой-ой. В этот раз он абсолютно окупился. Этот дроп, кстати, с мародером был с одним. Насколько я понимаю, мародер ключевую роль играл. Чарлик сегодня, ну он в таких, он ночью, он сейчас дрыхнет там на кресле кверху брюхом, наверное. Он бывает иногда вот так вот просто заходит вяленько, короче, сонный. Толкает дверь, как гопник просто в квартире. Вот там особенно, что она баха в стену такая потом. Ну он же не рассчитывает, как сильно надо ее или нет толкнуть. И такой хвостом чик-чик-чик-чик-чик. Ну, когда укладывается, делает и опять ложится, короче, сюда. Иногда он может прийти. Но лучше не трепать его, потому что он рычать будет. Он будет красака врубать. Собаку не надо трогать сонную, собаку не надо, когда она хавает. Ну что, здесь Ютермал пытается прессовать. Сможет ли отбиться? Давайте. Сможет ли отбиться? Стирал я не знаю. Вот. Вы помните, как раз, что не только мой канал, а еще и турнир можете поддерживать. Я очень скоро вам ссылочку скину на это дело. А это из условий попадания. Одно из условий было, да, как бы на турнир. Ну, а почему бы такой турнир не подбежать, если возможность есть? Привет, Сбур. Привет на Твиче. Всем Ра-2, на Гудгейме, СК-2 ТВ. На виде, кто есть, и на Одноклассника, куда плеер тоже выводится сейчас. 2-2 Ютермал делает. В этот раз у Зерга по грейдам провал полный. К6 по подчеркиванию Зерга активировал премиум на ваш канал. К6 по подчеркиванию Зерга активировал премиум на ваш канал. К6 по подчеркиванию Зерга активировал премиум на ваш канал. Хорош, хорош, братан, ты чё? Мы все поняли, я тебя понял. Ты чё? Ха-ха. Что-то мужик глюканул маленько мне. Складка одна была открыта. Не знаю, о чём прикол. 2-1, утирала хайф, пошёл. Четвёртый хат занимает, крипт, делать. Ну, кстати, по лимиту не так уж и нормально. Всё усирал здесь по лимиту. Мне почему не стоит трогать? Собаку стоит трогать. Тогда с ней играешь. Ну, сон-то это святое. Кому нравится, когда его трогают во сне. Так, подгрыз 5 дронов. Сейчас стирал, в это время либератор прилетел. Он говорит, у меня кое-что интереснее есть, ребята, ваших когтей. И просто... Ё-моё, 21 дрон. Какой харас от термала сейчас жёсткий идёт. Привет, голем инсайд. Это просто жёсткий харас сейчас был со стороны термала. Либератор только-только упал. 20 дронов погибло. Здесь минки изничтожили. 1, 5, 6, 9, 13 рабочих получается и даже больше. Это он кобра-зеро просто. Как и кобра. Таким-то образом он так на него отреагировал. Не знаю, почему на атаку дальнюю не делают грейд. Годи, а чё роуч? У него дэмодж 16. 16 на 2, 32. Плюс ещё 16, 48. Получается, да? Ну да. И чё, как он марика теперь быстрее убьёт? А, ну плюс 2, 48, плюс 6. Это 54. Он всё равно не убьёт на тычку быстрее. С одной этой. Тем более марики с двумя армурами. Здесь уже термал шатает по всем направлениям. Дроп на вторую. Врыв на третью без медивак. В 33 дрона уничтожено. Здесь тоже сверху разгром идёт. Вот здесь у лютермала я узнаю. Здесь лютермал стандартный. И не успевает за ним просто Тирал. Сейчас фокус инфесторов. Попытка идёт к фокусу. Но Тирал до контроля лохотвёл. Я думаю, что здесь Зергу уже практически нереально будет отбиться и вывести вперёд игру. Сколько дронов погибло? Утюб. 62 дрона уже погибло в этой игре. А она ещё только один с половиной минут идёт. Дробщик двойной на минуту. Перелетает минус ультралы. ГГ сразу Сирал пишет. Почему? Потому что мягеньких ультралов Тираны очень быстро насаживают на шампура, ставят на косёр и вялят быстро. и всё. А пацаны, как вы, кто помнит, первый Старкрафт играл в компанию, которые на космос прилетели с Гастом вместе, а пацаны привозят пивас в ядерной бомбе и всё нормально. Короче, тогда... Так, 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 всё, 12 часов стрим идёт. Я надеюсь, у них рекордов не будет устанавливаться. Случайно, да, там? Так, проверяю Яндекс и Киви на всякий случай. Но я думаю, вот, написали, если бы там что-то происходило бы. Так, с периодичностью пару часов это делаю. И веб-мане. Нет, всё нормально тут. Хотя нормально ли это, да? Ладно, спасибо всем большое. Забыл ссылку-то скинуть на поддержку турнира. Сейчас скину, ребят. Ну, про ультралов с зарисовочкой про мягеньких на шампуре было интересно, и, конечно, ребят, на самом деле, Сирал вышел по совокупности моментов. У них изничтожено на экономиках, а раз по всем направлениям ещё и ультралов выйти не получилось. Прикольная термофишка. ГЛХФ Сирал Зевайлд. ГЛХФ Сирал Дикий, получается. То есть не Дикий Сирал, а Сирал Дикий, типа, знаете, как ковбой по прозвищу быстрая рука какая-нибудь. Сирал Дикий, короче. Ну да, тут Сирал сегодня Дикий. И Ютермал здесь прав. Да, 12 попёрло. Илюх, 3. О, а вот и 3 барака рипера подоспели от Ютермала. Ну что же, поспорим. Ой, у Сирала мух даже поздний. Ой-ой-ой, может быть больно. Может быть больно, но зато с другой стороны будет больше минералов, но в Роучи можно будет выйти. Кофе как чайфир заварил. Потом буду спать хреново. Ну ладно. Завтра, ребят, сразу предупреждаю, АДВ долгих стримов не планируется, но завтра будет Кунг-Фу Кап, и завтра будет юниорский старлайн. Новая королева создана. Хелк-Фу Кап, Адвари. Улей атакован. Как дела у Фрайера и Титана? Думаю, что нормально. Так. Залетают два Рипероса. Гранатки по королевам. Не надо углубляться так слишком в минеральную линию. Можно Рипера отдать и в Крип зерговский. Риперов все больше и больше. СС сейчас пойдет у Ютермала. Вот, есть 400 минералов. Так, два Рипера на вторую Роучи выходит. Минус Рипер. Звук залп убивает Роуч на мейне, теряет Ютермал. Короче, трех Риперов сейчас потерял Ютермал просто на ровном месте. Это значит, что весь Харас уже, в общем-то, таких ошибок от Ютермала я не видел давно. Практику, что ли, в Риперах потерял. Третий СС не видно пока. Таким билдом, может, и третью СС улучшил. вот такие реводжеры у Сиральщиков появляются. Третью пока даю. Термал не дает Сиралу. Матроид. Скан тратит. Ну, такой вот на ранней стадии стрёмно скан пишет. тратит. Ну, чтобы позицию занять Риперами, других вариантов просто нету. Кстати, интересно, вот здесь крипту, можно сюда на лоу-граунд прям клифу кидать, здесь же СС доставать, по идее, должен. Будет с лоу-граунда СС доставать? Ой-ой-ой, термал. Аккуратнее. Залп реводжера сделали, четыре реводжера здесь есть у Сирала. Ютермал продолжал, Риперов всё это время строить. Блин, ну тут четыре реводжера сейчас выманет. Ютермал их с крипом может имеет смысл развалить нахрен. Хороший Ютермал подловил. Вот ты сирал полез. Вот полез-то. Минус четыре реводжера. Псарий Ютермал вообще. Рипера отводить не будет. Королева падает. Ещё один скан пошёл. Четыре ровуча. Всего можно делать здесь игру. Вниз пускает Ютермал. На крипе не дает так. Не дают выйти с рампы. Гранаты постоянно закидываются. Ровучи раскладывают. Хорош. Как Ютермал же хорош с этими. Вот когда ему дают, он очень чётко всё делает. Но выходят новые ровучи. Но риперы всё-таки здесь демош нанесли. Зергу это факт. Но молодец Сирал. Успел отмаситься. Но экономика Ютермала тем не менее продолжает развиваться. Вот он сейчас отбросил Сирала очень сильно. Реводжеров нет. Он не может выйти опять же на третью базу. Но нужно новых реводжеров делать. Красота вообще. Просто как он их вообще танцует. Кто рипера заказывает, тот Сирала и танцует, как говорится. На мейн риперы прорываются. Отсюда надо сваливать. Побыстрее бы, быстрее бы гранатки на отступление. Но вот это лишние потери уже. Уходит Ютермальчик. Доделывается Стим, доделываются Медиваки, доделываются две инженерки. Где они? На мейне вот они пошли. Так. Газ есть. 1-1 можно и нужно заказывать. Вчера 3,800 уже призовой. Хороший призовой. Поддерживают люди. Ну что, прилетается Ценчик. Подошло 2 Амарика. Сейчас будет выбивать они с этого овера. Попытался пофокусить Ревальдзеров Ютермал. Не очень-то получается. Здесь три роуча есть. Прямо на них Ютермал собрался. Но это не маленькие. Это отморозки. Прямо на роучей-то дропаться. Опасно. Несколько погибло. Даже одного роуча развалить не получилось. Так. В это время 5 проверков реперков залетают. Крипту мэрой минус. Гранаты накида на 1. Только погиб как воздушный шарик. Такой звук даже был. Сейчас как будто сдулся. Ну что ж. Хороший рейд. Такой по тылам был со стороны реперов. Молодец Ютермал. Молодец. Ничего не скажешь. До сих пор и реперы в деле. А то были забыты. Несправедливо. Типа все. Кончила сера реперов. Но нет. Еще один дропчик летит. Здесь один есть. А второй. Наверное медивак 1 улетел. Он пустой был. Домой. У Сирала 1 армор. Сейчас 2 заказан. Эволюшн 2 строится. Будет кугать. Ютермал 1.1 додел. Арморик. Кстати говоря тайминг неплохой. Нужно атаку армор делать побыстрее. Газ на тресе добавляется. Уже газ начинает деловать. Ютермал пока не спешит с этим моментом. Ну груды ему нужны сейчас больше всего. Залетели реперы. Были уничтожены собаками. Последняя операция реперов закончилась в этой игре. Ну 2-2 где термал? Ё-моё. Делает какую-то хрень. 2-2 не делает. Газ просто здесь не раскачал. Газ просто здесь не раскачал. Ну опять Ютермал, в общем-то, начал эту дроп войну, как и в предыдущих играх. Не знаю. В этот раз как-то не так удачно, как в предыдущей. Насколько смотрю, здесь всё происходит для Ютермала. 7265 парабам. Сирал в плюсе. Хайф уже почти готов. Дропы не особо заходят. Здесь есть чем сбить. Оп. Один только успел дропнуться. Малик успел пострелять по ручу. Но сказал бы я, что это ничего не значит. Здесь минус оверсир. Отдал дроп. Сирал мастится. Хорошо. Так. Микос. Вот инфестор вперёд шёл неспроста. Если бы сейчас Ютермал не задержался, так это вот Малик не отделился бы от группы, он бы не спас бы всех остальных. Потому что бы я ушёл до Микосов, а арболами были бы выбиты медиваки, и Малик погибли бы все бы там. Ну а так дропчик полетел ещё один. Очередной. 2-2 дел. Здесь Коготь. Чуть стирал с когтем, завтыкал. Уже можно заказывать третий армор, а Коготь только первый. Демис поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, хоп хей лали, подошло 2 марика. ПС где Вискарик? Снова на пивас придётся скинуть копсов. Демис поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, хоп хей лали, подошло 2 марика. Так, чё такое? Опять, блин, короче, что-то дублируется. Не знаю, вкладок не открыто точно, короче. Ну, у меня никаких лишних. Здесь Планетарк, спасибо, иди вместе, ещё раз. Спасибо всем за поддержку, чуть давно мужичок не разговаривал. Ой-ой-ой, сколько танков здесь, Юй Термалая. Плюс один на танке, кстати, он делает, что самое интересное. Таким количеством танков можно и с ультралами даже драться, к их 10+. Ну, нужно всем им перевозка. И здесь танчики. А, ну и те танчики и прилетели, собственно говоря. Вне рейнджа один Роуч остался. Здесь всё бегает туда-сюда. Когда выход этой Термала будет, пока непонятно. Всё погружать, лететь уже вперёд скорее. Забежали ещё Ленги. Да на Ленгу всё, хоп хоп, согрелись на Планетарку. Минус всё. Танк один оставил, Юй Термал. Ну, пусть он один будет, почему бы и нет. Остальные все лучше забрать. Фаерболы под ропчиком. В молоко идут эти фаерболы. Крипа на центре нет. Юй Термалу удается выдвинуться скрытно к центру сейчас. Стимпак заходит. Танчиков здесь сколько? Ёмаё, сколько здесь танчиков. Их реально много. 10 танков идёт вперёд. Сирал. Фаерболы по медивакам. Ёмаё, больно медивакам сейчас. Нужно танки подводить в самый краешек. Сюда и наверх тоже. И нужно агрить, чтобы уже точно дрался. Зерк шёл. Сирмал. Растягивает свой фронт танков. Как сильно, по-моему. Пошёл на лом или нет? Пошёл на лом. Танки бомбят. Плюс один жёстко. Заходит, тирал. Видит, что там больно очень будет ему. Без грудов. С грудами это ГГ тирану такой миксист. То есть, что грудлинги сами себя... Грудлинги заставят тирана разбомбить танки сами себя, короче. Конфенсирует отсутствие речи длитель. С большим крестом протворения вполне возможно. Так, падают инфестры. Падает всё. Кстати, сиралка не готова к этому прессингу. Посмотрите, как Ютермал танками разваливает. Здесь всё летает. Надо ещё ближе танки подводить. Ещё один на ХГ пошёл. Вот эти два нужно сюда поближе тоже, чтобы идеально был дэмэдж. Они вообще не атакуют. Вот Ультра пошла вперёд. Прям жесть какая-то. Ютермал устраивает дичь. Бомбят танки. Вот и те в бой вступает. Приходит новый прост... А, Ютермал через две факты играет. Мне это напомнило первой Старкрафт. Одно время существовали билды с двумя фактами. Прессинг, люры, да, как бы, ТВЗ. Но потом отказались от него, что научились зерге быстро выходить. Дарксванг, тёмную стаю, так называемый. Прилетает Либератор. Первый ультра идёт вперёд. Ё-моё, какой... Сплэш просто. Вообще жесть. Похоже, что Ютермал-то здесь берёт... А вот это уже может помочь. Три бруда, но три маловато как-то. А, три плюс три. Пять плюс. Пять плюс. Да, шесть брудов. Шесть это брудов. Уже куда не шло. Сейчас брудлинги начнут разваливать. Танки будут от флэша гибнуть. Ютермал вынужден идти вперёд. Агрид сейчас стирала. Естественно, Либератор заходить не очень хорошо. Но со всех сторон бруды подходят. Брудлинги бомбят. Ультра слингами живёт. Ютермал собирается отступить. Да, Ютермал сворачивает всю операцию. Как он быстро отступил. Смотрите. Блин, чё так Ютермал? Молодец. Он всё правильно сделает. Против вот этих ребят делать здесь нечего. Очень жёстко. Ва, подчёркивание, Лерь, подчёркивание, он поддержал ваш канал на сумму тысячи рублей и сообщает. Давно не поддерживал работягу. Молодца помить. Спасибо, Валерон, большое, братан. Приходи в ноябре. Стрима будет миллиард. Поддержка будет крайне важна, крайне нужна. Стримерский марафон, все дела. Здесь двойной дробь на дальнюю базу. В левый и нижний угол. Планетарку зашатал. Блин, пришёл. Как же быстро он зашатал. Но Ютермал не так просто не отпустит. Ультрал. Смотрите, как 10 танков бомбят. Плюс 3 минус ультральска. Жесть какую-то Ютермал выдаёт. Танки разбомбил. Здесь базу сырал, потерял в левом нижнем углу. 4 в 3 в итоге. Но Ютермалу надо с цеху переводить, что он и делает. А чем брудов-то сбивать? 5 викингов есть. Дети бруды. Вот эти бруды летают. Караптеры будут. Но викингов надо Ютермалу строить. 190 на 169. Спасибо, Валерон, большое. Попадаешь, получается, в топчик-то, да? Что у нас есть? Ну да. А как ещё? Так, сократимочка. Расстояние, а то текст рук на вас получается. Так, Ютермал опять идёт в центр. Здесь забегание очередного лингов идёт. Очень больное забегание получается. Танки что-то то сиживаются, то засиживаются назад. Викинги летят вперёд. Брудов надо. Блин, вот пока есть бруды, лучше танки вообще не сижить. Пусть они дэмэджи себе наносят. С флэшем. Так, пошла атака. Вот, посмотрите, как брудлинги танков унижают. Ё-моё, как же брудлинги танков разлыть. Ещё три викинга заказано. Грэдов на воздух нету. 178. Так, здесь Мазбил уйдёт вперёд. Здесь реакторы падают. Деньга подгоняет. Ютермал надо всё вперёд вести. Сейчас. Ютермалов. Иначе беда. Здесь реведжер подрезан оказался. Бруды куда-то улетел. Караптеров усирало уже сколько. 11 штук на 11 викингов. Так, караптеры вперёд. Надо кайтить, потому что 11 в 11 викинги не способны победить караптеров, естественно. Здесь на забегание на дальнюю базу принимает его. Сирал легко. 142, 145. Не понимаю, разваливает ли у Термала или нет танкист. Да блин, вот если ты реально вот сейчас танками, надо без Сиджа было драться Термалу. Почему? Они себе же демаж наносили. Либо ты контролишь танков целенаправленно в таком миксе против юнитов. Вот таких у трейвенджеров ультры, а не по брудлингам. Либо просто без Сиджа через заклик и дерёшься. Смотрите, викинги-то побеждают всё. Викинги побеждают караптеров, викинги побеждают брудов. Ютермал развалит, у Ютермала есть добыча. Два бруда осталось. Нет, брудов сейчас вообще не останется, я понимаю. Нахрен всех викингов-то отдал. Ё-моё, зачем их всё отдал? Ну ладно, отогнал туда, блин. Отоступил бы потом. Так, здесь танк бомбит. Танк сейчас будет сгрызан слингами. Марик один такой прибежал. Сзади бригада. Танчик падает. Но пацаны успели подойти, пока танк сражался. Нормально танк, в общем-то, всё сделал. Здесь забегание очередное вниз идёт. Но его встречают. И термал как-то не расторопен здесь, мягко говоря. Не нужно давить, нужно выдавливать. Глорд-лорд остался один. Полудохлый. Так что он ничего не решит. Караптер один где-то летает. Вот он стоит тоже. Полудохлый. Понял, Варерон. Да не, я так, к слову, я всем говорю. Конечно, это всё так. Нечего извиняться. Кто сможет, тот сможет. Самое главное, что стримы будут дохрена, а у всех время будет. Вот и всё. Я чувствую... Ну, посмотрим. Ладно, не хочу даже, давай, сгорать. Просто донат там будет чересчур сильно решать в этом конкурсе, я так понимаю. Пошла атака. Либератор один снимается сейчас с реводжерами. Второй жив-здоров. 49-129. Уходит Ютермал сейчас. Отходит Сирал. Ютермал держится. Ютермал 104 БО на 66 оппонента. В этот раз по грейдам замечательно. Последний врублот. Последний герой, короче, подрезается. Инфесторами Микоза нет пока, инфестор. Так, танки на плюс один. 150-130. На 12 часов. Интересно, малый финал лузерок начнут играть? Или будут ждать пока эту матч, если да, нам ещё сидеть и сидеть просто тогда. Либератор подбревает Сирал. Ютермал за это подбревает инфесторов. Идёт на танки вперёд. Здесь контроль идёт жёсткий. Эвакуация, эвакуация. Зерги атакуют. Говорит Ютермал. Сэшечка поднимается. Все сразу на ляху полетели. Как же оперативно всё. 118-45. В это время очередное забегание лингов. Но тут бригада есть, которая справляется. А здесь бригада есть, которая справляется с наглым, очень дистанц-майнингом со стороны Зерга. Поддержал ваш канал на сумму 50 рублей и сообщает. Зерг красавчик. Очень красивый билд и контроль. Наш дизель за Кириган. Красиво неизвестное. Мы посмотрим, справляется ли Зерг. Да, очень грамотно Сирал отыгрывает. Очень чётко. Но посмотрите, как Ютермал разводит по всем направлениям. Высидел Ютермал. И, судя по всему, он всё-таки возьмёт эту игру. И мы будем пятую великолепную ТВЗ смотреть. Вот такие вот дела. Спасибо всем за поддержонс. Думаю, что они на завтра всё-таки перенесут. Жалятся над людьми. Походу, нет уже никто на завтра ничего переносить не будет. Останутся только самые стойкие. Микозы попёрли. Пытается термалфокусит инфестра. Фокусит неплохо. Но два ультра. Кто с ними что сделает? Мародёры с ними сделают на кайтинге. А, ещё и танк здесь демеджи выдавал некоторое время. Всё, ультра падает. Остаётся только реводжера. И ГСМ помогает на лечении с тремя арморами. Иди сюда с дрелью просто. Когда работника отвлекли от работы, он очень яростен. У него есть молоток. Так, везде тут двух направлений. Контроль от ютермал. Инфестра приоритетные юниты. Естественно, улетает. Подходит ещё прирост. Стимпа. Клинги минус. Дегрей пишет. Стирал 2-2. Так, я вот старик не понимаю. Стирал 2 первые игры. Просто не жалко, как ребёнка-тиран. Теперь две игры подряд сливают флам. Словно после двух игр игр игроки понялись местами. То есть сейчас Стирал флам слил. Да, как бы ты считаешь в этой игре последние. Эксперд. Эксперд. Что сказать тут ещё? Вот. Это абсолютно равная игра была. Просто в первых играх ютермал косячил, как-то тупил. Проседал по грейдампу. Всем направлениям он вообще проседал. Это была только его вина, короче говоря. Ну а нам надо досматривать. Что у нас там в лузерах творится? Мана. Хиромарин ману пробил царь. Харстом Ламбо. ТВП там. А последний зерк Сирал, между прочим, остаётся у нас. Тиран и Протса. Два тирана и Протса остались ещё в этой игре. Тиран и Протса. Волт стал официальным талисманом Чемпионата Мира. Я-мара. Там не волк, а хипарёк какой-то. Всё, поехали. Всё, поехали. Всё, поехали. Продолжение следует... 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 Ну и... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ой-ой-ой, микоз. Нечем зафаерболить. Микоз микозом, фаерболов нет. Здесь Либераторы похарасили, пролетали. Смещается ветермал на третью базу. На четвертый тут танки летают, напрягают. Десять дронов уже минус. От фаерболов увернулся ветермал. По королеве бомбит. А что она стоит-то? Она на халдидище стояла, что ли? Почему она не сбежала? Юниты же демэдж получают, бегают обычно. Не знаю. Может зерги расскажут мне. Странно, что она так стояла, никуда не дергается вообще. Здесь танк Мехарас продолжает. 150 на 170. Тем не менее, пока больше. Больше здесь Сирала пока что. 170 на 156. Ну, парабам 67-68. Одинаково. Практически запаса минералов нету. Потенциал для выхода ультры. Ультра у него очень большой, но армор и пару ультравов он сможет сразу выказать. Это уже хорошо. Но, правда, соплай блок фактически здесь. Здесь лимит все по плюсе. Здесь танк не кусил какой демэджный. А, стрима идет, сам зерк спит. Слабачки, слабачки, ребята. Слабачки, что тут говорить. Не, ну зерк молодец все равно. Как бы ездит на турниры. Но не молодец. Походу зерк на холмсторий кап успел вписаться. Уже, не, ну так-то молодец он. Просто, походу, не получится в игру попасть, если не передумают немцы, что вас пустят. Применяя его, например. Походу, уже не передумают. Ну да ладно. Забегание лингов идет от Сирала неудачно. 9 часов ветермал смог выбить. Лингов... Ё-моё, как он загромил их. Сейчас здесь выбивается криптумора сверху. Выход, видимо, на ЧСшечку будет. Криптумора сверху. ... ... ... ... ... ... Так, здесь контакт с ней 195-200, масс танки от Ютермала, пошел в замес Микос под танком Био-юнита, вступает в бой Все под Микосом, нельзя ультру подпускать Нужно катить, просто как никогда Не катил, что я делать, пытаюсь Ютермал Но как только погибнет, еще один ультрал Ой-ой, он не погибнет, здесь фаерболы Проходят, здесь Микос проходит Ютермала громит, стирал Здесь забегание лингов, газ почему-то грызут Почему газ-то грызут? Да не, не пустят Возможно Короче говоря, сирал все хорошо сделала 9 восстановил Похоже, все-таки сирала здесь Ютермалу-то не одолеть Медвей искал Не будет налога на туниянство Ну да, зато Платное все будет Медицина и т.д. Дохни, крестьяне Дворяне сей яхт купят новых Все в порядке, короче Все, я молчу больше Так нельзя в этом говорить Нет, у нас тремя я себя хотел Не будем вообще Ладно, это флутно ли что-то Я заметил просто Пошли нахуй все Смотрим StarCraft 171-184 Отмазился Ютермал 3-3 доделываются Либераторов уже не успевает Что-то законтролить Здесь дроп 9, чтобы заблочил Пытается на центре отменить Хатку отменит или нет Центр занимает Ютермал Чик Делает почему-то Уже здесь ключевую роль Играют либераторы А он на танке Зачем-то делает атаку Все, танков-то Стэк уже потерян Но это, видимо По инерции просто происходит 3-3 доделалось Ютермал Сирал только-только 3-3 заказал Хорошие фаербулы от Сиралчика Не успевает Ютермал улететь Теряет очередной Лимит На Пилипины Вот Тайкунов Там что-то много Сейчас Смотрю Последнее Время Ну президент Прикольно Ну тут опять Полицо Кто за новостями Следит Тот видел Не респектует Неграм Некоторым Посланникам Нобелевским Лауреатам Посланникам Мира Черт Короче Ладно О чем это Ребят Минус Камни Реведжеры Заходят Ну что Ютермал Как-то Зашатал Здесь Масс Инфестера Здесь 3-3 Здесь Грейтер Спайер Пытается Пятую А Пятая Вот она В центре Уже Шестую Уже Пытается Сирал Занять Ресурсов Достаточно Много Ютермал Четвертую Занял Пытается Пятую Причем Это Перелетевшие Цецехи То есть Ютермал В подвешенном Таком Состоянии Кого Там Нет На Центральном Сейчас Он Скоро Дойдет Там Будет Везде Я Забыл Как Это Называется Скорость Ветра 280 КМЧ С Порывами До 315 87 Мет В секунду 87 Метра В секунду Видите Ребята Так Короче Здесь Либераторы Харасят Что-то я Флужу Уже Здесь Игра В самом Разгаре Посмотрите Какой Экшон Начинается Просто Замес Кораптеры Туда Сюда Летают Пытается Термальчик Справиться С оппонентом С Сиралом Вот Но не так Просто Оказывается Это сделать Сирал идет Перед Кораптеры Выбивают Либераторов Попытка Фокуса Инфесторов Хорошая попытка Три или четыре Погибла Отступать Нужно В центр Под СССР 150 на 190 Сирала Хорошая Экономика Посмотрите Какой запас У Ютермала Нету Этого запаса Ютермал Не имеет Права Терять Столько Да Я что-то Пригар Устроил Короче Ребят Давайте Я виноват Не будем В чате Срач Устраивать Вот еще Много Старкрафта Что нам Смотрите Сирал Ломит Стрё 180 130 Ультралы Кораптеры ДГ Сирал Зерк Проходит Финал Ребят Финал Общий Финал Турнира И я Даже Этому Рата Знаете Почему Я рад Этому Потому Что Один Единственный Зерк Это Сирал Сейчас Остался Остается Хира Марин Харст У нас Даю Термал То есть Два Тирана И Значит Зеркалки Уже Точно У нас В финале Не будет Это Очень Важно Так Здесь Кто-то Что-то Ожидает У нас Ожидает Ожидает Короче, Харстом против Марина Победитель с Ютермалом И еще с Сиралом Потом финал, ребят, 2 бо 5 и 1 бо 7 Я просто, когда слышу это все Я не знаю, как я доживу Но я доживу, ребята Благодаря вам Вот такие вот дела Не покидайте стрим У кого возможность есть Будет, ну, очень круто Сегодня все Дальше Дальше самые топовые матчи будут, ребят Смотрите продолжение в следующей серии Я даже не знаю, как игроки отыграют Потому что у них там тоже Время не топоряется Сколько, на сколько сейчас Сет отличается На 2 часа от Москвы Или на час Я вот что-то не впуриваю По ликвипедевскому расписанию На час По Вроде как там переводили Стрелки На 2 должно отличаться Насколько я понимаю Ну, я хз, честно Ну, там игрокам тоже очень поздно Очень тяжело будет биться На самом деле Записи будут на ютубе обязательно Вчерашнего дня уже выложена Запись, правда, без первой части Или не выложена Не, пока не выложена Оно будет выложено Короче Оно, наверное, вырабатывается Еще на 11 часов было Но вы все увидите Сейчас я гляну Даже специально посмотрю Специально посмотрю Специально посмотрю Вот оно Да, кстати, смотрите-ка Сейчас я проверю В прошлый раз Провод стриму Пока я проверял Ладно, не буду проверять Что упаду Все равно заливать Сейчас ничего не буду Сейчас в группу ВКонтакте Залью Даже не так Надо через воду залить Ё-моё, сколько я здесь не выложил Так-то Ладно, вот я уже не могу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо, помните, что это важно, естественно, поддерживайте, подписывайтесь на премиум, стримов будет просто дохрена, поддерживайте по реквизитному описанию через плеер, естественно, материально. Ну и отблоки просьба отключать, сейчас реклама есть. Продолжение следует... Ну, хотя ТВТ нудным может и не быть, оно может быть быстрым, наоборот, быстрее даже, чем ПВТ, но не факт, что будет быстрее, погнали, короче. Сегодняшний вот отдых, который запишется... Я выложу завтра, почему, потому что стрима сразу лягу спать и... А, у Сирала преимущество, кстати, в Венерах 1-0 будет, между прочим, за счет того, что он из Венеров вышел в финале. Ну что же, это хорошо. То есть, по лузера, может быть, 4 карты взять, сирал 3 всего. Вот. Выложу завтра, почему, потому что он будет часа два выкладываться, а то и два с половиной, а я не хочу, чтобы Кум шумел нахрен, хочется поспать, завтра ведь еще стримить. Завтра встану рубляком, перестримом все выложу, но и вы там все увидите, соответственно. Так, на секунду встану, выгляну в окошко. На наши зонди напали. Ну, кофе маленечко подоживило, конечно. Погнали. Погнали. Остаются самые стойкие у нас только. Опа, смотрите, какой билд от Харстома. Разве не халявец? Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Но ты сегодня затащил. Здорово, что в такое время можно смотреть? Болею за ютер мальчика. Он все равно молоток. Спасибо тебе, неизвестный. Может быть, ты известный достаточно мне. Ну, бывает, что и в такое время, конечно же, стримы идут. А для тех, кто, например, с Дальнего Востока, из восточной части России, время достаточно выгодное, так как там уже день давным-давно. Ну, не то, что день, там как бы утро хоть, но получается уже не самое раннее. И можно посмотреть, в отличие от стримов в стандартное время проходящее, которое там в ночь получается. Вот. Достаточно много оттуда зрителей. Всем привет, короче. Не знаю, откуда ты. Оракул. У Харстон. Просто дичи них какая-то. Халява адская. Здесь бункер еще Хирмарин хотел. А, здесь... Видите, может, Харстон... А-а-а... Он видел, что здесь халява жесткая. Он видел, что здесь халява жесткая. И вот так вот в итоге впилился. Где Чарлик? Чарлик чалится. А Чарлик, я думаю, что спит на своем любимом кресле. У мамы в комнате. А может быть и рядом с ней на кровати даже. На данный момент стрим идет... Так, 24 часа. Было 11 часов. Получается 2 часа 12. 13 часов сейчас очень скоро будет уже стрим. Но еще часа 2 он пойдет, я думаю, как минимум. Потому что близко к рекордному будет. Почему? Потому что сейчас был 5, потом еще был 5, а потом еще его 7. Это дичь просто. СССР перелетает. Надеюсь, не будет стояний адских в этих играх, потому что я могу и не выдержать просто, ребят. Не надо рекордов. Не надо рекордов. Мне не нужен орден. Я согласен на медаль. Как говорится. Или как там звучит это все? Я здесь, среди теней. Так, говорится Олегович, что 50 на Сбер присылает. Держись, самурай. Я продержусь. Знаешь почему? Потому что я не какой-то там самурай ни о чем. Я русский воин. Компьютерный боец, блин. Ладно, все. А то сейчас какой-нибудь херни на гаражу. Пять бараков у нас. Команда А. Как рай? Я не знаю. Да, она все правильно. Команда это говорит. Я думаю, что просто сегодня было одно падение на стриме. Но нет. Если бы после падения считалось бы гораздо меньше. Пусть 15.00 где-то там это произошло. То есть будет вот выложены сегодняшние три часа. Сначала там игры, а потом еще много-много часов. Спасибо, стеновой ру. Так, здесь Nexus 4 ставят хастом уже. Колоссы 2.1, грейды. Здесь заходят моряки вперед. Парста монета, блинка. Гаем у меня без блинка. Здесь нормально, на самом деле. Отгоняет колосик сверху. И сталкер один заблудился. Что же ты делаешь, сталкеров? Здесь дроп 2 на мейн. Вот то, о чем я говорил. Вот как пилоны действительно надо ставить. Хастом правильно делает. Но что-то тут это... Пилоны-то зашатаны были. Надо восстанавливать и здесь, и здесь еще. Сверху пытается все... Сверху здесь пытается зайти все еще Хиромарин. Ну как-то хрен пойми. Он тут заходит. Не то, что хрен пойми, Харстом. Харстом нормально держит, в общем-то, оборону. Прилетает Оракул минус Оракул. Повнимателен Хиромарин, молодец. Четыре медивака. А вот четырьмя уже можно больно сделать. На самом деле пошел дропон. Куда он идет? На вторую базу. Да можно было... Не, ну на голову сталкерам опасно. В такой ситуации дропаться, когда можно на свободное пространство дропаться. Уверчаж подрезается сразу же. Сталкеры подрезаются. Харстом не знает, что делать. Не разорваться ему. Хиромарин здесь врывается. Начинает шатать. Здесь флитбик он уже выбивается. Кажется, это... Это точка в игре в этих. Потому что демидж вообще критически сейчас получает Харстом. Хиромарин очень жестко разваливает. Но экономика пока живет. Харстом, может сказать, хорошо. Здесь сталкеры падают. Как же мародеры больно им делают. Здесь вроде как отбился. Все дропы сбил Харстом. Так, две минки здесь у нас образовалось. Здесь еле-еле, но отбивается вроде как Харстом. Не того сталкера фокусит. Все. Вроде отбил. 128. 44. Рабов восстанавливает. Флитбика на нет. Этих темпистов не заказать. Но 20 пробок Харстом тем не менее потерял. Но, видите, пока жив. И стабилизаторов добавлять. Второй армор пошел. А где вторая, а также третью атаку нужно делать. И не армор второй на самом деле. Вперед. Почему? Атака важнее сейчас для Протса, чем этот армор. Хотя с другой стороны против двух мародеров, которые с двух рук сейчас, а они с двух рук сейчас стреляют против мариков, армор тоже важен очень. Но демиджа юниты Протсовские будут намного больше. Четыре либератора дропа из четырех медиваков. Вот, то, стру, фа. Это выбить будет очень тяжело сейчас Протсу. Протсу. Либераторы перераскладываются. Перекрыто все. Протсу направление в тупую. И стабилизатор делает залп куда? В никуда ответ сейчас. Под либераторов подлин. Прикрывать либераторов своих. Ёма. Долк потерял. Но сталкеры разгромлены. Колоссы уничтожены. Здесь падает все. Здесь вырыва не идет. Здесь адепты плюс колосс. Но на мэне это печаль. Проман. Умный. Либератор перераскладывал бы Харстом. Маленечко. Под блинку. Надо было сейчас. Сейчас что нужно было делать? Ян бы, например, я думаю, так и делал бы. Он сюда разворачил бы Либератора. И ждал бы, пока сталкеры под него подлинкнутся. Что бы он сделал? Он через шипы перефокусил вот этими юниты сталкеров. И все. Либератор бы там вместе с юнитами Зюков бы развалили. Например. Но это почти что идеальный контроль. Такая ситуация. Ну, к этому и нужно стремиться. Но, по-моему, что-то разбушевался Хиромарин. Так и так. Здесь он врывкой готовится жесткий. Здесь КСН-ки переводят. Четвертую раскачивают. Харстом пока держится. Видите, атака пошла. Су-40-184. Видите, ну, 62-121, мягко говоря, не ахти, да, ситуация? По боевому лимиту двухкратный перевес в пользу Тирана. И 2-2 Тирана на 2-2 Пробса. Тоже это замечательно. Я так. На воздух есть, короче. Викингов 4 штуки, но колоссов нету Пробса. Так что викинги здесь и нахит не нужны. Так, минус викинг. Харстом какие-то нинзаки, нинзаки, короче, тут под блинки делают. Пошла атака. Заходит Марин. Ой, как дестабилизатор может больно сделать. Могло погибнуть еще в армии, но погибло несколько юнитов. Короче, достаточно, чтобы продавить лоб. 1-0 Тирана Марина. Это факт, как ге-ге-ге. Воды склеить. Ну, склеить-то можно, но я точно не буду этим заниматься. Мне достаточно 15-ти часовых стримов. Я думаю, что там просто будет в одну скруппировано все. В один. Вот это все. На гудгейме. И этого достаточно будет вполне, чтобы понять, где и что происходит. Хорошем. На гудгейме. На гудгейме. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, поехали далее, ребята. Что-то подзависся тут. Вот залип. Закрываю все лишнее к чертям собачьим. Ну что, Хиромарин Харстом. 1-0 повел Хиромарин. Сейчас неожиданно, кстати, шатал он очень и очень жестко. Харстома нужно признать. Если победит будет ТВТ против Ютермал, если победит Харстом будет ТВП. Харстом Ютермал. Харстом сшатает частенько Ютермалу. Счет увидишь на экране в НДЗе 69. И как только подойдет время. А задержка минута сегодня у нас. Небольшая задержка. Впереди у нас этот матч против победителя с Ютермалом. Мой победитель Ютермала с победителем этого матча с Сиралом. В финале будет бой 7. Причем, но Сирал одну карту, два фаси имеет сразу же. То есть он из Венеров. И все дела. Кстати, дайте-ка я гляну на ТХСВ. Такой там призовой-то уже скопился. Мне даже интересно стало. 4 штуки баксов. хорошее призовой. Ривер минусную пробочку сейчас. КОНЕЦ! И улетает Риппер. Адептик здесь охотится, но он ничего не сделает, конечно. Остается на ХГ. Что-то странной позиции Харстом его на патруле оставлять. Ну, дома еще есть один адепт, соответственно. Здесь нужно что-то встречать. А, вот-то. Невнимательно. Ну, если бы был Харстом расторопен, то адепт пока здесь стоял, сюда только запрыгнул. Здесь этого принимаем. Отсюда запускаем иллюзию в этом направлении. И как раз она, Риппер, улетать будет. Где-то здесь телепортнется. То есть, есть шанс, что ты добьешь. Но это уже идеальный контроль. Я, как обычно, хочу его идеального контроля от всех. Но это тяжело. Да и не факт, что там перехватил тоже. Так что дело тут такое. Плюс два гейта. Делается блинг. Все стандартно. Здесь полетел дробь 6 мариков без минки почему-то. Минка вообще есть? Нет, минок нет. То есть циклон. Есть либерат. Симпак поздний будет, получается. Ну, сейчас любят все равно такие вилды. Пошатать вначале полет, отминками там. Поездить. Подробовать мариков там с медиваком. Просто вот такие группы. Геликами заехать. С циклончиками, не знаю, попарастить. И стимпак выйти уже там с трех цешечек, грейдами там. А вот третья уже пошла, вы видите. Завтык. Не надо так встакать с депохами. Как оно? С 5 до 6 к аква днимает. С хитрой-хитрой. Либератор на вторую тку пролетает, раскладывается. Вот с этого пилона оверчаж достанет. Я так смотрю, да. Не законтролил хиромарин реберка. Зачем было подблинкиваться, получать демиджа? Ну, 6-4 хп минус. На самом деле, это было не нужно. Абсолютно харстнуть. Так, под... Харстом. Губа-ты, чё такое нервное, а? Вот здесь отсюда отблинкнулся, а медивак туда улетал. Как раз нужно было подождать, понять, в какую сторону будет улетать. Да, только блинкаться. Харстом же нервно блинкнулся вперед, и просто хиромарин улетел в противоположную сторону. Вот эти ссосчики полетел. Здесь это выход прямо для прессинга или выход сюда? Нет, это выход прямо для прессинга. Два танка, циклон. Три даже танка. Один, правда, без медивак. Циклон, еще 14 мариков без тимпака, без всего идет вперед сейчас. А, вот еще один медивак, третий прилетает. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Ну что это значит, чтобы мы приближаемся к концу Машин 2 часа ночи Это бо 5, следующий бо 5 бо 7 Это дичь вообще просто Ну ладно, хватит ныть Я уже достался к своим нытьем Кончено блин А смотриц Надо стримить Субтитры сделал DimaTorzok 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 и мариками и циклоном да так и есть под танк поехал к вам поехал видится на забрать у медивак доберет отлично забирает сюда прилетаю но тут удивляться нечему интересно за что так пилон бревает хиромарин второй тоже сейчас бреет также любят здесь этих темпистов ударить так не ну здесь хорстом смотрю смел хиромарина он уступил но делается стим еще другу мишкир в конец оборзел наверно мишкир не согласен что ничего не сказал в этом плане так если мишкир в конец оборзел тут некоторых пассозоев на этом сайте нужно в жопу я извиняюсь кое-что моему нет вот потому что ну во первых миша и гореть редко у вторых и благодаря нему мы здесь ему мы смотрим здесь эти трансляции крутые ну на моей памяти хоть раз вырывался ли слон на этой карте ну тут намечается шутка про реву только игрок с таким адовым скиллом как рева вот когда играет на этой карте слон чувствует что пора вырываться потому что под таким божественным контролем под божественным началом револьверчика можно втащить я слышал такую историю но ни разу не видел как он вырывался все равно ну да ладно давайте смотреть далее 4 циклона ой 4 темпс то здесь фениксы прилетают одного забревается но и больших потерь между прочим так у хвостом у золота уже вовсю добивается берет все вперед идет глефы готовы плюс один на что у готова зато играть собрался я еще побегу да и диванчик уже не новый ну что ребят здесь пытается ворваться хвостом но нет он как терпит как же криво на этом повороте бьется темпистов вообще ничем не прикрыть так у дфл что-то не вкуриваю слишком сонный ну ладно сложный прикол как говорится хотя может быть и даже я знаю и в курсе но чё-то я подзасыпаю ладно не суть вопроса то продолжаем смотреть да простят меня за мой юмор да не будет у рифчика гореть так как иногда бывает 145 155 давит хиро марин посмотрите как маленький какой дпс вообще но падают фениксы ой падают падают эти как их ну вы поняли викинги падают продолжается давление верчаж снимается второй верчаж надо снимать варп тоже падает в итоге странные переблинки от харстома грейды всего одна атака у проц но атака и у тирана одна тоже у тирана то не только юниты одни бараковские у него есть и между прочим либераторы танки продолжает гиро марин давить адепты падают но адепт со сталкерами нормально здесь демаджа наносит 80-104 двухфазовый прессинг здесь не заходит по моему так нужно увезти сейчас увозит танк сэшка с мэйна перелетает не что тут а здесь у хвостного 4 вот если бы если бы а а всем понял я очень не курил я думал там хитро историческое политическое подоплека так действительно вот таким надо может выстрелить согласен с тобой как код чешусь а хех хх ладно хм хм короче держится пока держится хиро марин но я думаю что навряд ли харс там здесь пищу то отпустит хотя всякое может быть здесь здесь адепт два дарка суматоха паника все начинает кататься но в итоге сообразил херма лично с ксмками отбиваться скан то есть хрен там был 2 цсш они есть 50 энергии марики все уничтожены дарки заходят 90 нас нет здесь все ясно в этой игре дошли марики темписта минус улиц подлинг сталкера делают бревая тут несколько мариков гг а и краж сдается мне что хире марин мог продавить если б он по грамотне сконтролил в той атаке викинги на вертяжах отдались марики там танковали сильно слишком отдавали ну что ждем четвертую и 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 абсолютно очевидно да что сравняется счет какой-то странный звук мне показалось поезд идет ночь все-таки есть железная дорога в километрах 3 отсюда 4 примерно не 4 много да и может и трех нету даже не на момент по прямой наверно да может два с половиной 3 если бы я спокоюсь сейчас сон по счету видел возможно бы я не видел сейчас но потому что сны сняться при быстром сне вот а сейчас вы просто я бы отключился вы как бы обычно это под утро происходит как бы быстрый сон а вообще максимум больше 900 включите и очень-очень для памяти круто их запоминать вот из сеть кто 9 помнят у того память вообще крутая как такую расклад такой потому что очень часто мы ездили с брюсом и с пацанами москве кадре еще где-то вот и титан рассказывал нам свои сны вот он мне кажется иногда и 9 помнил ну вот если бы мне просто это вот реально в стрим рассказ про титановых сны титановых снов на каждый стрим ставка это вот на плюс 50 процентов доната и даже к рекламе потому что и плюс мне к настроению я даже не могу пересказать как это это захватывающее полетел на дивак вперед опа оракул залетает что у нас здесь есть да ни хрена тут нету а чё оракул назад полетел да непонятно чё полетел сраблая блока больше нет так здесь адептик и куда адептик третий пошли 1 адептик трипера чё тремя а ну побоялся чё-то побоялся хастом что минки прилетят все меня не телепортнулся туда попытка отменить третий нету у оракулу залп и по фениксу залп прошел поэтому здесь по оракулу он бы погиб а а феникс выжил у него кп больше жалоб на память открою тебе секрет если у тебя нет жалоб на твою память это не значит что у других нет жалоб на твою память понимаешь ну а по факту как бы я не уверен в достоверности даже этой инфы вот какой-то нагромождение зданий здесь на мэне они расположение нормально опять же говорил я всегда вам стройте группами здания утра в одном здесь вот эти все здесь пропутать между этими такой же проход оставить это нормально ни в коем случае в линию так не стоит что юниты не бегали при необходимости вокруг круто понятно что может нам они даже не метод никогда не оказаться в и оппонента но если они окажутся может плохо бы так еще можно было сказать у меня нет жалоб на память на не забывая ни на ни одного сна вот а вот вот твоей памяти на тебя жалоб вполне много вполне достаточно просто ты не помнишь лишь каю мыло но и так сказать ладно шутки шутками короче не будем короче не будем запариваться давайте смотреть 120 и 121 60 8 59 что-то парабам очень неплохо хорстом здесь ведет здесь третья цеха у хиромарина 11 доделывается армари где армари вот она почти в тайминг армари все хорошо ребят бывает такое случается 236 у нас еще даже даже финал не финал лузеров это и даже не последняя игра возможно здесь меня это честно гребешка напрягает вообще это значит что мы можем часов до пяти сидеть примерно ну ладно плакать не плакать тут нечего надо стримливать и идти дрыхнуть да не спать пока не хочу а сосательные конфеты не пойму не понять могут ребята короче полетел мульчик сюда очередной экономику глянем экономика у тирана конечно же выше еще за счет мулов вы видите потери потери не значительные по 6 юнитов с двух сторон примерно по стоимости равна 2-2 уже у тирана раньше чем один вопросовский это для просто не очень хорошо естественно так здесь выход на сваливать так тут куда-то же где там зал как будто был мин как отстрелян где минки а вот на целлнаге кого-то минка подрезала сейчас так четвертый никс уже ухарскому ну тирана больше по лимиту хиро марин смотрите немножечко волох отца заказывали говорит хиро марин просто четкая биос грейдами плюс плюс викинги то есть это та клик по земле и пи викингами фокус колоссов почему нет почему нет давайте посмотрим как сейчас работает здесь есть бункер все в порядке приводит хиро марин ребят четвертый никс моментально двести сто восемьдесят девять два два есть здесь первый дестабилизатор присутствует надо идти биться ему и чё здесь хиро марина бегать колоссов есть чем откукать гвардиан правда шил тут тоже присутствует зал дестабилизатором пошел да ладно там один дестабилизатор фигню дэмэдж наносит второй пришел залп еще один не подрезает много билу здесь этими залпами на самом деле и харстом вот хиро марина ступает и харстом кстати я бы не сказал что у харстом тут какая-то экономика прям хорошая хиро марина ступает на стиме блинка нету загружается улетает да можно было и убежать по моему это все надо вылечить разгрузить дышишь ты висишь-то емое завис братан чё-то надо разгружаться 3-3 делаются 3-3 это круто наконец сообразил хиро марин здесь полудохлых юнитов миллион а он что-то летает да разгрузить ты все вылечим и дивак энергии очень много сейчас быстро вылечено все юниты вот здесь а харстом что харстом двигается вперед на дестабилизаторах минка очередной раз бабанчик сделала по 4 либератора стоишь то рейдж либератором значит надо делать что тут говорить он вообще в хлам всю законтрит мародера одного зацепила дестабилизатором сейчас еще очередной скана пошел от хиро марина четвертый цельщик а здесь есть агрессивный подвинку четвертую цеху дестабилизатор заедут здесь ну не в молоко но не так уж много юнитов убито где либератор то они раскладываются хорошая залпа дестабилизаторами либератора как не раскладывались так и не рассказывать почему-то вот харстом подлинку с очень нагло либератор пару раз успел даже выстрелить и стабилизаторов киро марин сбривает отбивается здесь надо не отпускать их сейчас просто не отпускать и все нищие юниты просто нищие 32-130 3-3 атака уже готова меня не аккуратно так на патрон бежала я сейчас думал будет просто бах и минус юнитов много здесь планетарка все 33 у хиро марина на давите че 150 на 130 перемасил оппонент своего как я посмотрю не их устарством правда восстановил без колосиков правда тяжко будет либератора по 4 штуки строится реально много сделал бы раньше было бы вообще бы очень очень хорошо но раньше нет у хиро марин вперед выходит хорошую игру демонстрирует сейчас креды дел очень очень четко мы сегодня массы игр со штормерами видели просто сейчас стали стратегии почти все играбельными как бы вот опять тоже нахрен все то одновременно перераскладывать либераторы почему великолепный сплит со стороны хиро марина от дестабилизаторов дожимает карстома минус все био 33 грейды просто разрывая здесь 32 только у просто пишем гг выходим 3 1 хиро марин карстом пишет ггвп просто он занимает четвертое место в данном турнире в призы должен попасть был про хиро барин идет биться за финал за право выход финал за дым заταкивает т но и и так и термалки моим ждем так и термалки моим ждем так финал не может быть ТВТ сейчас матч финала лузеров в финале зерг ждет победителя то есть в финале абсолютно точно будет ТВЗ ну а мы ждем игры сейчас вычеркаю это начнется все я жду вместе с вами нет 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы стать единым целым с шипами, инновационные шины Континенталя... Рина-то я-моё выскочил резко. А я не жал рекламу, откуда она взялась. Шипы вылезли откуда-то на Континентале. Ну всё, ждём пост и будем заходить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ледоколы... Чё проверял, я чуть не понял. Я уже забыл, что говорил. Так, говорит, ты держишься? Не, что они не заходят-то в термал... Мы, наверное, отдохнуть пошли. Стрел-90 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, держаться. А я спать пошёл. Спасибо за сотен стрел. Спасибо за сотен стрел, можно было бы не говорить и желание у людей не поднимать, но... Не спать, я сказал. Понял, Ледоколыч? Проверяй кнопку рекламы. Ох уж, 93 рубля за сегодня стрелку. Блин, реклама есть, да, смотрю. Всегда вот столько было, хотя в 2013-м, там, в 2012-м году, если б я так сказал, бы лива дикана в 11-м начиналось. Если бы знал бы, что столько реклама будет, как сейчас, да? Ну, хотя, да, что в мире будет творить, знал бы. Понятно тоже. Раньше реклама была в десятки раз больше. Спасибо всем, ребят. Не спим. Почему? Потому что впереди самое главное. Сейчас ТВТ и против Сирала будет финал, либо реванш будет Ветермал пытаться брать, либо... ... ... ... ... ... ... ... ... Движен нужно по-сиксить. Киромарин может видеть монитор ЮТермала. Спасибо. Вернуться в 2011 год. Да понятно ледоколы, что делать. Да раньше как-то и от блоков столько не было. Я помню просто, ну... Я помню, что были стримы, когда с рекламы... Да и в Старкрафте зрители как бы, ну, было, было, что... Три, две-три тысячи, это было нормально абсолютно, как бы. Потому что там наши брали турики и т.д. Вот. Помню, что было тысяч пять, как-то даже, там, по пятерику. Просто реклама со стрима выходила давно, как-то были такие дела. Вот. 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 Дальше. Вот. 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 Продолжение следует... 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 Почему нет? Так, Ютермал приезжает. Не готов. Киромарин тут нормально бой принять. Смотрите, гранату может выкинуть надо было бы. Или он и уничтожено. Все здесь уничтожено. Проблема на второй базе, ребят. Бомба лейла какая-то произошла. Сейчас здесь три ксм-ки погибло. А здесь-то кто ксм-ок шатает? Я чуть не понял. Кто-то шатает, не знаю. Ну, Киромарин потерял больше, это факт. Видите, 700-400 и ФП что-то происходит. На Сберии, я смотрю, здесь походу. Так, Павел Викторовичка. Опа. 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 Спасибо тебе, Павел Викторович. Знаю, что ты ровненькие любишь. Циферки двоечки, четыре там, единички. 55 долларов на Сбер приходит. Спасибо из-за океана. Спасибо за океан. У вероятных друзей наших, наверное, ты находишься, судя по валюте. Вот. Кстати, сколько это было? Спасибо большое за поддержку. Взаимное уничтожение экономики идет, но все живы пока. Так. Так, 6-30. Осталось. 9-400. Так, 6-30. Спасибо большое. Наши КСМ атакованы. Ответный огонь! Бегомар! КСМ готов! КСМ готов! Спасибо, Ботаник. Я смотрю, какие-то буковки не такие. Спасибо тебе большое. Вот. Спасибо большое всем за поддержку. За океаном-то уже, наверное, сколько там времени-то, ну... Явно не сколько, не... Явно день или утро. Насмотря где, короче, не буду. Гатчеты я леплю уже, херню. Так, викинги висят тут. Здесь накоплен хороший лимит. Чем он хорош, я даже не знаю. Ну, марики, наверное, общительные. Смотрите, какой кучей стоят. Чисто команда видно. Вот, чем он хорош. Чем хорош. Прилетела банша минус банша. Хиромарина сбивает. У Ютермала третья ЦЦ. У Ютермала почти готов в тим. У Ютермала все лучше. Но у Ютермала марики с одного барака строятся. Как это так? Я хзну. Псити на добычу. Просто 2700 на 1600. Спасибо, Ботаник. Вот, тебе. Добавлю Павла Ихтаревича, пока есть время. Как-то так. Улучшение завершено. Кому навешать? КСН готов. Ответный огонь! Так, призовой данного турнира уже больше 4000 долларов. Все, я что-то, ребят, извините косячу. Стрим идет уже 14 часов. Еще два с половиной часа и будет рекорд. Надеюсь, что не будет. Он побили даже. И даже 16 не будет. Вот. Ну, а еще побольше часа стрим пойдет явно. Потому что это БУ-5 только началось. Еще БУ-7 финал. Вот. И это ТВТ. А ТВТ может как быстрым быть, так и очень долгим на самом деле. Короче, ребят. Что творится-то? А творится здесь движуха. Движуха серьезная. Танками позицию меняет Ютермал. Постоянно пытается отбиться. 1-1 у Термала доделывается. И щиты, кстати, у Термала на Мариков доделываются. То есть истинные щиты. И здесь без щеков Марики. По Викингам близкость. Тут так. Либератор падает. Пытается Мариками Ютермальчика догнать. Не получается. Как усирал ЗВТ. Ну, посмотри сетку и поймешь, как у него ЗВТ. Почему же он в финале турнира находится уже. Вот. Так, Ютермал какие-то здания убивает. А вот ему танком не выйти. Все правильно. Надо перевести. Реактор переместить. 2-2 практически одновременно пошли. Плюс. 1 на технику практически одновременно пошли. Но Ютермал чуть плюсе по лимиту. Ютермала четвертая ЦСЭХа. У Киромарина только доделаются щиты. Тут очень выгодно тиранами кэштайминг. Пока щитуха у оппонента не отловить. Но тут просто не получится. Здесь маленьких громят просто. «Привет, у него со стримера». то есть ты предлагаешь мне на кто будет сидеть то если не я до конца здесь я пойду спать а кто-то трендить не ну как бы да ну ладно это как мужика на студии как он чисто там камень профессионально да там конечно одному нельзя стоить здесь то пофиг здесь теплая домашняя атмосфера можно отвлечься я думаю вы простите меня там если что серый вульф про латвию слышал нет про латвию не слышала что латвия сера очень сильно вырос за последнее время ну что тут 195 166 как-то потери одинаковые термала больше просто на 30 лимит сейчас на 20 ира марина сразу 3 атака на технику пошла 22 тоже доделывается и термал не втыкая нужно игры бы делать сейчас ресурсов достаточно вполне награды и сети викинги смотрите как висят можно под них на стиме ворваться и просто за секунду их и изничтожить 3 3 ни там ни там не заказано почему но здесь хоть вторая атака заказана четвертую занимается хиро марин здесь 4 уже занято и термал что сканет везде встречает мариков танка 6 танков прийти подлетают хороший зал в это время здесь маленький стим патчица туда-сюда бегают на стиме забегает просто у ее минус ссс как четко сейчас термал и мариками разменялся решил не улетать правильно сделал размен в принципе неплохой цсс у минус ну и здесь танки до сих пор есть но викинги отогнали пришлось три танка здесь в тупую оставить ну да в середине можно да о чем не перерыв вдруг дохрена бы было время короче спасибо громадное всем за поддержку спасибо секвайу викторович удачно на родину вернулся викинги бьются до конца вообще не до конца контроль от ветермала отгоняет хиро мариновские медиваки сейчас на 20 рабов больше три базы в четыре получается бунду убежище готовят по землю да даже в новоинстях в москве тоже бомбоубежище как бы готовят во все время такое сейчас но я не думаю что что-то будет 3-3 ю термал заказал киро марин не заказал у киро марина на толстая атака на танки доделать здесь марики на ламуруются сверху танки дают нормально дэмэджа ю термал здесь опять сссс у минус нума контр забега нет здесь нету здесь нету медиваков здесь марики перестимпатчились они все дэмэджные в мясо киро марин то переворачивают игру посмотрите у него танков здесь больше всего больше четвертую прогнал и термал вниз приходит какие шнуркоманищие здесь просто ксм очки всех просто сливает в секунду развалил конечно же киро марин все но по танкам то он в плюсе 10 ё-моё как эти 10 танков убить короче не будем за поле тотал не думаю что короче не хотят сгинуть гг пишет термал офигеть марин перевернул вот это до 10 танков зарешалось плюс 2 не думаю что бужуи захотят сгинуть в пламени ядерной катастрофы да и не бужуи тоже никто не хочет не понял кто там кого поддержал на главном стриме но турнир вы можете тоже поддерживать честно скину ссылочки на поддержку данного турнира как и мой канал естественно вы знаете как отблоки просьба отключать премиум подписываться стримов будет просто немерено вот в ближайшее время особенно в ноябре как конкурс стримеров будет вот так что такие дела кида кида на турнировские реквизиты на турнир Извиняюсь. Ну, Сирал Ютермал уже развалил, может у Хиромарина больше шанса по лузерам, я не знаю, но я думаю, Ютермал еще не сдается. Сейчас закрою окно, что-то вроде как бодрит, но что-то уже сопли появились. Сейчас, ребята, акламалисом попшикаюсь, точнее там уже не акламалис, а тупо физраствор, а акламалис это и есть физраствор практически. СССР готов. Обязательно бахнем, но не сейчас и не раз. Ну что, через риперов начинают оба. Вердос тренется сейчас и в этом турнире выступал 0-4 в группе. Но нужно признать, что сказали, что в 10 он будет играть, а играть началом в втором часу, как бы, по режиму Вердос уже спит в это время. Естественно, это не очень, но все-таки надо как-то ответственнее подходить даже в такое время. Но я понимаю, что на таком высочайшем уровне тупо не отыграть, когда вот такой режим. Очень тяжко. Ну что, и термал в этот раз красный, фиолетовый у нас. Оппонент его длил в зеркальные риперы и гелики. Хотя, не, не зеркальные, есть два рипера, есть два рипера уже с гелик. То есть, факта более ранние намного термала была. Ужго-то. Так, и термал на ровном месте Оппонент своего разводит, смотрите Два амарика вышли прям под гелик Два рипера накидываются КСМ подконтролил термал Контроль просто великолепный Сейчас с его стороны Нужно сваливать, и всеми свалил Вот это было круто Посмотрите, вот потери А у термала нету Молодец, у термала очень хорошо начал Но по лимиту как-то вровень Все равно и в рабам вровень Спасибо Дрогу Вар Спасибо всем на всех сайтах Это скадывайте Гудгейм, Твич Виде ТВ с одноклассниками Всем тоже спасибо Здесь полетел дроп Танк 4 марика Ну, Стрэнджевой раз да, конечно Но К сожалению Нет, не к сожалению Для Стрэнджа правильно Нужно учиться Пошел сейчас учебу Стрэнджа так С танком залетает Ютермал Танк бабахает Здесь минус все А здесь танчика-то нету Заходят гелики, риперы, марики Потери все еще по нулям у термала Как это удается ему сделать 50-63 Но вот это уже вообще Злезь, конечно До такой стадии по нулям просто Ноль юнитов Причем при такой атаке Где уж танки там все дела Так, заходит термал на ТГ Танк первый выходит Здесь Еще пару юнитов подрезал И все равно потери нулевые Так, пытается Киромарин идти вперед Термал принимает бой Либератор Раскладывает Танчик переводит назад Немножечко И все Потери уже, потери Конечно же есть Еще и нельзя Пока базу занять Стрэндж пошел на учебу Я бы не говорил И сейчас он мало Тренится относительно К сожалению Не может свой уровень Которым он может Отыграть Показать Сегодня относительно Неплохо Сыграл В топ-8 Вошел Но это не показатель Топ-8 Для стрэндж таких турниров Он может и проблевать И в топ-3 попадать Здесь легко И выигрывать Банша с инвизом От Ютермала Летит По-моему На точку Уже ставить Это банша Рэйвен улетел С мэйна А в это время Сюрпрайз Мазерпака Как говорится Прилетает Банша Разваливает 75-62 Викинги прилетают Инвиз врубай Инвиз врубай Ютермал Царь Успел убить 10 ксм Кинус 11 По-моему Это ггвп Ребят Но Сказать сложно На 100% Два рипера прилетают Они откуда Эти-то взялись Фраера Не ждали Говорят Вообще Прилетели И еще Две ксмки Минус Три ксмки Нет Третью не успел Убить И термал Еще один уйдет Похоже Или это не будет Отпадить Не будет 3 июня Это уничтожено Вот так Третья цеха Утермал 83-68 Нет Здесь он уже Я думаю Ничего не упустит Но попытается Хермарин Что-то сделать Хотя здесь Третья цеха Тоже Нужно лезть Вообще А вот опять Прилетает За братана Нул активировал Премиум на ваш канал Рипер прилетел За братана Сейчас вам Я за второго Отомщу Говорит Начал стрелять Но никого Не завалил Только пошугал Прилетела Банша Минус Банша У нее нет Упа Я штук Смотрел Не было Энвиза Или он доделся Прямо во время Замеса Либератор От Ихера Марина КСМ Выводятся Танки Здесь есть Отбиваются Ветермал ГГ-11 На первый курс Пошел Спасибо Неизвестный Подписавшийся На премиум Выводятся Выводятся Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Старкрафтерам везде легко... Отчасти можно согласиться... Старкрафт тащишь... Если значит... Не совсем... Тормознутый по ходу дела... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я бы сказал... Я бы сказал... Продолжение следует... 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 не может ванша с четырех ударов благодаря медивар термал чудеса контроль через секунду пара вводит скан не надо сканить блин скан кривой пошел ушла еще ванша ну а что делать то у самого ванша вперед летит и тоже с инвизом а здесь уже туретки везде запилены так заходят танки термальские пошел ба оп хорошо успел сюда стрелить дэмэжа много на нем ну фиры марина идет вперед а турели марики идут марики же без тима но и так они разваливают без тима 62-67 здесь третья цсэха кстати за счет третья цсэха но здесь тоже третий здесь один один парабам как-то термал установился сейчас тоже один один кстати клюв умудрился и не просесть особую термал то здесь что самое странное еще б циклонов контролил бы своих так викингами ветер мальч встретил отогнал ну вот сейчас очевидно разница по лимиту становится но здесь третья уже смотрите как раз за счет этой третьей можно и переворачивать игру пытаться плюс два барака плюс еще два барака 5 будет здесь тоже самое происходит но все чуть раньше у хиры марина знает что это марик думал минка нет не минка это марик у нас нет coronавируса нет 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не, ну, братва, это ловушка. Здесь вон дальнобольная артерия стоит. Бедные пацаны. Остался только с одним хп живой, кстати. И пострелял еще здесь. За всю мазуту, короче, за братву. Так, 150, 160, 187. Четвертую занимает сейчас Хиромарин. Ну, я говорю, он на шаг впереди постоянно. И Ветермал не может этот шаг восстановить, нагнать. Врыва сюда не будет, как вы видите. С Ксилнаги видит Хиромарин, где Ветермал находится. Перехват будет этой группы? Нет, не будет. Здесь какой-то гигантский дроп планировался. Ну, дум дроп может перевернуть такую ситуацию, действительно. Черт, ИЦ-шка делает. Здесь Ютермал бою принимает. Развалит, между прочим, Хиромарина Мариков. Но Алик investment потерял все. 3-3 делает Ютермал. Ну, кстати, 3-3 раньше за ту делает. Вторую атаку на техниеправне делает. ЦЦ-хо летит вперед сейчас. Нужно дефить, а то ЦЦ-хо будет сейчас грамотно Ютермал, естественно. Здесь марики вперед выдвигаются. Такой, через верх. Здесь викинги стоят. Я как-то мало комментирую, а надо комментировать. Так, танки прилетают, фиромарина 3-3, вторая на технику заказана. Танки ютермалки что-то дропнут, да не все, но планетарку долбят сейчас, это очень важный момент. В это время любимое дело от ютермалок, что забегание на мариках, хорошее забегание на мариках. Так, здесь выход идет, здесь стимпак от ютермалчика, открывается два танка, здесь всего лишь, а танки падают моментально, здесь марики пришли, марики сейчас погибнут моментально, здесь хиромариновские забегание вкатывает, здесь очень и очень хорошо, СССР надо фокусить, конечно, 2-2 грейдами, что и делает в термалке, здесь чего, здесь попытка дропнуться в танки, подпланетарку, нет, прохладная история, подпланетарку дропаются хиромарин, но ютермал принимает, идет вперед хиромарин, кстати, отжал ютермала, и что-то опять танки зарешали, и викингов что-то подпринать здесь, но ютермал третью развалил, ну блин, вот если б, если б ютермал получше против мариков, сейчас законтролил бы вот этих, которые дроповались в танки, было бы вообще замечательно так, замес подпрыжу урожай и и и и и и и и и Рандос, ты какой-то бред несёшь сейчас, умнера полезные, тупого. Давай будем все дегенераты и комедикуб смотреть, бухать синего удара, как бы. Ещё ты решил, что для всех людей счастье, как бы, это денег побольше. Вообще. Ну да не будем об этом. Учатся-то люди не только, чтобы работать, а для общего развития, в том числе. 153, 193, пятую ССУ здесь уже Хиро Марин занял. Литермал пытается захарасить, хороший залп и танками прилетел. Вот опять забыл вторую атаку на танки сделать, кстати говоря. 160-200 по лимиту. Пытается ветермал опять вытянуть на четвёрку базу. Приходят маленькие танки подбревают, здесь сзади тоже танки летят. Опять здесь забегание пошло. В этот раз приём к забеганию обеспечен просто жёсткий. Очень стимпач Сахиро Марин. Похоже на 2-1, ребята. Ну и термал не сдаётся. Залевает тут Хиро Марин. Ветермал 130 на 190 не даёт вообще в ЦНРе занять. Здесь социальщика 9 часов. 115-166, викинги проблевают. Не, ну здесь у термал, смотрю, даже в центр вышел. 110-160, пытается сбрить. 160-103, ребят, прирост гигантский. Растянулся прирост у Хиро Марина. Ему нужно просто собрать всё в кучу сейчас и дожать на самом деле. И заходить в следующую игру. И биться против Сирала. В следующую игру точно не биться против Ютермала. Брихи его и биться с Сиралом. Так, подловил Ютермала на раскладке сейчас. ДГ, он еще 2-1. ДГ, он еще 2-1. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Четвертая игра, поехали! Наконец-таки быстро стартуются... Ютермал 1-2, Хиромарин... Чувствую, Ютермал совсем сдаваться здесь не будет... Будет идти до конца, конечно же он... Ютермал сегодня... ГЛХФ Гейб, я не знаю имя там, это что ли... Киромаринок, какое у него имя, сейчас я гляну... Где у нас тирана был... Да, Габриэл Сегат, Гейб... Габриэль разрушитель просто... Сегодня уже был Сирал там какой-то... Этот... Зверь, короче... Ну, я хочу... Ты! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Татьяне, погодите Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В итоге В конце А здесь еще здесь Going Gray 500 Марика Минуснул Дайде назад поехал циклон. Кстати, без него здесь тяжко будет отбивать вторую базу, так скажу, но циклончик быстро вернулся сейчас. Банша влетает на вторую, где Рэйвен-то, ё-моё. Скан пошел, но Банша смогла уйти, здесь можно пролететь Рэйвеном, Рэйвеном циклоном пролететь сейчас. Проезжает Хиромарин, не нашел Баншу, подальше надо чуть проехать. Вот она висит, хитрецкая Банша. Минус Банша, хорошая работа. Треть сэха сверху пилится, уже почти готова у Хиромарина. 1-1 стимпак, здесь тоже очень четкие билды исполняют оба. Туретчика на Мэне есть уже у Хиромарина. Банша еще взлетает на Мэн и начинает наваливать. Нужно ловить идти. Здесь Ютермал решил не стоять, улететь решил отсюда. Так, здесь какой-то выход готовят. Здесь два танка уже стоят у Ютермала, нужно ли Хиромарин, куда идти вообще. Думаю, что не стоит либо просканить и понять, что не стоит, ему нужно. Автотурель Малека развалила. Так, здесь три танка. Кстати, вот этой автотурели, было бы две автотурели. Мне кажется, можно было прорваться через этот хитрецкий проход сейчас. Ах, турель пошла. Сплейт пошел у Хиромарина. Викингов посадить бы ему желательно в данной движухе. Танчики минусуют. Смотрите, как зашел Хиромарин. Мулов Ютермала уводит, но и Хиромарин просто в лоб его ломает сейчас. А викингов, чё б не посадить викингов и не развалить вообще в мясо здесь оппонент своего. Заходит Хиромарин, танки в сич. Циклончик бьется здесь. Ё-моё, танки-то как не вовремя засиджил. Викинга поднять бы! Циклоны падают, танки подбреваются. Ну ё-моё. Вообще, с танки в сич абсолютно не нужно было Хиромарину. Ну ё-моё, как так? Так, факторочка пошла. 77-87 по лимиту. Термал уже 2-2. Делать тоже 2-2 пошёл. Блин, вот мог же Хиромарину убить здесь. Просто жёсткий был в рейв. Нахрен в сич танки ставил. Заходил бы без сича, смог бы контролить, назад отступать. Здесь бы сваливал. Викинг их поднял, а ваншу фокуснул, которая неожиданно сзади прилетела. Взлетел чуть-чуть Ютермал, по всем имитам пострелял, ничего не убил. Сканить нечего здесь, ваншу не надо нарываться. Минус бандшал, как раз во время скана инвиз кончился. Прикольно. Вот Ютермал, очник Хиромарин, молодец. Он постоянно делает грейды на технику. И по лимиту сейчас в плюсе, и 2 факты работают, как бы всё очень и очень чётко. Здесь же грейды на технику чё-то не заказано. Ютермал куда-то побежал, опять забегание мариков без медиваков. Сканит Хиромарин, здесь Марика развалил. На стиме врывается, Ютермал прекрасно видит, как Хиромарин всё врывается. Щипы готовы, а здесь, здесь давно уже щипы, насколько я вижу, готовы. Так, танки принимает Ютермал. Ютермал на Мэн залетает. Тут 2-2 фокуснуть бы, бесценно было бы, конечно. Но 2-2 не фокуснуть, зато работа развалилась. Ютермал передроб на вторую будет. Будет, но там Мариков миллион. Нужно на Мэне заново загрузиться, может быть ещё... Да, получилось ещё несколько Мариков подрезать, и это нормальный размер, в принципе. Текст. Пошла... Пошла сейчас сенсор Таварка. Факты 2 всё ещё. А у Ютермала вообще 2 факты работает или 1? А у Ютермала факта 1 работает, судя по всему. Да, да, 1 факта на 2. Значит, по танкам будет преимущество. Ну, пока нету, 7-6. Но там уже 2-2 атака на танки идёт. А Ютермал даже первую не заказал, и он будет проигрывать в лоб, на самом деле. Замесы все. Пугает Хиромарин Ютермала. Здесь забегание Ютермаловское без мегиваков, как обычно. Ещё-то перестимпатчился Хиромарин, надо вылечиться всеми. 3-4 цеха у него уже полетела. Здесь только доделывается. Пугает Хиромарин. Ну, опережает он Ютермал, я скажу вам. Во-первых, по экономике на шажочек впереди. Во-вторых, сейчас будет 2 атаки на технику против нуля. А для танка Сиджем это по бронированным вместо 50-60. АПО. Удадите, АПО. А не Утермала. Удадите, кого я выбрал-то? Нет, это я Хиромариновского танка выбрал. Утермала, вот они летят, они по нулям. Восемь 35. 35 дэмэджа по небронированным. А так плюс 3, 38. Плюс это 41 вообще. Так, ну эти марики могли бы планетарку фукуснуть. При условии, чтоб ее никто не охранял бы, но... Так, я не понял. Ютермал сейчас летает танками. Мариков держит на забегании. А как он отбивать вот этот выход собирается? Для меня загадка просто. Сканит Хиромарин. Прилетает, дропает пару танков сейчас. Танков больше. Плюс 2 доделалось, плюс 3 заказано. Он заходит просто в лоб. Проблемы у Ютермала здесь очень большие. Танки на плюс 2. Они просто крошат сейчас. Просто крошат, ребят. Мариков всех слил Хиромарин. В это время врыв от Ютермала на планетарку надо вычинить. Планетарка с мариками нормально дерется, но их слишком много. Они авто засплитились сейчас. Сверху приходит Хиромарин своими мариками. ЦС-чку забрал. Конечно, Ютермал ему, но... А чего Хиромарин отступает? Я чуть не понимаю. Нахрен он улетел. Понять не знаю, зачем улетел Хиромарин сейчас. Стрелял бы танками. Но он забоялся. Сейчас викинги выйдут, видимо. Воздух прогонят и все. 33-141. Печаль есть. Цеха новая летит сюда сейчас. Можно под планетарку было, кстати, Хиромарину зайти в данной игре. Вот сейчас вот просто туда пойти вниз. Тук танков у него. 12 на 7. И третья атака делается у Ютермала по нулям просто. Он уже дичь какая-то. 35-50. А здесь уже танчиков нету. Сеха пошла. Здесь Сиджа 19-51. Так, здесь забегание очередное. Ютермал идет. Он с темпачи сопринимает. Здесь. Маликами надо отступить. Хиромаринчик отступил вообще. Отступил. Можно взять 3 не дэмэджа на хп и лететь вперед. 163-150. Я боюсь, что сейчас... Точнее, я не боюсь. Это и хорошо. Будем в финал смотреть. Третья атака, мне кажется, будет решать очень-очень сильно. Так, Ютермал выход в лоб делает через центр. И Ромарин пару танков дропает, видит, куда Ютермал идет. Так, что-то беготня. 181-184. Очень напряженная игра. Очень напряженная. Хиромарина больше пока по лимиту. 3-3 и 3 на технику атаки. Ё-моё. Четыре викинга сбил. Здесь танки залетают под базу. Третью сейчас. Хиромарин дропает СКГ. Разваливает Ютермаловские танки. Он сейчас берет все и улетать пытается. То есть здесь 176 молоденький. Хиромарин прикрыл. По три танка сейчас трое. Но нужно идти драться ему. Просто ворваться нужно через центр. И самое главное ему дропнуть танки. Все сейчас нормально. Тканет Хиромарин. Вот сюда залететь просто. Дропнуться и убить. Летает наверх Хиромарин. Передропывает танки. Загружает Мариков. Часть берет с собой. Сканет. Здесь забегание. Пошло в лоб. Здесь три танка. Четыре танка даже есть. Три из них сиджет. Просто против Ацесехи снизу Хиромарин дерется. Передропнулся. Два танка оставил на ТГ. Наламывается на Планетар. Планетар Камин. Здесь Мариками приходит. У Термал. Разваливает. На халяву кстати говоря. Но опять же это забегание без медивак. Поэтому Хиромарин сейчас простимпатчится. У него Марики менее дэмэджные будут. Но здесь слишком много наркоманья этого. И так. Хиромарин вперед еще идет. Дум-дроп на мейн попер. Да. Пошел Дум-дроп на мейн. Забирает Мариков. И у Термал реагирует. Танчики дропают. Хиромарин раньше дропнулся. А у него-то с тремя атаками танки. Я уже рассказывал. 157 на 120. Кажется точку в этой игре. Хиромарин сейчас ставят. Здесь слишком много продакшена упадет в данный момент. Здесь еще выход через центр идет. Ну я сказал бы это как корейское такое ТВТ даже. Четкое ТВТ очень идет. Молодцы. Уровень хорошая демонстрирует. Ютермал лишается продакшена. На мейн Хиромарин с темпатчится заходит через центр на третью базу к Ютермалу. А у самого-то у Хиромарина есть добыча. У Ютермала ее нету. В общем проблема. Все-то точка на мейне падает. 3-1 Хиромарин. Хиромарин против Сиралов. Будет финал. Просто круто. ТВЗ. Хиромарин хорошо ТВЗ отыгрывает. Зарешали все-таки грейды. 3-1 даже на технику делал Хиромарин. Почему не термал грейды на танки не делал. Вот заснул по ходу дела. ТВЗ. 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 Продолжение следует... Да, игры крутейшие, но жаль, что они не днем проходят, когда люди могли бы смотреть спокойно это все дело. Продолжение следует... 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 Ну все, ребят, не ждут с финалом, это хорошо Отлично, можно закрывать все сетки к чертям Финал на горизонте, ребята, погнали Бу-7, но Сирал идет, 1-0 уже Все, погнали, ребят Помните, что поддерживать нужно меня на канал, а блог и включайте на премию, подписывайтесь По реквизитности они через слой поддерживаете Хиро Марин против Сирала, финал, финал, общий финал турнира Пул первый здесь, будет лингами, видимо, забегать Здесь Депуха, Барак 15 часов идет стрим на данный момент, 7 минут Еще полтора часа и рекорд повторится, но Не, ну больше 7, может теоретически полтора идти Все будет зависеть от того, кто будет побеждать Если будет Хиро Марин побеждать, то Ему больше надо брать, я не думаю, что он Фирала сухую пробреет Ну а если Фирал тоже Да, тяжко, ребят Марик, факта ранее здесь Цецеха строится Роуч Ворон запилен Роуч Ворон очень ранее передумал, почему Стирал А, он думал, что Масс Рипера, судя по всему Он прилетел Здесь не будет Масс Рипера Видите, я вообще пропустил момент, как Хиро Марин Рипера построил Что-то руку начало сводить немножечко Рипер улетает, вот он улетел Здесь Линги забегали Потери Два Линга и Марик Плюс, что-то там Зерк отменял Здесь дрон в наглую серовлю воет Тут, если бы сюда выкинуть гранатку бы ему на путь Он бы поотпрыгнул бы И, может быть, не успел закрепить газ Но надо чрезвычайно внимательным быть Чтобы такие успевать вещи делать Танчик строится Здесь Рипер Гей, уже королева Вышла куда? Она вышла помочь своему дрончику бедному Который вынужден в газ превращаться постоянно Так, вот Линги, они без мума Все-таки спас дрона Сирал И все-таки заказал хату Линги без мума Больно, Гиллион их бьет Через 2 секунды мум сделается Ну, сейчас мума-то покажет Линги С этим Гиллионом всем Гиллион падает, Рипер падает Все в порядке Сирал третью заказывает Так, на Twitch, смотрю, ко мне пришли Иностранцы Всем респектом Но Говорите, я буду по-русски вместе с вами Привет Не сказывайте Винюбай Биджаб Держусь Все, финал Че тут держаться Часочек Хорош Уже Ну что, 16 часов За За сутки Двойной рабочий день Пожалуйста Забегает Под Сирал Опа Передропчик на мейн пошел Здесь танк полетел Дома только 4 марика Сирал хочет дропнуться В темную зону Вот, видно Как он залетает Сейчас Здесь у нас Хара с танчиками идет Ну, Сирал Плюс по экономике Линги дроп Неожиданно врываются на мейн Начинает Кусь-кусь рабочих 3 минус уже 2 минус 3 4 минус Сейчас будет Точно 5-6 Ё-моё Жесть Как тут нахуй Безнеслава 7 дронов 7 ксм Простите Сгрыз Еще и 2 линга Пытался увезти Сирал Ну, овером Надо идти 8 Это очень хорошо Но Здесь Антлант Активировал Премиум На ваш канал Спасибо, Антлант Ну, здесь Танки летают Танки летают Тоже храсят В ответку Но 20 рабочих Разница Сейчас, как вы видите По боевому лимиту У Сирал Не очень-то все хорошо Но Заказанному Фроучим Армор Делать Так Пару-ру Вообще Здесь пошло Боится Какого-то Контр-выхода Видимо Здесь Стиралу Не надо Контр-выхода Здесь У него Цеха Третья Есть Вижен Есть Мертвых Зон Больше Нет Опять Танки Бомбят Танки Кричат Четыре Уже Ё-моё Сколько-то Много Прям Ну, это Развод Будет Сирал Измениров У него Есть Казахстан Такова Система Турниров Так Королев Танками Киромарин Разваливает Киромарин Вообще Жестко Сирала Здесь Просто Бомбит Еще И Четвертую Хату Можно Сейчас Спокойно Отменить Полететь 1-1 Грейды Делаются Вот Вы Видите Сейчас Армари Будет Заказано Танк Достаёт До Четвертой Один Только На всех Дропнуть Так Чтоб Они Доставали Чего Боится Не Понимаю Киромарин Танки Забирает А Здесь Врыв Роучи Роучи Что ли Боится Здесь Есть Танк Еще Один Так Голосование Нужно Че За Голосование Ща Пильну Баг Е-мое Ща Пильну На другом Ща Здесь Пробивает Все Подождите Королева Успешно Создана Все Создал Голосование Голосуйте Потом Че Там Проверим Происходит Здесь Идет Борьба С Крипом Сиральчик Живет Сиральчик Выходит В центр Сейчас Танчиков У Кирмарина Уже много Шесть Штук Так Видите Это Две Факты Что ли Стиль Где Она Одна Факта Плюс На 3-2 3-2 3-2 Вообще Идеально Грейды Как по Линеечке Флэша Заказываются Грейды По Кулдауну Просто Моментально Так ЦЦ Не успевает Отменить Сейчас Тиран Моментально Сирял ее С фокусом Клингами Забегание Было Здесь Жесткое Но Отбился Отбился В итоге Все Тиранчик Естественно Еще Забегание Не отбился Здесь С комариков Газ Грызли Сирал Сплетится Так Чтоб Уже Врываться Это Не Ультралиски Это Грейтер Спайер Это Брутгорды Будут Сейчас Так Идет Сирал Вперед Пытается Марика Покружить Танчики Улетели На ХГ Хорошая Позиция Для Танков Блин Грамотно Хиры Марины Играет Нужно Признать Поднимаем Наверх Смотрим Диспозицию Даже Можно Еще Поднять Немножечко Тирал Сплитится Пытается Терять Четвертую Хату Идет Вперед Микос Пошел По Марикам Можно Медиваки Поймать Еще Микос Пошел Фаербулы Падают Очень Четко Падают Здесь Выдвигается Прирост Кажется Давид Хиромарин Я Кстати Не туда Поставил Нолик Ребят Прошу Прощения Вот Так На самом Деле Должно Быть Сейчас Один Может Бруд Лорда Резко Улетает Сверху Но Как Я Говорил Против Этого Микса Бруды Просто Идеально Заходят Фаербулы Пошли От Хиромарина Он Сминал Сминал Сминает Хиромарину Здесь Кондор Забегания Роучи Тем временем Идет Так Хрень Тогордишь Так Ты У нас Тут Фина Угрыжили Причем Здесь Сирал Так То Много То Потом Получается Груды Плюс Реведжеры Здесь Инфесторов Всех Сирал Потерял Это Было Провалом Без Микозов Будет Тяжко Драться Заходят Роучи Реведжеры Фаерболы Пошли Груды Бомбят Хорошо Роучи Где-то За Реведжерами Реведжеры Танкуют Брудлинги Не Решают До Заказ Идет Сейчас Сминает Сирал Или Нет Бруды Большая Часть Живые Пока Здесь Три Армора Ой Атаки Нет Рейнжов Это Плохо Что Атаки Нет Рейнжов Проследний Грудлорд Погибает Сейчас Фаерболы Митериал Всех Учищает Путь Идет 329-112 Восстанавливает Багу Дома Фаерболы По Либераторам Падают Но Даже Этого Не Убил Лепорщики Подрезаются Зарываются Хата Восстановлена Но Экономика Равная Это Плохо Что Сериал Грудов Здесь Слил Чуть Бывал Лингов Надо Было Заказать Ему Сюда В замес Линги Если С 3-2 Прибежали Хотя С 2-2 Они Перевернули Реально Что-то И Чарлик Не Пришел Сегодня Дрыхнет Там На Кресле Спокойно Пятую Хатку Серал Занял Третья Коготь Делается Уникальным Армор Ультре Кстати По лимиту Все В плюсе Несмотря На то Что Слился По лимиту В плюсе Восстановил Добычу Здесь Восстановил Добычу Точнее Здесь Давно Добывается Здесь Даже Добыча Пошла Небольшая Еще Рабочих 16 Мариков Дроп Идет Мариков Примет Я думаю Серал Быстро Достаточно Реакцию Хорошую Демонстрирует Слегко Сможем Тестеры Конечно Великолепное Забегание Идет Будет ли Богатое Будущее Наших Потомков При таких Правителях И летения Конечно При таком Строю Я бы сказал При такой Идеологии Ну ладно Не будем А то сейчас Ну ночью Ладно Запустить Крип Прямо По 12 Часами Если Серал Зашатая 12 часов То это Все Это Минус Тогда Хера Марин Это 2-0 Тогда Будет Выходит Выходит Хера Марин Вперед Грэйды Какие На Био 3-3 1-1 Атака На Воздух То есть Либераторы Без Рэнджа Сейчас Атаки Еще Забегание Лингов Уйдет В этот раз Есть чем В третий Здесь Марин Бункер Тут Полон Кстати Бункер Бодренько Грызть Начал Быстро Он Упал Если Сирал Продолжил Грызть Есть Несколько Мариков На Треть Стоят Тим Пак Не Улыбается Танки Смоляют Издалека Линги В мариков Грызлись В это Время Замес Идет Фаербул Ой Как Там Фаербул Падают Жестко Брудов Пока Не Морфит Сирал Им Нужны Караптеры Больше Эти Бруды Тоже Помогли Здесь Против Воздух Это Нечем Особо Драться Тиранов 180-200 Блин Какой Живучий Сирал Очень Четкий Зерк Честно Признаться Бэйна Мунг Еще Не Готов Так Нескобэйн Вперед Сагдли Но Они Без Мула Пока Микоз Боит Вообще Микоз Не Наблюдается Фаербул И Будут Фаербул Не Успел Выкинуть Сирал Хотя Микоз Хорошо Попал 13 Секунд До Мунгу Бэйна Очень Очень Скоро Доделается Пошел Замес Фаербул Жесткий Микоз Жесткий Майки На Микоз Сливаются На Фаербул 140-170 Ультрал Сагрился Ультрал С Полными Грейдами Вообще Инфестры Падают Хараптеры Новые Делаются Бэйлинги Все Кончились До покатушек Вообще Покатушки Доделались И Ну Печально Что Бэйлингов Не стало Но Можно Новых Подмопить 7 Собственно Сиральщик И морфик Бэйна Сейчас 35-186 Макгер и Марин Тоже Пытается Демонически Здесь Контролить Все Пошел Врыв Фаербул Накиданы Прямо Дождь Постоянная Типа Спаербул Пойдет Перекопочка Пошла Ошибка На самом деле От Кирома От Этого Сирала Что он Не делает Ринжовые Игры Идей На Свои Юниты Но И так Справляется Смотрите Потери Вы Видите Потери Вообще Вровень Почти Идут По Юнитам Там Дич Вообще Нечего Смотреть По Добыче Сирал Кирома Ринг Пишет Очень Жестко Это топ Европы 100% Уровень Сегодня Именно Учера Ла Сверху 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 Продолжение следует... 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 22 сырал 10 11 пока не за как стать арморе есть уже почему 22 не делать не знаю в тыки идут такая ну да не надо пацаны поле тоже жило уже под утро и так голова кипит панша принимать не рассчитали все-таки наши немецкие товарищи вероятные друзья вот время проведения турнира то есть пораньше должны начаться были финалы все вот эти но по расписанию стояла час ночи начала финала по моему по европейскому времени то есть два по нашему а в итоге он начался в 4 естественно это не делал так здесь марики елики 2 2 воздух и воздуху дэмэдж двойной дроп на main полетел но здесь прям крипту мы рассмотрите через прикольно тогда здесь крип не показывается но видно все крипту вот крипчик топовый конечно усирала реально он очень четко тянет крип делается 2 2 не надо марик бедняга марик здесь был уничтожен 8 дронов сейчас сбрел в общем-то кире марин своим дропом улетает сразу будет или восстанавливать стирал здесь добычу именно имеется ввиду подстраивать рабов сюда еще пока не подстраивает на центре хата пошла сейчас здесь сныкался дроп вот в угол рейдж либератором 2 star порта уже production гигантским туретками мы не обнесен соответственно можно дрова ну дропаться во втором старкрафте конечно мало кто дропает с такого расстояния но можно уверенно залететь и нигу сюда пилить на main в легкую просто мы же газ 5 пока не раскачал но рабов установился ими 4 65 на данный момент здесь самариков все нормально без ущерба для экономики зерковской произошла битва если крепче крепче вперед здесь крепче кому до сюда все заплатить здесь тащить идет тоже и сервис ультрала отгоняют там мариков попытка ворваться череде здесь планетарка нет смысла либераторов но не надо у них ворваться 33 делается где шпиль шпиль пошел поздний шпиль надо раньше гораздо ставить еще за бред шпиль вообще раньше должен быть до рекорда вся повторение рекорда вся четыре минуты час там примерно до повторения я надеюсь что за мы раньше закончим сейчас чем час ну если тиран будет тащить то мы можем закончить и позже даже так 30 сэхи добавляется это макро сэшки добавляют снова есть туретками все вносится сейчас возможно гастов мы увидим видео видно 3 starport на реактор дайте где или где 3 starport вообще делается так так я и не нашел starport третий а вот перелетая на реактор вот здесь тоже реактор еще один нужно занять каким-нибудь важным действительно зданием для starport он здесь 33 тоже пошло вторая атака на воздух два шпиля раз и два на мэйне я бы поставил санок немножечко плеты щек сиральчиком во первых крипту можно сюда поставить крипом запилить и пару плеток дропов можно так вот под либераторов заходит ультрал уничтожен идет в наглую сырал броску вот так нагло-то двигается гасты снайперят эти ослышался сейчас или я слышал снайпер-шоты я слышался у меня уже того шарики за ролики на стоп нет еще вообще ни одного не было потери тоже нету да крип выбивается тиран тут прямо уфорно я бы сказал уверенно как идет центр но утирала 80 дронов он отступает губь своего крипа будет обороняться дома заказом убивать фаербулы по либераторам пошли пару либераторов как с куста просто мехоз будет будет ой хороший мехоз хораптеры готовы но не надо драться с медиваками надо драться с либераторами ребят хорошо шатает королева ультра пошли тоже в бой 150 169 крип надо восстановить а что восстанавливает то вот сюда фок назад вот сюда пару запилил эти вперед повел эти вперед повел даже не надо даже не надо назад нужно просто вперед крипту море пилить сейчас и все так характера налетать характеры под мариками здесь сливаются что ты делаешь сиралов иди их нафиг уводит ресурсов дофига все в порядке так и восстанавливать два критера напилина на цц щеку на дальнюю леньги забежали здесь все сбрызли запасы гигантский просто сейчас у сирала делается рейнджовые игры да и в шпилях первые пошли грейды и тут две атаки на войну крипту море вниз здесь крипту море вперед сирал не успел ну где армии контроля там и крип вперед который выпускает естественно так лингов заводится на втором нет здесь есть два танка и иди зил стоит рядом здесь даже на мэне с этих от забегания планетарка поставил блин если ты делаешь планетарку ребят ты должен сделать вот что это армор зданием армор зданием броня должна быть на здание плюс 2 все тогда линги будут менее эффективно а юниты крыма вода можно носить да все будут меньше значит какое то что то кто погибли так получилось что такой звук издал кто-то 16 ливераторов вы видите сейчас это реально целая армада ливераторов вообще демократия блин всему миру ой ой какой микоз какие микозы сирал там выдает хорошие марики падают мародеры падают энергии много потратил надо ли было сколько набил энергии счастлива сейчас пара ультралов можно кстати забегание сейчас делать что и делает сирал здесь горит планетарка сейчас она сама сгорит пока ультрат забегать будет так все таки вычинивает ее хэромарин но сирал не согласен с таким раскладом он будет убивать и он убивает двумя ультралами все пошел замес на центре хораптеры идут вперед хораптеров один один дрэда делается третья атака это у хиромарина третья атака запас у сирала гигантский почему он не добьется я не понимаю не это же не добьет почему как-то не разменивается активнее брудов там не наморфит чтобы с приростом попытаться задавить с оппонента своего не знаю так ультрал минус Криво тут что-то бегает, Сирала в новом раунде. Ну, Караптеров очень много. А чем с воздухом? А, тут чисто Караптерами Сирала дерется, я смотрю. Ну, кстати, Мариков нету, можно воздух просто ломать, что Сирала делает. 198-148, опять же, и медиваки падают, и все падает. Если по земле чем прийти, золото минус ну. Сейчас Сиралу и Рамарин. Почему-то про острова все забивают. Ну, Зерк не забыл, он Крив здесь полевая, чуть тиран не занял. Он сам на остров не спешит, кстати, а мог бы остров подрешать тоже. 2-2 минус, ущербных 142-199, 24 бейна по катушке. Есть по катушке, по-моему, все гляды у Зерга здесь уникальные, посмотрите. Вообще жесть. И пошли двоечки сейчас во всех шпилях там. Ринжовые двоечки. И будут, в общем, Сирал убивать сейчас. Здесь забегание, планетарку надо будет грызть. Планетарку грызть, на танк накидывается здесь рядом. 3-3, ринги просто с грейдами танк. Вы видите, что-то они с танком делают. В это время на лом-глоп идет. Так, зеленка. Вайперы стягивают либераторов сейчас. Ультралы заходят, ринги заходят. Ультралы затанковали на либерках. Нужно, чтобы линги штанковали. 70 на 190. Здесь все просто унижается. Горгей пишет пирамарин. 3-0, Сирал. 2-0 в этом финале. 3-0 благодаря тому, что он из венер брекета прошел. То есть из венеров. Ну что же, пока что Сирал меня спасает реально. Останавливается. Останавливается. 3-0, Сирал. 5-0. 1-0. 5-0. 5-0. 6-0. 5-0. 6-0. 5-0. 6-0. 7-0. Продолжение следует... Ну что, погнали! Продолжение следует... Здарова всем, Бек СК-2. 3.0 Сирал повел. Станция Король Сиджонг. У нас здесь карта. Угодите. Отменил газ сейчас. Заказал, отменил газ. У нас Хиромарин почему-то. О, блин. Размяться хоть чуть-чуть. Ну что, матч поинт для Сирала. Барагас у нас. Отменил, заказал. Сначала газ первый хотел Сирал, потом передумал. В Рипера решил сыграть. Ну а здесь... А здесь как раз против Рипера Билд. То есть, это ранняя королева, во-первых. Во-вторых, два Линга сейчас будут оббегать вот так вот и забегать вот сюда. И пытаться подгрызть. Пока нет Рипера. Ну да, пока он улетел с мейна просто в тупую. Пролетают Риперлинги, пробегают мимо. Все, пошли сюда. Надо отменять на ЦЦХе раба. Здесь королева переходит. Встречать будут. Сейчас Хиромарин поймет здесь королева. И нужно назад лететь. Он понимает, что здесь не просто так здесь все происходит. Если королева уже есть, значит, два Линга уже оббежали и уже пытаются развалить раба. Рабик навстречу Риперу уходит. Задержка хотя бы. Хотя бы задержка ЦЦХи продакшна. Это уже хорошо. Как вы можете понять. Смотрите, ЦЦХу почти еще КСМ забрал. Хорошо, хорошо тут. Сирал понапрягал. Третья уже хата пошла. Почти готов. Ну, в Криптумор вперед один. Еще сейчас один запилен будет вот здесь. Да, пошли два Криптумора. И здесь Криптумор собирается ставить. Или что, Сирал? Да, видимо, да. Каточку запросов я часто играю, но... Так как стрим идет уже через 10 минут 16 часов будет, как бы. Поэтому сегодня каточек не будет. И даже, я думаю, сегодня после сна моего тоже не будет. Так, соединился Криптумор второй с третий сейчас. Роуч Ворон готов. Здесь дроп Мариков 16, естественно, стандартный билд, вы видите. В общем, естественно, я не показывал, но по продакшену можно было уже понять. Два барака Старкор с реактором. Так. Ну, дропчик попер. 14 мариков в нем. Надеюсь, Криптумор уже за камнями на 9 часах. Дропчик идет, сейчас будет скан выбит, Криптумор будет, короче говоря. Естественно, поэтому даже тиран Вижен и Дропмасс, то есть он особо не скрывает, что в цели он Крипа выбивает. Ну что, камни Сирал шатает, смотрите. Все правильно делает, сейчас будет скан выбит Криптумор здесь, скорее всего. Приходит Крилл. Скана нету, что ли, энергии? Да, нет, 50. Вот поэтому и не убивал Криптумор сейчас, Кирамарин. Вот, 50 готово и Криптумор пошел выбивать. Еще три Крипту можно строить сразу Сирал в этом направлении. А тут четвертую не собирается спилить пока, видимо трех ему хватает. Здесь инженерка одна, все, взлетает оверсир, проверяет, все. Валюша не армор, второй есть эволюша, нет, второго нет почему-то. А где второй эволюшен, непонятно. Крипа уже реально много. Так, это двухбазовый прессинг, ага. Это понятно, почему не спешит Сирал с пятой, с четвертой базой на девяти часах. Здесь просто ой, новый выход, третий с АСС нет, видите, пусто как бы. А здесь просто рубанится ровущий лингер, Сирал хочет встретить и все. Устал Кирамарин, судя по всему, устали все сегодня реально, ребят. И хочет побыстрее закончить Сирал, естественно, игру, но... Не то, что побыстрее хочет здесь пробрить, наконец, Сирал, потому что проигрывает. Но не так просто-то. Ровущий муф, они уходят назад, вот теперь-то можно и хат где-то ставить, наверное. Так, налом на королев. Ровущий опять идут вперед, что-то дела. Мариков просто шатал, Сирал сейчас Сирал. Сейчас еще два Марика будут, ну и что же. Танки передроб на ХГ. Идет, просто сминает все на своем пути. И здесь можно, кстати, в депохе ворваться сюда спокойно. Ну, хотя нет, два либератора прилетели, Био уходит. В депохе не ворваться, нужно сваливать. Ну что, четвертая все-таки пошла хата. Весь с мейнар обе перевозят уже с перебором, потому что реводжеров Сирал не делает. Хаев пока не делает. 2-1 грейды пошли. Сиран вообще с одной инженерки, смотрите, штампуют. Это провал. Третья цеха ставится по факту. Очень сильно сейчас остает. Хиро Марин. Вот, очень сильно он остает. Ну, кроме Сирала, да, что-то все устали. Сирал четко отыгрывать. Вот, сейчас от инфесторов надо вот эту хрень все поймать и вообще замечательно будет. Так, 151, 178. Продолжение давления, продолжение прессинга. Будет 3 инфестора заказа, но будут они без энергии 75, они на 50, 50 энергии будут. Вот. Аккуратно. Чтобы быть пошел на лом с трех сторон, Сирала, фаерболы падают. Боевой лимит одинаковый. Нужно ли было на это био уловиться отмороженное? 130, 140, это провал. Четвертая хата сейчас будет уничтожена моментально. Сирал, скорее всего, Сирал переходит опять же с направления другого. Дронов уводит. Сейчас пытается отсидеться. 16 трущей заказано. Ну, вот нахрен было здесь в центре ломиться. Дрался здесь, дрался фаерболами. Так, Мехозы, фаерболчики падают неплохо. Сирала все еще больше полиомит, обратите внимание. Но позиция просто дичь, если ему никак отсюда не выйти будет. Причем, нужно бы, может, тыл какое-то заберегание сделать, так и прочим, и не успеть и в тыл делать заберегание. Они слишком немобильные. Так, танки бомбят личинки. Хата падает моментально. Мехоз где-то сзади Сирал вывести не может. Ну, здесь, я не знаю, если он отобьется, выиграет, это будет чудеса просто. Ой, Мехоз хороший. Какой фаерболы! Хорошкий И-120 на 157 под Либераторов Сирал полез. Сейчас, как они громят здесь все. Как они громят и под танки. Ой-ой-ой, дичь. Все, по лимиту проседает. Две в две базы, фактически. Ну, это одна игра, судя по всему, на счету Киромарина. Но еще даже, даже до сих пор пока еще не факт. Хотя нет, рейт ССФ летит, наверное, факт все-таки. Продолжает спрей. Я уже все думал, Кирал здесь побеждает. Ни хрена. Да, давайте сейчас еще камбэк будет, да? До шести утравлен. На мейн заходит. Здесь четыре роучи забегают в ответочку. Но они уже не решат ничего, к сожалению. Мейн падает здесь. Просто не ломится. Четыре либератора. И пять танков. Вообще-то здесь какая-то. Ну, как-то сейчас упадет. Здесь роучие строятся еще группам. Граут что-то выжигает. Лимиту плюс опять вышел. Но сейчас дронов этих уничтожат. Нам будет девять штук. Ну, и в минус Кирал опять попадет. Так, четыре роучи опять забегают. Ну, точнее, старые эти роучи. Пошел на лом. Вчера он принял решение идти в лоб. Даже без био здесь. Посмотрите, что делают эти танки и либераторы. Они просто унижают. Ну, это ГГ здесь. Выход идет еще био-юнитов. Это провал. Такое вот крепление желтого пойдет сейчас. Здесь блокады с хайграунда. Сирал заходит через вторую базу вниз сюда. Ее очень-очень много. Либераторы еще вперед перелетают. Королева падает. Падает рабочие. Здесь Сирал бьется с ними. Надо ТА клик делать наконец-таки. Вот. Пошел Сирал. Куда ты мимо просто скачивал? Бывает, что? Бе-бе. Не последняя эта игра. Ну, Сирал, блин. Такое преимущество просрал. Фуф. 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 Продолжение следует... Ну что, все готовы, погнали! Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, 3.0 Сирал, дружеские советы можешь для любого стрима приберечь свои... У меня все окей... Так, плугас здесь у нас против реперов подстраивается, Сиральчик... Вот... Спасибо за советы... Рекламу пропилил... Поддерживаю сам себя рекламой... Опа... Опа... Золото первое... Не, ну это вообще дикость какая-то... Причем выход в реактор идет сейчас... Лингер встречает КСМ-ку... КСМ-ку... Не, ну она от двух-то лингов может уйти... Если будет много сворачивать здесь... И... Опа... Что делает Сирал? Что он делает-то? Взял, увел лингов... А, рипер есть... Все правильно сделал... Я про рипера вообще забыл... Так, а здесь два линга-то с другого направления прибегают... Смотрите... ССЭХа на золоте не построена... Вот тебе... Подобывал золотца... Сирал говорит здесь... Ну давай, подобывай... Здесь можно лингами вначале разводить... Просто адски на самом деле... Так, золотца опять не подобывать... ТСМ-ка падает... Лингами вот этими просто надо свалить... Пусть регенится, конечно... Здесь дотекание еще идет... ССЭХу пытается Сирал отменить... Так, пытается окружить геликов... Сзади два линга в тему подходит... Рипер минус... Гелики живут... Все, три гелика здесь есть... Линг еще достроился... Один пытается ССЭХу подгрызть... Может на рампу ворваться на халяву... А че, почему бы и нет? Не успевает Хиромарин Депошки закрыть... Сонный Хиромарин... Сирал просто разводит мясо... Сейчас, смотрите, три КСМ-ка... Четыре минуса... Это дичь вообще какая-то... Часть лингов отбежала... Часть КСМ-ок... Опять КСМ-ок уничтожено... Вообще красота просто... 20-Store Hadro minutos ворвался... 6 ксм-ок, то только сейчас на золото переводят... ...рабочих своих... ...Хиромарин, 20-36 Сしくи и еще бегут... я попер за более тысячи без лука печаль конечно не услышишь 15 часов он идет ну что я не знаю если такую игру сирал откусит то это уж перебор по моему делается спорочка три королева здесь есть опять кто-то там линги поперли в забегание два гелика вынужден здесь составлять все время так ну можно в тупую на рамку ворваться так здесь банша прилетела до прорываться конечно опять не реагирует здесь ира марин два новейших мулы сирал заметил что они только-только упали из обертки вывернулись одного подрезал корова не подреждают здесь деньги слишком много не сделаю фука банши две ванши сейчас будет инвиз здесь уже лейер давным давном готов сырал принимает по моему единственное верное решение так как он просто унижал оппонент свой сейчас по экономике имеется ввиду сирал принимает решение идти вперед и что за дерьмо значок появляется что-то фризанул сейчас ребят с памятью что-то или что я даже не знаю сейчас королевы папе папру трущи нидус пойдет чейдинги забегают что-то лаги пошли нидус пилится на лоук грандинга надо наверх тоже нидус запилить сейчас королевы выходит минус банша сразу же одна роучи идут вместе с ними вперед а где мук роучи мне кто-нибудь может объяснить я вот что-то не понимаю почему муф роучем отсутствует на таком билде так королевы идут вперед и какого хрена нидусы все на лоу граунде вообще танков нет королевы садятся назад на а королев первых высаживает высаживает с первой роучи трансьюз не открывает кинуть стирал еще один нидус пошел ну не запилить нидус будет иди ты в лоб уже ё-моё пошел в лоб догадался что не стоит купить 20 на 70 сейчас можно отдать игру просто на ровном месте с этими нидусами кривыми так роучи на хг роучи на лоу граунде ролевых часть через муф идет часть в нидусе сидит двух втором стирал просто прессует сейчас мы блин вич ты какая так надо зафокусить танка нету медивака который танковым контроле здесь короче здесь 66 на 120 стирал победитель данного турнира спаситель просто нет рекорды нет рекорду 16610 минут крим идет слава богу нидус еще принимает юнитов все на мейн попрется это дичь вообще да счетный оборот ребят гг ира марин пишет фантастика фантастика так я да так так Субтитры сделал DimaTorzok С победой! Субтитры сделал DimaTorzok Всем спать, короче, завтра на охоту Завтра на Kung Fu Cup приходите в 14.00 Помните о нем Пока всем! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok